Будем начинать. Так, я еще раз представлюсь. Меня зовут Андрей Мирошкин. Я руковожу компанией Гротек. И я буду вести сегодняшнюю конференцию, которая называется «Безопасный удаленный доступ и защита удаленной аутентификации». Так, у нас сегодня весьма-весьма насыщенная программа. Которая составляет второй день ITSEC Online. Вы знаете, что ITSEC Online – это такое событие, которое проводится в ваших интересах, уважаемые участники. И это событие нового формата. Новизна стоит в том, что это онлайн-событие, которое продолжается на протяжении двух недель. И по охвату темы, и по количеству участников, благодаря доступности онлайн-формата, и востребованности и популярности самой тематики информационной безопасности, я думаю, что ITSEC Online претендует на место крупнейшего события в стране. Вот. И два слова вам расскажу о контексте и порядке работы сегодня, после чего мы перейдем к нашей сегодняшней программе. Вчерашний день был весьма интересным на ITSEC Online тем, что он открылся с дискуссией руководителей информационной безопасности, которая позволила сверить часы и, так скажем, выявить общую повестку дня для ее участников и для всех слушателей этого мероприятия. Присутствовало порядка 400 человек на открывающей дискуссии. Уникальный был состав участников и представителей финансовых организаций, и крупных промышленных компаний, представителей EDIT Москвы. Очень интересный состав. И в качестве проблем или в качестве повестки были обозначены весьма интересные темы, в том числе и тематика сегодняшней конференции. Так, это удаленный доступ и защита удаленной аутентификации. Многое говорилось о новых архитектурах, о публичных развертываниях в облаке, гибридных, гибридной инфраструктуре. И поэтому большое внимание вчера в течение дня уделялось вызовам и задачам, связанных с использованием облаков, все большим использованием облаков в бизнесе. Запись должна быть доступна и вчерашнего дня, и сегодня в течение дня мы тоже, уважаемые участники, проводим запись мероприятия, которая будет опубликована на интернет-странице конференции. И максимум с завтрашнего дня эта ссылка заработает, и вы сможете ознакомиться не только с записью сегодняшней конференции, но и со всеми документами, с которыми вас сегодня будут знакомить выступающие. Так, ну, вы не слышите меня, я вижу, Игорь Баянов, Вадим Лемарь, нет, не слышите меня, слышите ли меня, вы остальные участники, слышите, прекрасно. Ага, тогда команду прошу рекомендовать тем, кто нас не слышит, письменно в чате перезагрузку страницы. Все-таки в большинстве случаев это помогает. Так, ну что ж, за вчерашний день, кстати, у нас получился такой довольно насыщенный день, было более 600 участников. Вот, и сегодняшний день тоже многих интересует. так, так что, вот, посмотрим, какие, какое количество участников мы соберем сегодня. Но для меня главное то, что мы в любом случае будем идти по той повестке дня, которая интересна вам, уважаемые слушатели, и для этого у меня есть к вам некоторые предложения. Значит, первое, активнее управляйте мною и выступающими через чат. Давайте ваши комментарии и вопросы. Я люблю, когда звучат комментарии, пусть комментарии понятнее контекст, и его легко превратить в вопрос. Поэтому, пожалуйста, ваши комментарии и вопросы, надеюсь, будут отражать те задачи, которые стоят перед вами, любые неопределенности, неясности, которые вы хотели бы выяснить. Отлично. Именно на эти комментарии и вопросы будут реагировать докладчики. Ну, а я буду в этом помогать. Им буду ваши вопросы озвучивать и работать вашим голосом. У нас, тем более, программа сделана так, что после каждого выступления 20-минутного 10 минут отводится на обсуждение, на ваши вопросы и комментарии. Ну, а в завершающей части сегодняшней программы в 15.10 начнется 50-минутная дискуссия. Дискуссии отдельные, в общем-то, отдельная часть любого события, поскольку там все участники дискуссии выходят за рамки заранее подготовленных текстов и обсуждают те вопросы, которые вас наибольшей степени интересуют, уважаемые участники. Так что в 15.10 рекомендую вам пометьте себе и обязательно присоединяйтесь. Так, ну что ж, напомнил контекст. Относительно конференции, сегодняшней конференции безопасный удаленный доступ и защита удаленной аутентификации хочу представить вам партнеров конференции и генеральным партнером является компания Сенха Секура. Это Афи Дистрибьюшн. Дальше партнерами конференции выступают компании Ставкоп, Скритш и также у нас сегодня есть выступление компании, а, нет, и партнером конференции является компания Кикотик. Так, Кикотик, я думаю, так правильно произносить. Так, генеральный партнер конференции вместе с своими коллегами из Афи Дистрибьюшн имеет и онлайн-переговорную комнату сегодня, поэтому у вас будет возможность, уважаемые участники, заглянуть в отдельное виртуальное помещение по завершении доклада Сергея Попцова, технического директора Афи Дистрибьюшн, которую я сейчас приглашаю к нам присоединиться. Тема выступления, вы видите, довольно длинная. Так, это новый PAM на российском рынке, как контролировать доступ подрядчиков, управлять паролями, привилегиями приложений, ключами SSH, SSL-сертификатами, секретами DevOps из одного окна. Ну, зато практически план презентации и звучит, это интересно. Так что, Сергей, добро пожаловать. Камера сейчас у вас включена или нет, и будете ли вы ее использовать? Нет, использовать не буду. Да, добрый день. Меня слышно, да? Да, слышно хорошо. Да, отлично. Да, всем доброе утро. Попцов Сергеев и Дистрибьюшн. И, да, у нас, я хочу вам представить сегодня наш новый вендор компании «Сеня и Сигура». У нее очень много функций, поэтому это будет такая очень краткая обзорная демонстрация. Ну, описание. Собственно, «Сеня и Сигура» мы буквально месяц назад стали эксклюзивным дистрибьютором в России и СНГ. Штаб-квартира в Бразилии, 20 лет они на рынке существуют. И они довольно хорошо представлены в различных агентствах, типа Купингер, Колы и Гартнер. То есть получают отличные там отзывы, очень неплохо себя чувствуют. Собственно, из-за этого мы обратили на них внимание. И по оценкам, ну, согласно вообще опросу Гартнер, в 2021 году на рынке PAM-систем некоторые небольшие производители предлагают более эффективные, менее дорогие решения, чем крупные поставщики PAM. Вот, собственно, это та идея, с которой «Сеня и Сигура» пришла на рынок, ну, точнее, сказала, пошла распространяться в других странах. Вот, они уже там получают различные оценки, там, «Customer First», «Adgarter», «Peer Inside», «Customer Choice», медальки и прочее, прочее. Вот, и как выглядит в данный момент квадрат Гартнера в PAM-решениях. В левом верхнем углу очень высоко взлетела в 2021 году компания «Сеня и Сигура». Вот вертикальная шкала – это как раз простота использования, это «Ability to Execute», то есть это насколько решение недорогое, удобное, насколько его легко внедрить и удобно использовать, насколько оно хорошо продается. То есть, а вот горизонтальная шкала – это там какие-то инновации в технологии и так далее. То есть, вот по оценкам Гартнера «Сеня и Сигура» очень себя хорошо чувствуют. То есть, если мы говорим про вертикальную шкалу, то это второе место после CyberArk по вот, не знаю, как-то, ну, грубо говоря, по соотношению цена-качество функций. В общем-то, вот. Аналогично можно посмотреть на Гартнер «Пир Инсайдс», кучу различных отзывов, где у «Сеня и Сигуры» там 98% одобрения, причем от различных компаний, то есть как крупный бизнес, так и малый бизнес. Она успешно внедряется в 60 странах мира на данный момент. Есть внедрение и на 5000 администраторов, и там на 5 администраторов. То есть абсолютно от разного размера компаний подходит. Вот. Собственно, теперь уже больше переходим к самой платформе «Сеня и Сигура». Если 5 лет назад очень часто для ПАМ-решения было достаточно, там, условно, писать, кто что делает, там, подрядчики подключаются, мы их записываем, и все спокойно. Вот. Сейчас уже этого недостаточно. То есть сейчас появляются там и взаимодействия приложений, которые должны как-то обмениваться авторизационными данными. Есть и какие-то пользователи, которым нужно контролировать привилегии на их рабочих станциях. Есть там, опять же, те же самые подрядчики, облачные различные сервера, облачные платформы, куда тоже нужен как-то контролировать доступ. Плюс появились различные процессы DevOps, которым также отдельная история про безопасную передачу авторизационных данных между контейнерами, приложениями и так далее. И это все приводит к тому, что клиенты ищут или несколько решений под каждую из задач. Или какое-то внедряют какое-то огромное и страшное. Но с этим тоже не все так гладко. Мы занимаемся поставкой PAM-решений уже больше пяти лет. У нас там десятки проведенных пилотов, внедрений и, естественно, большое количество общений уже с клиентами, кто уже внедрил PAM, кто там используется и так далее. Что мы видим на рынке? PAM действительно сложен, многие системы довольно сложны. И те, кто уже купил какие-то PAM-решения год или два назад, очень часто мы сталкиваемся с тем, что они используют условно 15-20% от всего набора функций. То есть, несмотря на то, что на этапе выбора решений там были огромные ТЗ, был большой список хотелок, требований к PAM-системе, спустя год-два после внедрения, проведения закупки, эти решения не используются реально на хотя бы на 80%. Это, на самом деле, такая, так скажем, большая проблема, потому что, по сути, не окупается инвестиция в PAM. То есть, клиент покупает большой и страшный PAM с большим набором функций, и спустя два-три года он все еще использует 20% от его функционала. В общем-то, в этом проблема, и в этом даже опасение самих клиентов и партнеров. Потому что все понимают, что PAM – это что-то страшное, очень долго, очень много систем, очень много серверов и так далее. И с этим отлично работает компания SindiSegura. Это, в том числе, то, почему мы обратили на нее внимание. Она поставляется в рамках, в виде одного виртуального сервера, в котором уже есть все. То есть, это не, не знаю, это может быть виртуалка, которая стоит на вашем гипердизоре, виртуалка, которая развернута в Google Cloud, на Amazon, где-нибудь еще. Это может быть просто железный сервер Dell с развернутой системой. В ней же уже и операционная система своя, и фейерволы, и набор модулей PAM, которые позволяют комплексно, так скажем, закрыть кучу разных задач. То есть, начиная от классического PAM, то есть, это контроль сессии, там, HTTP, Telnet, SSH, RDP, Remote App, X11 и все на свете, до управления паролями, до обнаружения учетных записей, обнаружения сертификатов, обеспечения полноценного девопс-процесса, обнаружения SSH ключей, различные, и все это, естественно, с поведением. С полноценной аналитикой, записью сессии, с поведенческим анализом, пользователей, и все такое прочее. То есть, по сути, это одна коробка, которая совмещает в себе функции того, что обычно занимает 2-3 сервера у лидеров, так скажем, квадранта-гартера. То есть, на данный момент в одну платформу входит 5 модулей. Это классический PAM, то есть, управление доступными паролями. Это решение для девопс. Это решение DOMUM для удаленного доступа к системе без VPN, то есть, когда подключение идет через некоторый сервис вендора. Это управление сертификатами SSL, то есть, полноценная выдача, ротация, отслеживание. И это контроль привилегий на рабочих станциях. То есть, какие приложения можно запускать, с какими привилегиями и так далее. И, например, как выглядит система для контроля тысяч устройств и тысяч одновременных соединений. В случае синей сигуры это все еще будет один сервер. Который без проблем держит все эти соединения. Естественно, есть балансировка. Естественно, есть возможность установить отказоустойчивый кластер, различное масштабирование и все такое прочее. Но даже в базовом варианте, что нам нужно, допустим, тысяч одновременных сессий, это все еще будет один Linux сервер без дополнительных затрат на баз данных, на операционную систему, на лицензии терминального сервера от Microsoft. Когда у конкурирующих каких-то компаний в среднем это будет несколько лицензий на ОС, лицензия кластер, лицензия на баз данных и целый набор серверов. Вот, опять же, например, это из, там, также от информации от вендора. Они считали довольно крупный проект, вот, по которому для клиента, ну, как бы для внедрения, закрытия всех задач с помощью, там, CyberArk'а проект стоил бы 64 дополнительных сервера содержал. То есть, куча разных компонентов, которые друг с другом взаимодействуют. В случае синей фигуры, они обошлись шестью серверами. Вот, что, в принципе, показывает такое масштабное различие в подходах. Да, я вижу, вопросы задаете, вопросы мы, да, после оставим. Собственно, теперь уже непосредственно перейдем к самим функциям. Первое, при внедрении ПАМа, это нужно найти, что у нас вообще есть в компании. Вот, собственно, для этого используется механизм обнаружения. Он обнаруживает устройства, он обнаруживает учетные записи, там, на базы данных гипервизорах, линус-системах, что угодно. Он обнаруживает контейнеры, девоп-сертифакты, сертификаты SSL и SSH-ключи. Вот, это все он обнаруживает. Дальше уже мы можем это добавить в систему, там, в автоматическом, полуавтоматическом режиме и начать уже работать. Теперь переходим непосредственно к модулям ПАМ. Ну, основной модуль ПАМа это PASM, это Session Monitoring. Вот, здесь есть там все, что есть обычного во всех ПАМах. То есть, это контролируемый доступ к целевым системам, контроль сессии, запись сессии, запись команд, введенных нажатых кнопочек, поведенческий анализ этого всего дела, хранение паролей, управление паролями, вплоть до того, что можно создавать, автоматически создавать учетки под запрос, ну, такие одноразовые учетки на целевых системах. Вот, возможно, там, включать-отключать учетки при подключении. То есть, например, там, при подключении пользователь хочет куда-то подключиться, учетка делается enable, он подключается, работает, как отключается, учетки делаются disable. Вот, то есть, различная куча разных механизмов, вот, но подробнее, лучше я расскажу вам на какие-нибудь отдельные презентации, если вы заинтересуетесь к нам и к нам придете. Теперь переходим к следующему модулю. PAMPED для Windows и Linux – это уже управление переверегами на целевой машине. То есть, контроль, какие мы приложения запускаем, какие приложения запускаются с повышенными правами, и даже временная выдача прав локального администратора пользователя с записью его действий. То есть, условно говоря, адмист, там, не знаю, разработчик, ну, он более-менее переверегованный, обычно сидит за компьютером, ему нужно, там, выполнить какие-то, какую-то, ну, какие-то действия под локальным админом, он нажимает кнопочку, и вот только этот вот промежуток, что он будет делать под локальным админом, попадет в PAM, будет записан для того, чтобы это изучить. Вот, то есть, с другой стороны, с одной стороны, пользователь не сидит постоянно под админскими правами, вот, но, с другой стороны, вы точно контролируете, что он запускает, что он делает, и там, вот. Это вот контроль на приложении привлеваний на локальных рабочих станциях. Дальше есть довольно интересная штука, менеджер задач, которая является частью PAM-модуля. Она говорит про то, что у нас привлеверенные пользователи часто делают какие-то рутинные задачи на целевых системах, и мы можем некоторыми автоматизированными задачами, скриптами сделать так, чтобы полисли не подключался на целевую систему и выполнял какие-то задачи с дополнительными рисками, а когда у полисли есть, условно, просто скрипт, который он может запустить, ну, то есть, зайти в систему и запустить, и система сама уже выполнит какие-то задачи на критической системе. То есть, так скажем, это также минимизирует влияние полисли на целевую систему. Вот. Дальше. Ну, то, что я уже говорил, все, что происходит в системе, естественно, есть поведенческий анализ на основе машинного обучения. Вот. Но не будем, так скажем, долго на этом задерживаться. Сервис DOMUM – это доступ, удаленный доступ к инфраструктуре без VPN. То есть, когда вы вместо того, чтобы выдавать подрядчику VPN, он получает доступ к облаку вендора. Вот. А облако вендора его маршрутизирует уже на ваш PAM. То есть, с одной стороны, безопасно, с другой стороны, нет каких-то VPN, сертификатов, там, просроченных ключей VPN и прочее. Вот. Дальше. Управление жизненными ссылками сертификатов. То есть, у нас есть кругом веб-приложения, веб-сайты, вот. Синяя фигура может контролировать все эти сертификаты, следить за их сроком действия, за их, там, надежностью этих сертификатов и самостоятельно их перевыпускать, заменять. То есть, поддерживаются и Let's Encrypt сертификаты, Comodo, там, GoDaddy, DigiCert и все такое прочее. Вот. Есть интеграции с ITSM. Вот. Для того, чтобы все ваши изменения, также где-то в вашей, там, в системе управления отслеживались. Вот. И есть полноценное управление DevOps-секретами. Вот. То есть, если у вас есть в компании различные DevOps, какие-то эти самые, ну, разработчики, DevOps-процессы, то также, там, докер, кубернетис, опеншит, все это поддерживается, Jenkins и безопасное управление секретами и взаимодействием между этих систем. Вот. К сожалению, ну, так как у нас тайминг ограничен, мне приходится так вот буквально по паре слов говорить про каждый модуль. Вот. Потому что, как вы понимаете, даже про DevOps можно там рассказывать часик. Вот. И, ну, да, и в рамках тоже DevOps есть предоставление доступа тоже Just-in-Time, то есть, когда ученка создается по запросу какого-то приложения. Вот. И теперь предлагаю перейти к вопросам. Вот, кажется, во время я уложился. Так, вопросы вы будете зачитывать или нет? Буду зачитывать, чтобы это было и в записи, ну, и вам было немножко попроще. Так. Ну, вот Валентина Финошина спрашивает, что входит в базовую PAM-версию лицензии? В базовую PAM-версию входит, ну, вот этот модуль контроля сессии, это и обнаружение PAM-систем, вот, и входит даже вторая нода для обеспечения отказа устойчивости. Так, хорошо. Перечень разрешенных программ и скриптов каким образом добавляется? По хэшам или по другому? Спрашивает Роман. Там есть разный вариант. Есть по хэшам, есть по расположению файла, там, где это находится, вот. Потому что по хэшам просто не всегда, или там по названию производителя, по хэшам не всегда удобно, потому что продукт может обновиться, вот, и у вас, получается, все политики отвалятся. Поэтому это на выбор все. Так. А как идет расчет лицензий? Сергей? Расчет лицензий в зависимости от модуля. То есть, если мы говорим про PAM-модуль, мы считаем по количеству пользователей, которые авторизуются в систему, там, и куда-то получают доступ, сертификат, управление сертификатами, по количеству сертификатов, DevOps по количеству приложений и секретов. А вот этот модуль для контроля локальных привилегий, он по устройствам, где, собственно, стоит вот этот агент для управления привилегиями. Так, ну и Валентина Финошина спрашивает, считаются ли пользователи из Active Directory или только внутренних? Смотрите, он считает пользователи, которые подключают доступ к PAM-у, то есть авторизуются. Они могут авторизоваться под AD-шными учетками, под учетками каких-то других каталогов. Но, да, учитывается в лицензии только, ну, по сути, это администраторы и подрядчики. Ну, там, то есть именно те пользователи, которые получают доступ к целевым системам. Количество хранимых паролей и количество там учетных записей, оно не ограничено. Ну, наверное, про это вот позволь. Так, хорошо. Максим Марченко, осуществляется ли мониторинг с CM? Да, конечно, по CISLOG все кидается в CM. Так, ну и вот Александр Куранов повторяет свой вопрос. Контроль действия пользователя при запуске с административными правами в чем именно заключается? Только в просмотре же действий постфактум, либо можно изначально задать перечень разрешенных прав? Тут, ну, это как бы две разные функции. Мы можем изначально сказать, что, допустим, такие-то приложения автоматом запускаются повышенными правами. В этом случае пользователь просто, ну, там, условно, Visual Studio ему нужно обновить, он ее запускает, и она сама обновится, потому что она запускается автоматом повышенными правами. Об этом просто будет запись в журнале. Вот. Если мы говорим про временную выдачу прав локального администратора, то здесь как раз вот это вот, эту функцию можно включить или отключить. Это как раз когда пользовательству нужно сделать то, что не предусмотрено политиками. То есть пользователь просто отключает локального админа, и все, что вы, да, естественно, вы видите в логах, какие приложения он запускает, вы видите видео, что он там делает. Вот. Но как раз вот временный локальный админ, Это как раз когда у нас нужно что-то сделать, что не предусмотрено уже настроенными политиками, которые ему там, собственно, разрешают или запрещают запускать. Да-да, например, просмотр журнала Windows, установка ПО. Так, и можно разграничить при выдаче прав локации подмина, да? Да. Окей. Олег Шишкин, по сравнению с CyberArk стоимость лицензии выше или ниже? Ну, ниже, потому что я, естественно, не помню, какие могут быть выше. Вот. Не, стоимость, конечно, ниже, и причем по десяткам памятников у Синисигур уже готовы есть сравнения, то есть можем выслать по запросу на контакт наш, обратитесь. Да, вы, кстати, не забудьте, пожалуйста, Сергей, дать свой контакт в чате, да, потому что вот сейчас мы, так сказать, владеем вниманием и временем наших участников, слушателей, и, наверное, им было бы удобнее, пока они это время выйдли, вам сразу же написать, да? Вот спрашивает уже, куда отправлять запрос. Так. Ну и Максим Марченко спрашивает, есть ли функция, допустим, так, доступ, так, 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 если... Контроллером домена разрешать или запрещать привилегированному пользователю действия, это немножко странный вопрос, так, переформулируйте его, пожалуйста, Максим. Так, вопрос по сертификации в стэк. Как с этим обстоят дела, какие планы, и если эти планы есть, то что будет сертифицироваться? То есть на что будет сертификация? Смотрите, ну, вендор открыт, открыт предложением, то есть они там, вот, с этим без проблем. По поводу сертификации в стэк, ну, так как мы уже имеем опыт, там, внедрения, продаж этих всех пилотов в ПАМ-решении, я не... очень, ну, мы очень редко реально встречаемся с тем, что там нужен сертификат в стэк. Вот, если мы поймем, что он все-таки как-то, как-то нужен, вот, то, то да. Ну, условно мы, да, но с... Как бы мы общались с другими конкурирующими, там, вендорами, там, на всяких выставках и так далее, все они откровенно говорят, что, ну, окей, там, сертификат в стэк у нас вроде как есть, но вот реально его, там, один раз в жизни кто-то купил, потому что все, в общем, все так. Часто, чаще для легалочки спрашивают, вот. Хорошо, ну, вот Андрей говорит, что здесь, конечно, речь идет об использовании в контексте требований по КИИ, и я думаю, интерпретация простая, то есть, вот вы, уважаемые участники, адрес Сергея Павца увидите, и если для вас этот сертификат актуальный, ну, так сказать, сразу давайте знать, да, а потом уточните уже вообще не, почему именно, когда именно, да, так, чтобы у Афи-Дистрибушина сложилась правильная картина, да, исходя из которой уже дальнейшие действия, я так понимаю, вы, Сергей, готовы предпринимать, да? Ну, да, потому что по, ну, потому что саму КИИ, да, потому что саму КИИ, там же не только и стэк, там еще и реестр отечественного повода, там еще какие-то вопросы, поэтому не одним стэком, так скажем. Вот, да, ну, в любом случае мы готовы к, и, и, главное, вендор, мы, 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 как бы, уже в момент, как вы, когда рассматривали с ним партнерство, уже это все обговаривали, и вендор, в общем, открыт на всякие обсуждения, сертификации в локальных, там, нашей истории, так что, если будет запрос рынка, то без проблем. Отлично, я так понимаю, что вы выбрали этого вендора, и это решение, ну, вы перечисляли причины, но они выглядят такими очень хорошими, то есть, во-первых, меньше ресурсов необходимо, да, стоимость меньше получается, и, я так понимаю, значительно, так, и функциональность, ну, и поэтому много вопросов по функциональности, да, то есть пытаются понять, в чем секрет, может быть, где-то что-то ограничено, да, вот поэтому, правильно ли я вас понимаю, что вы хотели бы, чтобы осталось впечатление, что это серьезный продукт, не уступающий, да, по функциональности конкурировать, но при этом менее требовательный и менее дорогой, так? Да, ну, то, что он серьезный, я думаю, сам факт, что он присутствует в Гартнере, это уже понятно, что это, там, не знаю, условно, не стартап, который вчера там создан, да, ну, конечно, продукт серьезный, вот, просто он был до этого известен только на другом полушарии, вот, но Бразилия тоже большая страна, с большим количеством банков, клиентов, значит. А в чем секрет? Вот, она, кстати, да, да, а, кстати, по-моему, Синяя Сигура занимает около 70% ПАМ-рынка, по-моему, в Бразилии своей, этой большой, то есть, ну, она там прям, и есть на ком обкатывать, кстати, у нас уже есть кейс, когда Синяя Сигура уже решила доработать под конкретного клиента, там, некоторые функции, вот, так что они в этом плане тоже интересны. А в чем секрет, то есть, почему такой, получается, привлекательный продукт, ну, и часть требований к ресурсам и цены, и при этом, вот, так хорошо с функциональностью, с признанием, то есть, почему? Я думаю, в том, что, потому что они просто очень удачно смогли из, там, в Linux-системе собрать как-то, вот, нужные, интересные, актуальные модули. Вот, наверное, в этом. Ну, там есть, конечно, вот, там различные детальные фишки, как, вот, например, как так серверов поддерживает тысячу одновременных сессий, вот, и их запись. Вот, например, вот такая производительность большая, там даже больше тысячи, возможно, заключается в том, что они не пишут изначально видео, они пишут как-то сессии в сыром виде каким-то, ну, то есть, это минимально вообще занимает ресурсов, вот, сразу, там, в баз данных. Вот, ну, это уже такие больше технические особенности, вот, и я думаю, что они такого смогли достичь просто потому, что захотели и увидели такую же проблему на рынке, что вот как-то, как-то есть куча громоздких PAM-ов, которые мало кто использует нормально. Понятно. Так, хорошо. Хорошо. Максим Марченко, задавая свой вопрос, имел в виду, предоставление полномочий персоналу происходит автоматически или есть возможность вручную разрешать, запрещать, отклонять или контролировать? Да, ну, да. Да, есть и автоматически, есть и запросы на какие-то задачи, которые можно одобрить или запретить. Отлично. Отлично. Так, давайте немножко на клиентском пути остановимся, Сергей. То есть, вы видите, что прозвучало очень увлекательно и привлекательно ваше выступление, и, естественно, наши участники сосредоточились на выяснении функционалов, нет ли каких-то ограничений. В общем, пока мы с ними, я так понимаю, не встретились, да, то есть на один вопрос вы не сказали, нет такой возможности. А на все ответили положительно. Окей, ну и какой следующий шаг? Потому что, ну, интерес явно есть, это явно хороший. Ну, смотрите, дальше можем, да, подключиться на другую платформу, где я могу вам жильем показать, как это все выглядит. Ну, какие-то вопросы ответить, может быть, ну, чтобы сейчас тайминг... Отлично. У нас, как я понимаю, время заканчивается? Да, время заканчивается, я сейчас команду прошу, да, ссылка вот появилась уже, спасибо, Евгения Лысенко. Ссылка на онлайн-переговорку появилась, поэтому приглашаю вас нажать на эту ссылку, уважаемые участники, и вы окажетесь в отдельном виртуальном помещении, где, кстати, не ведется запись, и где вы с Сергеем Попцовым, техническим директором Афи-дистрибьюшен, и его коллегами сможете продолжить разговор, пока здесь, в нашем главном зале, будет продолжаться программа, и будет выступать дальше Илья Горюнов, да, также из Афи-дистрибьюшен, вот. А вы, пожалуйста, нажимайте на эту ссылку, и вот я обращаюсь сейчас и к Валентине Финошиной, и Максиму Марченко, так, и Олегу Ушишкину, и Александру Куранову, так, ну и другим, кто высказывал, да, Олегу Сафронову, и другим, кто высказывал вопросы, да, и кто хотел бы продолжить, нажимайте на ссылку, опубликованную Евгением Лысенко, и вы окажетесь в отдельной переговорке, где сможете с коллегами продолжить. Знакомьтесь, намейте следующие шаги, что очень важно. Я вас благодарю, Сергей. Да, и вам спасибо. Интересное, хорошее выступление получилось, в хорошем стиле, я бы сказал. Вот, уважаемые участники, значит, переключайтесь для того, чтобы поговорить о... Осенняя Сигура, так и с Сергеем Попцовым, а я приветствую Олега Горюнова, директора по развитию Office Distribution, и тема выступления, безопасность должна быть удобной, как с помощью PAM-системы реализовать концепцию Zero Trust, и при этом не вызвать негодование сотрудников, то есть такой методический аспект основной, да, хотя и продукт, видно по логотипу, за этим тоже стоит. Тема Zero Trust вчера весь день, так сказать, с разных углов зрения обсуждалась, так что спасибо, что вы выбрали эту концепцию. Илья, можно начинать, пожалуйста. Да, добрый день, Андрей. Добрый день, коллеги. Я также представляю компанию Office Distribution, мои контакты внизу, мы вместе с Сергеем занимаемся PAM-системами, в принципе, что Сеня Сигура, что Тикотик, можете обращаться к любому из нас. Очень коротко добавлю к предыдущему выступлению две вещи. Первое, что к PAM-системе, в принципе, есть, видим два подхода. Первый подход, популярный у Сибираку на Дентити, когда PAM-система рассматривается как система мониторинга свежения с меньшим упором на удобство работы конечных пользователей. И вторая сторона – это тайкотик, где все сделано для удобства управления паролями, для удобства работы пользователей. И мониторинг свежения есть, но, возможно, там не настолько сфокусировано, как другие решения. И в этом плане Сеня Сигура, она такая достаточно золотая середина, взяла много хорошего из той и с другой стороны, поэтому мы добавили ее в наш портфель именно для того, чтобы, как сказать, отвечать на запросы заказчиков, которые хотят, которые видят PAM именно с точки зрения подхода Сибираку на Дентити. Вот. Смотрите, мой коллега рассказал, что такое, ну, про PAM-синие Сигуры. Я немножко все-таки, давайте, с вашего позволения, остановлюсь на том, что такое PAM, потому что я понимаю, что аудитория подготовленная, но вдруг кто-то не знает, и я постараюсь буквально за 5 минут вкратце объяснить. То есть, смотрите, PAM-система – это система, очевидно, управления определенными учетными записями. Privilege Account Management. Привилленные аккаунты – это учетки с высоким уровнем доступа. То есть, не обязательно принадлежать человеку, это может быть учетная запись какой-либо службы, приложения. У каждого человека их много, например, в 10 раз больше, чем администраторов людей. И это может быть не только учетная запись этих директорей или операционной системы. Они существуют в базах данных, в сетевом оборудовании, на серверах Linux, в системах виртуализации, в приложениях. И, собственно, если вы получаете данные такой учетки, у вас будет высокий или даже неограниченный доступ, в то время как, и это важно, вас считают законным администратором. Поэтому вы можете делать, в принципе, все, что захотите. Таким образом, мы приходим к тому, что получение привилленных учетных данных, оно является одним из главных приоритетов любого злоумышленника. То есть, если мы даже глянем на статистику, то год за годом более 80% нарушений именно компрометации IT-учеток, связанных, более 80% взломов, связанных с компрометацией привилленных учетных записей. При этом 30% таких взломов совершаются инсайдерами, это сотрудники или подрядчиками, в основном для продажи данных или другого вида шпионажа, но также для развлечения и измельства. И важно знать, что среднее время, потраченное на обнаружение злоумышленника, составляет около 6 месяцев. То есть, если быть точным, согласно последним отчетам IBM, 206 дней. Кроме того, как вы знаете, существует множество учетных данных и углов в сеть. Вы можете в чуть ли не открытом доступе найти более 15 миллиардов учетных данных. И это действительно может ускорить процесс подбора пароля. То есть, если администраторы используют популярные пароли, если они используют один и тот же пароль для разных IT-служб, если они используют один и тот же пароль для внутренней IT-службы, такой как ActiveDirect и для некоторых социальных сетей, если они используют дефолтный пароль, тем более, или если долго не имеют пароль, допустим, более года, вероятность взлома компаний очень высока. Ну, и к тому же, огромное количество камер видеонаблюдения, серверов, рабочих станций взломано, чтобы добывать криптовалюту или стать частью бетнета. Таким образом, основные управления защиты приношенных записей с помощью PAM, они выглядят следующим образом. То есть, в первую очередь, мы проводим идентификацию пользователя в соответствии с моделью нового доверия. Мы осуществляем централизованное надежное хранение паролей, поддержание их актуальности, обеспечение изменяемости и проводим контроль доступа к системам. То есть, ведем аудит, ведем запись сессии. Сергей подробно рассказал про набор функций в PAM-системе, коротко их прибегусь. То есть, что происходит при внедрении PAM-системы? Мы установим хранилище, наполняем его различными предъявленными записями, составляем так называемый список секретов, то есть карточек доступа, это логин, пароль, метод подключения. Мы настраиваем по ролевому модели доступа, какие группы пользователей, к каким группам секретов имеют доступ. Настраиваем ротацию автоматическую или полуавтоматическую. Если от этого секрета, этой учетки, крутится какая-то служба, то мы же знаем, что при смене пароля служба остановится, поэтому мы это учитываем, и мы эту службу с PAM-системой перезапускаем автоматически. Мы проводим регулярную проверку валидности, то, что хранимый пароль не поменялся извне. Мы проводим обнаружение появления новых учетных записей, потенциально бэкдорных. Представим доступ к согласованию. И уже к такой вишенкой наторке мы добавляем аудит, контроль, логирование видеозаписей. Естественно, все интеграции с темой и внешней системой, они так же присутствуют. Немножко синхронизировались по PAM-у. Давайте синхронизируемся еще про то, что такое Zero Trust. То есть, ну да, на протяжении многих лет все мы устраивали барьеры для защиты данных. Все входящие и исходящие потоки данных проходили через единую точку доступа в интернет или через физические устройства. И этот традиционный периметр, он был эффективен, поскольку границы сети были четко очерчены и находились под контролем. Управление доступа в интернет позволяло защищать, отслеживать, контролировать все проходящие данные. Для защиты доступа в интернет прибегли к Firewall, к IPN, к IDES, IPS, всем, ну, к всему вот этому вот. И это делалось просто, чтобы сделать там такую глубокую шланированную оборону, то есть много уровней безопасности, так называемого периметра. И этот метод применялся почти 30 лет, но он по практике показывает, что он больше не панацея. То есть, например, в 2019 году на него потратили больше 100 миллиардов долларов в Америке, в разные компании. И тем не менее, две из трех компаний были взломаны, причем некоторые по нескольку раз. То есть, в среднем, каждая компания была взломана пять раз. То есть, очевидно, данный подход, он перестает работать так, как работал, собственно, 20-30 лет назад. Ну, повторяю этот раз, ну, какой новый? То есть, она-то концепция не новая, термин ввелись еще там 10 лет назад. На начальном этапе он был синонимом микросегментации. То есть, это метод создания зоны безопасности в центрах обработки данных или там, допустим, облачных средах, который позволяет изолировать рабочие нагрузки и обеспечить их защиту по отдельности. Вот. Окей, я, наверное, чуть увлекся с лекцией. Просто подытожу, что вместо принципа «доверяй, но проверяй», Zero Trust предлагает принцип «никогда не доверяй, всегда проверяй». На экране видите, как выглядит отсутствие, полное отсутствие Zero Trust. То есть, у нас используются общие учетки, у нас отсутствуют там даже базовые МФА, у нас бинарные привилегии, нет какой-то детализации, и у нас нет какого-то разгрешения доступа. То есть, если ты зашел в периметр, ты можешь получить доступ к любому серверу под той или иной участкой админом. Собственно, три принципа Zero Trust, на которых он основывается. То есть, первый – это всегда проверяйте, второй – это обеспечивайте минимальные привилегии, минимально необходимые привилегии, то есть list privilege, и введите тотальный контроль. При этом вам нужно сделать так, чтобы сотрудникам было удобно, а тотальный контроль, он… Понятное дело, что никто не любит, особенно админ не любит, когда за ними следят. Но он нужен не на случай, когда все хорошо, он нужен на случай, если все плохо, разобраться в том, что произошло. При этом, если мы декомпозируем, собственно, вот эти принципы, то мы увидим, что ряд задач, они достаточно понятны, и их можно реализовать с помощью той же самой PAM-системы. То есть, начиная, не знаю, с того же персонализации доступа. Например, ну, действительно, как иначе провести идентификацию, если у вас пять учеток, не знаю, там, админ 1 и админ 2 общих на 50 человек. Но довольно часто персонализация приводит к излишнему разрастанию учеток. То есть, на каждой системе для каждого человека делают, не знаю, по одной персональной учетке, а иногда по несколько с разными правами. И это приводит к увеличению поверхности атаки, потому что следить за большим количеством учеток на разных системах становится гораздо сложнее. PAM решает проблему очень элегантно, он просто создан для нее. То есть, вы можете на целевых системах ограничиться несколькими общими учетками с разными правами, а персонализацию производить на уровне PAM. То есть, вот, у меня, допустим, есть некая персональная учетка в PAM. Давайте я, может быть, сразу запущу демонстрацию, чтобы было наглядно. Ту-ту-ту-ту-ту. Кран-2. Так, так, так. Кран-2 же? Да, кран-2. Так, вы видите, сейчас вебинар. И дайте я... Да, нет. Да. Так, я надеюсь, правильный экран открыл. Да, все видим. Так, окей. То есть, вы видите вход в C3C. То есть, у меня, допустим, есть некая там личная учетка. В данном случае она локальная, она может быть интегрирована с пользовательной учеткой из Active Directory. То есть, под эту учетку и в конечных системах у меня нет вообще никаких привилегий. Так, пароль запомнен здесь. Наверное. Вот. И как вы видите дальше, я просто провалюсь в хранилище с большим количеством учеток, доступных мне по ролевой модели. И уже PAM будет блокировать, записывать, аудировать, кто именно под какой общей учеткой пользовался. То есть, как вы видите, простое, но удобное решение. Удобно настолько, что у нас был кейс, когда одна из трех компаний обратилась к нам за тем, что, ребята, у нас есть 15 учеток в Oracle и 500, что ли, внешних контрагентов, которые в этот Oracle должны заходить. И мы должны мапить, то есть проводить соответствие, кто чем пользуется. Вот. То есть, PAM для задачи прям очень хорошо подошел. Вот. Дальше следует убедиться, что, опять же, мы продолжаем концепт с Zero Trust, что пароль на вход... Так, стоп. А почему? Я, видимо, уже входил сегодня, поэтому он... Так, давайте. Он здесь должен был запросить второй фактор, но, видимо, я сегодня тестировал, он его запомнил и уже дальше не спрашивает. Ну, не суть, да. Принцип понимаете? То есть, после ввода пароля, то есть, следует убедиться, что пароль на вход в PAM вводит именно ваш сотрудник. У нас же, не знаю, коронавирус, сотрудник работает с дому, его устройство может быть скрометировано, он мог сохранить пароль в браузере, мог использовать такой же пароль, как на Facebook, который тоже сохранил браузере. Вот. И решить это как? То есть, одноразовым паролем, а значит, мы приходим к второму фактору. То есть, это может быть, не знаю, Google-модификатор, это может быть ESET, это может быть корпоративная система, можно подключить. Вот. Вот. Здесь он у меня автоматом ввелся, я это не покажу. Дальше. Мы вошли в систему. То есть, здесь мы видим ту самую микросегментацию. То есть, пользователь видит только тот набор учетных данных, а мы их называем секретами, которые ему нужны. Да, то есть, вот у меня есть разбивка по папочкам. Я вижу не все папочки, я вижу только те папочки, которые у меня есть доступ, причем некоторые могу только просматривать, некоторые могу запускать и так далее. То есть, в каждой папке есть удобный список паролей. То есть, если вот в ряде других PAM у нас список паролей просто валивает с единым листом, да, и мы там можем искать только с помощью поиска то, что нам нужно. Здесь у нас папочки с папочки с наследованиями, прав и доступа, с наследованием политик. Поэтому здесь гораздо удобнее этим всем управлять. Так, хорошо, давайте посмотрим, куда мы хотим попасть. Я отдельно выбрал в избранном. То есть, допустим, я хочу попасть сюда, да, но... А, ладно, давайте, давай здесь. Я хочу открыть вот этот секрет. Здесь у меня видны его данные, причем пароль, я могу... Вот эта кнопочка у меня висит просто потому, что я владелец этого пароля. Но если я не владелец, я могу убрать у, собственно, других эту кнопку. И он у них не будет виден, и он, в принципе, не нужен для запуска сессии. То есть, смотрите, я ничего отсюда не копирую. Я просто нажимаю на подключиться к серверу, выбираю, какой сервер. Немножко подождем. А, он у меня на другом рабочем столе. Стандартная RDP опять на другом рабочем столе. Вот. И вот мы подключились. Дальше здесь, собственно, я могу работать. Не знаю, там... Всякие гадости писать. Он это все будет... Нажатой клавишей все будет лагировать. Здесь мы не поставили агент. Если бы мы поставили здесь агент, он бы еще записывал запущенные процессы. И записывал бы даже те сессии, которые я бы запустил, допустим, в обход. Вам система пришел бы пешком. Агент все равно записал и положил бы в нужную папочку. Давайте что-нибудь здесь пооткрываю. Не знаю, там, позакрываю. Просто потом, чтобы показать на записи, как это выглядит. Ок. С этим мы закрыли. Раз. Помимо того, что мы запускаем сессии с помощью... Без раскрытия пароля. Причем это могут быть сессии как RDP. Это могут быть сессии... СССР. Причем модули запуска, ну, то есть программы, с помощью которых они запускаются, можно настраивать дополнительно. То есть, окей, по умолчанию стоит путь им. Но это ничего не значит, потому что вы можете... Так, опять на другом экране он возник. Вы можете подключить любые удобные вам, не знаю, приложения. Либо там, тот же Bitwise, либо, допустим, для SFTP клиента и так далее. То есть он так же все подключился. Здесь, кстати, очень удобная, очень интересная штука. Это пропускать через, так называемую, чистую машину. Большинство PAM-решений это решает эту задачу. То есть не пускает пользователя, например, ну, сразу в среду, а пропускает его через некий промежутный сервер. Большинство PAM-системов имеет в своем рационе только RDP-сервер, то есть такой промежутный jump-host, который они максимально защищают и после которого пускают дальше на целевые системы. У нас эта штука тоже есть, могу показать. Но гораздо такая более удобная и меньше нагружает систему сервера производительности – это прокси-сервер. То есть, видите, мы подключились под одноразовым учетом. Так. Помимо того, что пароль у нас запускать без паролей, мы эти пароли можем менять регулярно. Вся активность у нас записывается с точки зрения тотальной контроля по Zero Trust. Все изменения у нас также отслеживаются. То есть, если появилась новая учетка, мы... Можем посмотреть, что у нас нашлось. Ну, допустим, мы тут для теста оставили, что вот эта учетка у нас не хранится в антикотике, но при этом регулярный скан ее обнаружил, подсветил, и мы либо вручную, либо автоматически можем ее захватить, загнать к себе. Реагировать на происходящее можно проактивно. Так. Тут у меня открыта немножко другая вкладка уже. Так. То есть, есть отдельная поединческая анализа. Ага. Вот так, значит. Выбил меня. Для, кстати, заполнения пароля здесь используется тоже модуль тюкотика, который... Ну, расширение в браузере, который подставил мне пароль. Вот. И с помощью поведенческой аналитики мы можем видеть как общую статистику, что происходит на там удобном дашборде, и отслеживать нестандартные действия. То есть, если кто-то зашел с нестандартного места в нестандартное время, начал делать нестандартные, не знаю, действия, например, копировать все пароли подряд, то мы можем не просто уведомить вас, вы можете спать, мы можем... Система может еще совершить некие атрактивные действия, не знаю, выпить пользователей сети, попросить в нее ввести второй фактор еще раз, не знаю, включить мониторинг всех его сессий и так далее. То есть, тут отдельная система по проактивным реагированиям. Вот. И еще одна... Еще один момент по поводу минимальных привилегий. У нас сегодня утром внезапно упала верталка, поэтому я ее покажу на... Точнее, даже не покажу, а расскажу про нее очень коротко в презентации. Так, это у меня вот так вот. Да. Это у нас управление минимальным привилегием. Зачем это нужно? Ну, просто потому что у вас есть очень много учеток, в первую очередь локальные учетки, локальных администраторов с сильно большими повышенными правами. И через них проходит, именно через конечные точки, проходит очень большое количество вторжений. То есть, та же самая Microsoft признала, что если бы у них не было, не знаю, локальных учеток, если бы они были, как, не знаю, тот же условный iPhone, количество уязвимостей было бы, не знаю, в 20 раз меньше. Поэтому и Zero Trust, и PAM-система, они следуют принципу, давайте мы дадим пользователям ровно те права, которые им нужны, минимальные, для того, чтобы решение о запуске того или иного приложения, оно осуществлялось на основе правил, связанных с приложениями, а не прав, связанных с пользователем. То есть, реализовывать принцип, так называемый, доверяйте приложениям, а не пользователем. При этом с удалением лишних прав, с удалением лишних, не знаю, определенных учеток, что также ведет к снижению поверхности атаки. Вот, у нас, у меня заканчивается дневное время, то есть, в итоге, внедренный, реализованный концепцией Zero Trust с помощью PAM, она выглядит следующим образом. То есть, у нас уже есть и персонализация счетных данных без разрастания поверхности атаки, у нас ведется парольная политика автоматически сформированная, у нас есть дополнительный МФА, у нас есть принцип понимания привилегий, и согласование доступа и так далее. Вот. Очень коротко, потому что время ограничено. Если у кого-то есть дополнительные вопросы, я буду рад на них ходить сейчас или провести для вас отдельную сессию. Контакты мои опять же есть. Да. Спасибо большое, Илья. Сразу же прошу вас повторить ваши контакты в чат, поскольку это удобно. Ну, и пока вы это делаете, хочу вас спросить, вы также будете приглашать вашу онлайн-переговорку тех, кого заинтересует, да? Я так понимаю. Потому что она есть, и, в общем, можно туда пригласить тех, кто, ну, хочет выяснить дополнительные вопросы, либо условиться о дальнейших шагах. Так, отлично. Спасибо. Контакты ваши вижу. Давайте к вопросам. Вот Иван Кузнецов. А, ну, это просто, так сказать, комментарий, не вопрос. Так, вот есть... Ну, комментарий тоже зачитаю, что сейчас у людей столько... Такое большое количество паролей, и политики некоторых систем требуют длины паролей, 12 и более символов, со всеми регистрами, частотой смены, раз в месяц или два. Я так понимаю, вот это решение как раз судьбу, так сказать, Ивана Кузнецова способна облегчить, так или нет? Да, именно так. Ну, то есть смена паролей, там, допустим, раз в месяц по большому количеству учетных записей тоже не проблема, да? Да, с сменой паролей знаете вообще, какая проблема? Понятно, понятное дело, что это важно, нужно, это решает много проблем, но это рутина, которой никто не хочет заниматься. То есть подмены хотят заниматься более важными, интересными вещами, а не пароли менять. И в итоге пароль делать может быть сложным, но повторяемым. При смене меняют один символ. Потому что сделать сложнее и уникальнее для каждого из ста серверов, надо где-то их надежно уже хранить. А сохранили в каком-нибудь, не знаю, кипасе, окей, это решение для одного, а вы работаете в команде, надо как-то передавать. Какие-нибудь сервисные учетки вообще на них пароль обычно меняют, по принципу работать не трогая, потому что у меняешь пароль и не знают, где какая служба отвалится, и кто за это получит пожаловать. Понятно. Так, хорошо. Есть ли практические примеры проекта с внедренной системой Zero Trust, где присутствуют требования международного стандарта PCI DSS? Спрашивает Валерий. Валерий, у меня есть даже гораздо лучший ответ на этот вопрос. У меня есть документ от Type-Cote, который разбирает те требования PCI DSS, на который можно закрыть ПАМом, описывает, как именно, каким решением оно закрывается, и я могу вам прислать его по запросу. Отлично. То есть, он на почте и кричит ПАМом. Да, хорошо. Ну, соответственно, кого еще это заинтересовало, также можете отправлять запрос Илья Грюнову. Так, Алексей Агафонов. Так, ну, это скорее утверждение, что в общем хранилище можно хранить базу кипаса. Да? Да, но кипас он просто хранит. Он, во-первых, не ратирует пароли, и у него очень неудобно... Ну, то есть, у него в базе нет варианта с расшариванием паролей, если вы работаете в команде. То есть, как-то изгаляются с общими серебрами и доступами, но это максимально неудобно. Но, опять же, он не ратирует, он не отслеживает изменения, он не проверяет, что хранимый пароль, он валидный, он не проверяет, что появился новый учет на нужной системе и так далее. То есть, это прям такая база-база, которую лучше улучшать. Понятно. Вот Алексей Агафонов упоминает такой продукт, да? HeshyCorp Vault. Что-то по полднему можете сказать? Да, могу. Он изначально был разработан как продукт для девоксов. Я не часто встречаю его в качестве конкурентов, поэтому не знаю, наверное, полного наборовых функций. Единственное, что я знаю по отзывам от заказчиков, он вроде как условно-бесплатный, да, но все равно заказчики, особенно большие, они любят, когда их, там, не знаю, кто-то поддерживает, и они покупают условно, там, премиум, премиум-саппорт или даже внедрение. И ресурсы, которые затрачиваются на внедрение, как внутреннее, так и внешнее, так и оплаченные услуги вендора, они зачастую сопоставимы с полноценным планом. Так, ну, раз вы вот эту тему сложностей внедрения упомянули, а как, собственно, с этим продуктом? Те коди, которые вы сейчас представляли. Здесь все гораздо проще, то есть он ставится условно за, не знаю, там, за два часа. Это обычный дистрибутив, который ставится на обычную Microsoft Windows. Единственная, может быть, отличительная особенность от других PAM это то, что он база данных хранит в Microsoft SQL, то есть нужна база данных в Microsoft SQL. Конечно, может работать на экспрессе, но там есть, соответственно, ограничения. И, да, то есть установка занимает, не знаю, пара часов требует один-два сервера, зависит от того, насколько вы хотите разносить компоненты. Так, хорошо. Хорошо. А если взять, ну, вот вашему коллеге Сергею Папсову задавали вопрос по ценам, да, по стоимости. Как здесь обстоят дела? Здесь дела обстоят интересно, потому что здесь разбито по редакциям. То есть здесь условно максимальная редакция платиновая, есть базовая редакция Professional, которую можно наполнять отдельно опциями платинов. Платиновая редакция, она где-то процентов на 20 дешевле, чем, наверное, Собирарк. При этом базовая редакция Professional, она где-то в два с небольшим раза дешевле, чем вот эта платиновая редакция. Таким образом, можно найти идеальный баланс и подобрать ровно тот набор функций, которые нужны вам. То есть если вы, не знаю, айтишник, и вам неинтересны функции контроля, вы хотите просто удобное управление паролями, вы берете базу, наполняете его, допустим, ротацией паролей Саши, там, черным писком, Саш команд, не знаю, там, согласованием доступа или, там, перезапуском служб, и вам этого достаточно. Если вы безопасник, можете взять ту же самую базу, не брать расширенные паролями, а взять, допустим, мониторинг и согласование доступа. Так, ясно. Так, ну что, можем приглашать, я думаю, в онлайн-переговорку. Да, я не знаю, там, возможно, ваши коллеги еще разговаривают. Да, но приглашаем, как будем делать. Буквально одну ремарку относительно вопросов на предыдущем выступлении. Задавали вопрос по поводу использования пам для Ки, есть ли встек, нет ли встека. Мы встречали разных заказчиков, то есть многие заказчики, как сказать, хотят встек просто потому, что у них все на встеке, и вот это вроде как тоже безопасность, давайте его тоже запишем встек. Некоторые, они поступали хитрее. Они говорили о том, что, окей, мы покупаем любой пам, любой стороны производителя, потому что мы не рассматриваем его как СЗИ, да, и оно поэтому не попадает по требованию встек. Второе, один из сотых операторов сделал такой фунтушами. Он свою Ки закрыл периметром, поставил встековский, не помню, какое именно устройство, ну, то есть встековском, условно, некий файрвол, и сказал, что все, у меня периметр защищен, я требования, условно, кий выполнил, а дальше внутри этой технической сети управления сотыми вышками я могу ставить, что хотите, в смысле, что захочу, и, собственно, поставил, что захотел. Регуляторы пришли на это, посмотрели и, в общем-то, ушли. Вот, то есть такой вариант тоже вполне себе взлетает. Хорошо, да, спасибо. Ну, это, кстати, вообще очень интересная тема, мы к ней обязательно вернемся, я вот сейчас команду прошу пометить, вот различные тактики, да, то есть как, с одной стороны, обеспечить соответствие требований, а с другой стороны, ну, внутри этой системы, да, внутри этого периметра использовать больше набор средств, да, чем включен список сертифицированных. Я думаю, здесь и мнение регуляторов будет полезно, чтобы никто не волновался, да, почему мне прокомментировать такой кейс, у нас с регуляторами регулярно происходит общение, если будет такой вопрос, то мы на него обязательно получим и прямой комментарий, вот. Ну, вообще, это хорошая тема, так что на будущее мы ее себе обязательно пометим. Спасибо, что поделились такой практикой. Илья, ну что, приглашаем, пора приглашать, можем приглашать? Да. Да. Так, уважаемые участники, сейчас Евгения Лысенко еще раз опубликует ссылку, да, вот она, ссылка на онлайн-переговорку, а в нее сейчас переместится Илья Горюнов, и вы, уважаемые участники, можете нажать на эту ссылку, оказаться в этом отдельном виртуальном помещении, где уже уточнить некоторые детали, или, может быть, даже сообщить свои какие-то условия или пожелания, и договориться о продолжении работы с Ильей Горюновым и его коллегами. Так что, пожалуйста, нажимайте на ссылку. Все, спасибо большое. И переходите в переговорную комнату. Да, вас благодарю. Ну, у вас целая команда сегодня выступает, и я, конечно, команда Афи-Дистрибюшн, хочу вам отдельно сказать, желал бы видеть сегодня и на нашей дискуссии. Так, а сейчас приветствую в эфире Дениса Морозова, генерального директора Афи-Дистрибюшн. Так, тема выступления, аудит неконтролируемых учетных записей на внешних ресурсах, собрать, проверить и защитить корпоративные учетки на чужих веб-сайтах. Достаточно актуальная задача. Так, а тут... Здравствуйте. Да, да, здравствуйте, слышу хорошо. А камера... Пока не будет. Пока нет, хорошо. Так и не починил. Можно начинать. Я вижу, у меня помечена будет демонстрация экрана, Денис, да? Да, все верно, сейчас выберу. Да, хорошо. Ну, очень интересно. У вас такая разнообразная команда, и мне нравится ваш напор. Ну, и хорошее выступление. Так, ну что ж, презентацию видим на экране. Замечательно. Можно начинать? Ну, собственно, я продолжу тему про управление учетными записями, паролями, решения всех вот этих вот болей. И здесь заострю внимание на так называемом теневом IT. Если кто знает, что такое теневое IT, пишите плюсик в чат. Я порадуюсь. Сегодня, собственно, речь пойдет про скирч и то, как он помогает вам решать подобные вопросы. Учитывая то, что плюсиков в чате не... А, никто не знает. Замечательно. Ну, тогда начнем с самого начала. Среди всех сервисов, с которыми работаете вы, ваши коллеги, ваша компания, есть серьезные сервисы. А, есть все-таки плюсики. Замечательно. Есть серьезные сервисы, различные там Яндексы, Гугл, Амазоны, Salesforce, Office 365 и прочее, прочее. Работа с которыми заключается в неком enterprise подходе вообще к управлению учетными записями, паролями, правами и прочим, прочим. То есть, они ведут журнал действий ваших сотрудников, они включаются в процессы с IDM и PAM решениями, у них есть так или иначе защита от каких-то утечек, есть чаще всего ролевая модель доступа, то есть, то, что подходит для большей части компаний. И самое главное, есть хоть какая-то парольная политика и чаще всего дополнительные факторы для аутентификации, которые защищают, даже если у вас какая-то утечка произошла, чисто теоретически, никто другой, не имея специального дополнительного кода, не зайдет в учетку на Амазоне, в какой-нибудь там G-Suite и так далее. И есть весь остальной интернет. Всякие разные у нас социальные сети, тендерные площадки, хранилки файлов, сервисы заказа канцелярии, по работе с документами, рекламой, блок-схемами и прочим, прочим. Они тоже хорошие с точки зрения функций, но чаще всего все выглядит вот так. Введите ваш e-mail, введите ваш пароль и все. Об этом никто не узнает, если вы зарегистрировались с корпоративной учетной записью. Они не будут отслеживать журнал действий, у них нет интеграции с вашими IDMAP-решениями, никакого API обычно они не предоставляют, никакой ролевой модели доступа нет, парольной политики тоже нет. И в целом, к сожалению, в инвентаре, всех сервисов, которые использует средняя компания, такие вот все остальные сервисы составляют больше 90% учетных записей, подключенных сервисов и используемых функций. И специалисты информационной безопасности обычно недооценивают количество учетных записей на сотрудника, который включает в себя все вот эти вот одноразовые непонятные сервисы, где сотрудник мог зарегистрироваться под корпоративным e-mail, что-нибудь там, допустим, сделать, нарезать видео, скачать какие-то фотографии для рекламы, развернуть рекламную кампанию для там в социальных сетях, подсмотреть тендеры конкурентов и прочее, прочее. Все эти временные, забытые, непонятные учетные записи составляют огромное количество учетных записей на отдельного сотрудника. То есть по исследованию Digital Shadows в прошлом году в среднем на сотрудника почти 200 учетных записей. Это, естественно, не все учетные записи, которыми сотрудник пользуется изо дня в день. Это общее количество учетных записей, которые генерирует сотрудник на протяжении жизни компании. Тут хочется ругаться матом, но это ужасно на самом деле. То есть и хранилки файлов, и тендерные площадки, опять же, туча разных случайных разовых учеток, сервисы по работе с клиентами, разные CRM-системы. Одну CRM-систему попробовали, вторую, третью, в Trello зарегистрировались, какие-то там триалки скачали, что-то еще попробовали. Ну, учетки, собственно говоря, остаются, оставляют след ваших сотрудников, ваших паролей и всего-всего. И вот если вы помножите там 200 на количество ваших сотрудников, вы поймете, какой ужас остался в сети после вас, скажем так. Собственно, что в этом плохого-то? Как бы пользователи регистрируются, вроде как все в порядке, с этим все нормально. И с этими учетными записями связаны риски. Риски связаны с утекшими паролями, риски связаны с подобранными паролями, риски связаны с всякой разной социальной инженерией и прочим, 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 прочим. И 80% всех взломов по статистике происходит с использованием этих самых утекших либо подобранных паролей. Частично этот вопрос решает IDM и PAM решения, о которых вы слышали ранее. Но только в случае, если в эти самые IDM и PAM решения вы эти самые пароли добавили, собрали со всех-всех-всех учетных записей, которые вы знаете и не знаете, и постоянно контролируете, чтобы смена этих паролей была, чтобы никакие из этих паролей никуда не утекали, и отслеживаете действительно выполнение своей парольной политики. Взламывают всех. То есть, если вы где-то зарестировались, то, скорее всего, когда-нибудь, в ближайшее время, причем неожиданно в ближайшее время, утечка произойдет, ваш пароль расхеширует, и будут проверять этот пароль на всех остальных ваших учетных записях, отслеживать историю вашего пароля, смотреть, какие вы префиксы добавляете, суффиксы к своему паролю, чтобы не придумывать новый. И в целом, вот на экране часть утечек весьма актуальных, то есть у нас только за сентябрь список сайтов, с которых утекли учетные записи, не умещается на экране. Полный список вы можете посмотреть на lookup.com.databasis. Внизу есть URL. Но в целом, там прям все впечатляет. И риски для бизнеса, на самом деле, максимально простые. То есть, если кто-то получит доступ к вашей сети, как часть атаки, как цель атаки, как все что угодно, взломщик сможет украсть ваши данные, остановить работоспособность вашей компании, остановить работу вашей компании, побить ваши там бухгалтерские документы, отчетность, удалить всякие разные подписи, атаковать ваших клиентов через ваши ресурсы, ну и всячески как-то либо хулиганить, либо красть деньги, либо красть данные. Тут у каждого свои какие-то цели. И, естественно, это, конечно, не совсем про Россию, но различные штрафы за утечку персональных данных. То есть, если мы посмотрим как бы в другую сторону, то, допустим, British Airways были оштрафованы на 20 миллионов фунтов из-за того, что вследствие взлома и утечки у них утекли персональные данные. И вот то все, что я описал, то есть все те учетные записи, о которых IT и специалисты информационной безопасности не знают, которые не согласованы с IT и ИБ-отделами, это все относится к теневому IT. То есть, это все те учетные записи и все те действия сотрудников, которые предпринимаются без согласования с подразделением IT. То есть, и более того, если вы не знаете эти учетные записи, то сотрудники сохраняют доступ даже после увольнения. Вы не заблокируете эти учетные записи. Они продолжат иметь доступ до тендерной площадки, которая зарегистрирована на ваш корпоративный e-mail. Они продолжат иметь доступ до различных там заказов канцелярии, могут подсматривать историю заказов. Это может использоваться потенциальными взломщиками, которые ставят информацию уже с личного ноутбука сотрудника, ну и так далее. И такого теневого IT в компаниях очень-очень-очень много. То есть, если мы смотрим на всякие ваши сетевые устройства, здесь все понятно. Стоит железка, от нее есть какой-то определенный набор учетных записей, и эти учетные записи можно на этой железке посмотреть. Если мы задаемся вопросом, а какими же внешними веб-сервисами пользуются ваши сотрудники, здесь все намного сложнее. Взять и провести инвентаризацию, ну, технически, руками невозможно. И менеджеры паролей не решают эту проблему. То есть, менеджер паролей хранит пароли и учетные записи только от того, что вы знаете. А если вы не знаете, где есть учетная запись, вы, соответственно, защитить ее никак не можете. Суть решения от Skirge, что мы, собственно говоря, предлагаем. Целевым сотрудникам, естественно, не всем, можно выбрать, можно отфильтровать, можно оценить, какие из них наиболее рисковые и прочее, прочее. Ставится специальное расширение на корпоративный браузер, которое обнаруживает использование корпоративных учетных записей на внешних веб-сайтах. То есть, вы будете знать, на каких веб-сайтах вводятся в качестве имени пользователя, корпоративное имя пользователя, будет предупреждать о вводе слишком простого или уже использованного пароля. То есть, если на внешнем ресурсе нет политики безопасности, связанной со сложностью пароля, то эту политику на этот внешний ресурс добавит сам Skirge. Он не позволит ввести пароль, который не соответствует вашей внутренней политике безопасности. То есть, грубо говоря, на условном комусе вы не сможете ввести пароль раз, два, три, четыре, пять, шесть для того, чтобы зарегистрироваться. Skirge форсанет эту парольную политику и заставит вашего сотрудника придумывать чуть более сложный пароль. Ну и, соответственно, наверное, мотивирует пойти в PAM-систему и создать, сохранить пароль там. Он не даст ввести пароль на фишинговых веб-сайтах, на сайтах, которые подозрительные, которые недавно созданы и прочее, прочее. И также можно на каждом сайте, где сотрудник выводит пароль, повесить дополнительный баннер, который будет проводить ликбез, то есть, ну, ликвидировать парольную безграмотность, объясняя, как нужно действовать, на что нужно обращать внимание, если вам это нужно. То есть, централизованное такое удобное дообучение сотрудников на местах. Причем, так как Skirge работает не в разрыв, он сидит просто плагином в бобровозере и может дополнять, в общем-то, этими баннерами все сайты, которые передаются под зашированным протоколом, то в целом никаких проблем с сертификатами и прочим-прочим нет. У вас просто баннер для сотрудника появляется прям просто поверх страницы. Все найденные учетные записи Skirge анализирует и сообщает о случаях, когда вы находитесь в зоне риска. Если пароль от какой-то учетной записи не соответствует уровню сложности, если такой же пароль используется другими учетными записями, если, допустим, несколько сотрудников используют одну и ту же учетную запись, если какой-то сотрудник использовал чужую учетную запись, ну, то есть это в каких-то в каких-то компаниях это нормально, когда, допустим, ту же самую номерную площадку или какую-нибудь там еще учетную запись социальной сети используют несколько сотрудников, сразу. Но в каких-то компаниях это не совсем ок, потому что сложно отслеживать, кто где от чего натворил. Также он отслеживает, какие учетные записи давно не использовались, ну и так далее. Каждая учетная запись, каждое приложение, каждый найденный сотрудник отмечаются такими вот удобными бейджиками, тегами, лейблами, я не знаю, кто как их называет, пометками, которые у вас видны справа на слайде. Таким образом, можно достаточно быстро, когнитивно как-то так супер быстро воспринимать в списке этих самых учетных записей и паролей, что происходит. Когнитивное решение с Kirch сделано для компаний любого масштаба, оно содержит внутри ролевую модель доступа, есть возможность анонимизации данных, есть интеграция с AD, CM, линуксовыми LDAP-ами, есть, естественно, оповещение, отчетность, рассылки и т.д. и т.п. Каждая метка, каждый лейбл, каждый тег можно тонко настроить для того, чтобы не Kirch диктовал вам какие пароли, какие учетные записи, как должны защищаться, а вы могли бы внедрить собственную парольную политику и политику использования учетных записей на внешних веб-сайтах. Расширение для браузера можно установить через групповые политики, то есть централизованно разослать по всем подключенным машинам. Естественно, его можно ставить как руками, естественно, вы увидите, если кто-то его выключил, ну и т.д. и т.п. Соответственно, вот такая вот система мониторинга, работа с учетными записями может быть установлена внутрь вашей сети, она может быть полностью изолирована, это не облачный сервис, это именно то, что ставится внутрь вашей сетки. Соответственно, вы это контролируете, вы сами это масштабируете, вы сами это бэкапите, все хэши, пароли, которые Kirch хранит для сравнения друг с другом и проверкой на утечки, они тоже находятся исключительно на вашем сервере. Kirch, в общем-то, подходит с учетом масштабирования для компаний, как малых, суперуизимого, среднего и малого бизнеса, там, до 100 сотрудников, например, так и для крупных, очень крупных компаний с десятками тысяч сотрудников. И там и сам можно поставить этот сервер, это программное обеспечение, то есть вы сами масштабируете железо под этим всем в соответствии с нашими рекомендациями и работаете как-то, зная, какие у вас вокруг, у вас крутятся учетные записи. Сейчас покажу, как это выглядит живьем. Если у вас уже какие-то вопросы появляются, обязательно начинайте задавать. Сейчас вам покажу, как это выглядит веб-браузере. Сейчас, секундочку. Оп, должно быть видно. Собственно, интерфейс веб-интерфейс. Веб-интерфейс это прекрасно, потому что веб-интерфейс это удобно, он доступен из любой точки вашей сети. Как я сказал, там, ролевая модель доступа, соответственно, каждому сотруднику, кто имеет доступ до веб-интерфейса с Кирджа, можно показывать те части интерфейса, которые вам хочется разрешить показывать этому сотруднику, скажем так. Есть темная схема. Для тех, кто олдскульный, любит светлые темы, есть светлая тема. Осторожно, глазки. И, соответственно... Сейчас, секундочку, обновлю его. И, соответственно, вот вы зашли, и уже видите, что у вас происходит, какое состояние собранных учетных записей в сети. Сейчас, момент. И, оказывается, VPN была выключена. Буквально секундочку. Уже отсюда мы видим количество endpoints, которые подключены к сети, количество приложений, которые обнаружил с Кирдж, количество учетных записей, которые обнаружил с Кирдж. Мы видим все лейблы, какие есть. Мы можем ткнуть по лейблу, провалиться, узнать, у каких учетных записей у нас просрочен пароль и так далее. Ну и сейчас покажу сразу мясо. Я не буду проходиться по настройкам и прочим-прочим. Это можно будет позадавать в виде вопросов. Мы можем посмотреть, какие приложения, какие внешние сервисы у нас увидел Скирдж. Допустим, у нас есть учетные записи на Комосе. Мы видим, что эти учетные записи давно не использовались, более недели и дальше. И это приложение у нас очень-очень-очень редко используется. Можем ткнуть по нему и провалиться в информацию об этом внешнем ресурсе. Мы видим, насколько у нас все плохо. Ну, цветовая схема, здесь все плохо. Здесь все понятно. Чем краснее, тем хуже. Вот. Если у нас здесь какие-то проблемы связаны с учетными записями либо с конкретными сотрудниками, здесь же мы можем посмотреть, когда этот внешний сервис был использован, где он находится, информация про домен, насколько Скирдж доверяет этому веб-сайту, исходя из того, как часто его ломают, как-то попадался ли он в каких-то черных списках и прочим-прочим. Здесь же у нас есть скриншот этого сервиса, то есть можно, не заходя на сайт, посмотреть, что там такое. И здесь же можем посмотреть, какие учетные записи у нас здесь и какие проблемы у этих самых учетных записей. То есть, допустим, у нас есть одна учетная запись, пароль просрочен, учетная запись заброшена, она не используется, но на ней очень хороший пароль. Это прям здорово. Вот на второй учетной записи плохой пароль, пароль просрочен, пароль был введен с помощью автозаполнения, этой учетной записью пользуется несколько сотрудников, эта учетная запись у нас очень редко используется и, в общем-то, считается заброшенной. Это учетные записи. Здесь же можем посмотреть сотрудников, которые пользуются этими учетными записями. Здесь у нас, ну, как бы я и коллега, и тестовый пользователь в данном случае. Здесь мы можем увидеть отдельные теги. Опять же, по всем тегам, какие вы видите, можно искать, можно фильтровать, можно группировать, делать отчеты и прочее, прочее. Здесь показано, что у меня очень плохо все с гигиеной паролей. Скорее всего, у меня какие-то пароль не соответствуют парольной политике. У Сергея, допустим, один из паролей, который относится к Active Directory, утек. Он есть среди утекших паролей. Хорошо, что это тестовый сервер, но вот. Тоже какие-то проблемы с гигиеной паролей, но пароль от LDAP у него ну, не слабый, не сильный, ну, такой. Такой. Вот. Соответственно, можно вот это все смотреть по каждому из приложений. И есть кнопочка для анонимизации. То есть, мы нажимаем кнопочку анонимизации, переходим опять же в комус, и видим, что теперь у нас учетные записи не содержат e-mail, которое там было. То есть, не содержат логина, который фактически использовался. То же самое касается фактических сотрудников. То есть, аудитор может анализировать состояние, что и где, и как происходит, искать какие-то проблемы, реагировать на них, но при этом без раскрытия данных о том, какие конкретно учетные записи участвуют, какие конкретно сотрудники в этом виноваты. По части учетных записей то же самое. У меня сейчас включен режим анонимизации. Мы можем любую учетную запись ткнуть и посмотреть, что с ней происходит. То есть, что за учетная запись, где эта учетная запись используется. То есть, допустим, одна и та же учетка у нас используется на четырех внешних ресурсах. Плюс мы можем смотрим, какие приложения, какие внешние ресурсы у нас используются и какими пользователями эта учетная запись используется. Соответственно, мы сможем вот таким вот образом с разных сторон Он рассматривает, что у нас происходит. Либо давать по шапке, либо упаковывать эти учетные записи в PAM-системы, либо еще в какие-то парольные системы и исправлять те проблемы, о которых мы даже еще не знали. Здесь можно настраивать все вот эти теги, которые вы видите. То есть ставить различные пороги срабатывания, различные названия. Русский язык поддерживается. Скоро это все будет на русском языке целиком, примерно до конца года. И здесь же мы видим все и все. Различные интеракции с Active Directory, с рассылками, с Syslog. То есть его можно воткнуть в CAM-систему. И есть полноценный API. В целом, это решение уже тестится примерно в 10 компаниях в России. Оно совершенно недавно появилось в России. Разработчики венгры. Это весьма удивительно для нас. Неожиданно было на самом деле. Клевые ребята. Это достаточно легкий на подъем по разработке достаточных дополнительных каких-то функций под различных заказчиков. В Европе уже несколько клиентов есть. Готовятся положительные отзывы, естественно, о продукте. И как только это все дело появится, мы вам обязательно разошлем. Потестить продукт можно уже сегодня. То есть поставить себе это на локальный сервер какой-нибудь. И выборочно добавить сюда определенный пул сотрудников. То есть совершенно не обязательно добавлять сразу всех. То есть всех под колпак и вот это вот все. Здесь можно выборочно отдельным группам разослать этот самый плагин для установки в браузер. И ура. Контроль сотрудников на удаленке из дома работающих возможен. Единственное, я бы не хотел все-таки называть это контролем. Это все-таки мониторинг. То есть мы ничего особо здесь не запрещаем. Мы не пинаем там сотрудников что-то делать. Мы не ведем какой-то там глубокий анализ ДТП. Собственно, это вот так. Единственное, что скеридж получает себе на сервер, это хешированный на стороне клиента пароль. То есть пароль в чистом виде не передается на сервер. И, собственно говоря, логин. Он реагирует только на те логины, которые связаны с вашим корпоративным доменом. Соответственно, если у вас логин совпадает с вашим корпоративным доменом, то он попадает в статистику. Если нет, то он будет проигнорирован. Соответственно, все персональные учетные записи сотрудников, которые работают дома, если вдруг они используют рабочий веб-браузер в каких-то личных целях, вы этого, соответственно, в отчете не увидите. По части данные улетят венграм. Значит, какая штука? Скирдж может быть подключен к внешнему облачному сервису мониторинга утечек. Мониторинг утечек работает следующим образом. Берется первые несколько символов длинного хэша пароля. Статистически значимых для того, чтобы понять, была ли потенциальная утечка этого пароля или нет. Облачный сервис Скирдж возвращает в ответ на эти первые символы все-все-все хэши паролей, которые были замечены во всех-все-всех утечках. И ваш локальный сервер уже досравнивает оставшиеся символы для того, чтобы убедиться, была фактически утечка или нет. То есть в этом плане даже как-то все продумано. Руссказичная страница готовится. Она будет по адресу skirch.ru. Контакты сейчас скину в чат. Если какие-то вопросы есть, пора задавать. Другие вопросы нам ваши сообщать. Так, ну вот первый вопрос, который я хотел бы вам зачитать. Денис, это вопрос Даниила Баландина. Насколько реализуем контроль сотрудников на удаленке, работающих из дома? Вы можете им расставить этот самый плагин. Вы можете его форсировать через групповые политики, если у вас удаленные сотрудники хоть как-то подключены к вашему домену. Если не подключены, вы можете попросить поставить эту вещь себе в браузер, объяснив, что это обязательно политика компании и т.д. и т.п. Здесь нет средств принуждения. Средства принуждения должны быть в вашей компании, если вы хотите, чтобы все сотрудники это расставили. Но здесь есть средства мониторинга. Вы увидите, если какой-то сотрудник, допустим, в рабочее время выключил его эндпоинт, потерялся, перестал давать какие-то данные. То есть это в отчетах можно будет посмотреть. Понятно. То есть сам продукт устанавливается внутри контуры компании, а плагины, соответственно, устанавливаются по рабочим станциям. Да, да, верно. Так, ну, именно рабочим станциям или это могут быть и мобильные устройства? Это браузеры. Нет, никаких мобильных устройств. Это браузеры. Мобильные устройства, к сожалению, все еще не поддерживают установку плагинов. Даже тот же самый Firefox не поддерживает установку плагинов, потому что Apple боятся, что он будет блокировать рекламу. Да. А вот Алексей Кузьмин такой кейс нам задает. Был доступ у него к тендерной площадке. Он уволился, ушел к конкуренту. Доступ же к тендерной площадке остался. Скирдж как-то может заблокировать его доступ? Заблокировать – нет. Скирдж – это не PAM-система, не имеет доступа к его учетной записи. Он просто знает, что эта учетная запись есть. То есть, если в период, когда Алексей работал в компании, Скирдж был установлен, и Скирдж увидел, что оперативный учет как компания используется на тендерной площадке, то после увольнения сотрудника любой безопасник, аудитор и так далее сможет выгрузить весь список учетных записей по этому сотруднику из Скирджа, если нужно восстановить пароли от этих учетных записей с захваченного e-mail и либо заблокировать, либо сбить пароли от этой учетки. Скирдж не знает пароль от этой учетки. Соответственно, если в PAM-системе этого пароля нет, то безопаснику придется через почту этого увольного сотрудника этот пароль сначала восстановить и потом уже сможет поменять, заблокировать и так далее. Дмитрий спрашивает, а можно ли Скирдж натравить, в кавычках, на все учеты, забитые в браузере, или только с признаками, имеющими отношение к корпоративным аккаунтам? То есть, как пойдет дело с избирательностью? Импортнуть учетные записи в Скирдж пока нельзя. Над этим сейчас работают, чтобы можно было пройтись по браузерам и как-то что-то посмотреть, хотя бы логин и импортнуть, какие используются без данных и пароли. Скирдж фильтрует по доменному имени, то есть после собачки должно быть что-нибудь связанное с вашим доменом. И таким образом только те учетные записи, которые попадают под ваш корпоративный фильтр, они попадут в базу. А ценовая политика? Странно, что нет вопроса, поскольку на сайте компании тоже нет цены. Они просто в шоке. Суть в чем? Он лицензируется по количеству фактически используемых копий плагина. То есть, если, допустим, сотрудников из 10 тысяч сотрудников будет использовать плагин всего лишь 17 сотрудников, можно купить лицензию просто на 17 сотрудников. Для того, чтобы просчитать стоимость, пишите мне в почту. Я вам по каждому запросу отдельно пришлю, сколько это будет стоить. Прайс-лист пока не публичный, и пока он не публичный, я могу делать пока только так. Фильтры только по домену. Фильтр можно снять, но тогда ваш сотрудник увидит предупреждение о том, что запирается все-все-все учетные записи, какие видит плагин. Да, хорошо, уважаемые участники, значит, видите, пока прослись не публичен, поэтому для того, чтобы оценить стоимость для вас, обращайтесь, пожалуйста, к Денису Морозову, адрес вы видите. Денис, я хочу вас спросить, будем ли мы приглашать в переговорку? Потому что я сейчас не отслеживаю, что там происходит, если там разговаривают, может, нет смысла. А если ее вместимость позволяет, то можем пригласить туда тех, кто хотел бы уточнить некоторые детали. Сразу не отладываю. К сожалению, у меня сейчас вот прямо в 12.40 будет встреча. Я прошу всех, кто хочет подключиться к нам на демонстрацию этого продукта, задавать вопросы и так далее, написать мне dmsobachkafe-d.ru. Собственно, я дам ссылку на Zoom тогда, мы либо толпой, либо с каждым индивидуально пройдемся по кейсам каждого потенциального клиента и расскажем, как этот кейс можно решить с помощью скирджа. И покажем на нашем демо-стенде, как это можно настроить. Отлично. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, все ясно. Благодарю вас, Денис. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Отлично. И, да, уважаемые участники, очень интересная команда Fee Distribution под руководством генерального директора. Вообще, как приятно. Умные, хорошие люди и все директора с нами разговаривали сегодня из компании Fee Distribution. Пожалуйста, обращайтесь. Очень открытая команда с хорошей компетенцией. Ну а сейчас, позвольте, мы дальше пойдем по нашей программе. Так, и я предоставляю слово Артему Синицыну. Вот он уже с нами. Артем, здравствуйте. Да, добрый день. Да, слышу хорошо. Артем является аналитиком информационной безопасности компании StavCorp. Это атом безопасность. Как контролировать сотрудников на удаленке. Тема эта продолжает многих интересовать. Тема эта традиционна для StavCorp, но в каждом выступлении, в общем, появляется все больше и больше соответствия с запросом крупных российских покупателей, чему мы очень рады. Ну что ж, начинайте, Артем. Добро пожаловать. Да, хорошо. С вашего позволения, наверное, камеру туда я выключу, чтобы немножко не мешать. Так, подскажите, видно ли, нормально ли все видно? Да, да, презентация видна отлично. Да, все хорошо. Так, ну, в тему нашего сегодняшнего вебинара прошло уже больше года с тех пор, как удаленка так вероломно, да, вторглась в отлаженные рабочие процессы и вот так очень прочно и, судя по всему, надолго в них закрепилась. При ее внедрении неизбежно возникают проблемы, начиная от вопросов выстраивания нового периметра информационной безопасности, включая различные технические сложности и заканчивая юридическими аспектами и даже психологическими моментами. Различные исследования показывают, что на удаленную работу можно перевести где-то от 50 до 90 процентов офисного персонала. Однако в этом случае возникает резонный вопрос. Как понять, чем занимает сотрудник на удаленке, решением ли он занимается поставленных задач или просмотром каких-то развлекательных ресурсов? Ну и сегодня мы рассмотрим, как собрать информацию о деятельности коллег в рабочее время с помощью нашего комплекса, какие отчеты можно получить и как их можно интерпретировать. Вообще немножко о нас. Мы компания «Атомбезопасность» со штаб-квартиры в Новосибирском академгородке и наш флагманский продукт – это программный комплекс «Ставкопэнтерпрайз». Он позволяет анализировать работу сотрудников на рабочих местах, вести учет рабочего времени, обнаруживать угрозы информационной безопасности и заниматься расследованием инцидентов. Из дополнительных функционалов можно выделить возможность проведения инвентаризации программного и аппаратного обеспечения рабочих мест, ну и возможности удаленного администрирования. Комплекс работает по клиент-серверной модели. Для работы системы разворачивается сервер, настраивается консоль управления. Это может быть как рабочее место сотрудника службы информационной безопасности, так и консоль системного администратора. Акцентируясь на тематике конференции, скажу, что мы поддерживаем работу с удаленными локациями, можно настроить дополнительную консоль управления из удаленного офиса, например, для руководителя, с правом мониторинга только сотрудников своего подразделения. И также мы поддерживаем различные конфигурации работы удаленных сотрудников, начиная от обычных компьютеров, заканчивая экзотичными облачными решениями с удаленными рабочими столами. Доступ к данным из нашей системы также можно настроить, в том числе и на любимом iPad руководителя, для оперативного контроля в режиме самоизоляции. В отличие от некоторых наших прямых конкурентов, Ставкоп не требует покупки дополнительного серверного ПО или дорогой базы данных. Наши решения базируются на open-source решениях, сервер у нас на Ubuntu Linux, база данных Postgres и ClickHouse. Для анализа данных мы используем многомерную лаб-кубы. И в этом году мы также добавили новый процесс ETL, который существенно снизил требования к серверному железу. А для работы агентов подойдет любая поддерживаемая операционная система, начиная от Windows 7 и заканчивая Astra Linux. Также поддерживается работа и на macOS, и в различных других Linux-средах. Мы можем взять под контроль различные каналы передачи информации и, исходя из задачи, формировать уже конфигурации. Например, для бухгалтеров, занимающихся какими-то рутинами задачи, будет достаточно учета рабочего времени. Для другой группы пользователей будет полезно добавить контроль файлов, записанных на флешке, контроль почты, сайтов. Для людей из группы риска или сотрудников на испытательном сроке уже можно дополнительно добавить какие-то возможности, снимать скриншоты, делать снимки с веб-камер, производить запись звука и так далее. Соответственно, получив все эти данные, мы можем начать уже анализировать в том числе поведение пользователей, визуализировать контакты между сотрудниками, пути перемещения данных, выявлять какие-то нестандартные способы выноса информации, нарушение производственного процесса, а также попытки внедрения различных мошеннических схем. В целях уменьшения рисков информационной безопасности мы можем запретить доступ к определенным сайтам, просматривать, что было отправлено на печать, либо в облако, или на съемный носитель, можем ограничить или запретить работу с USB-носителями. В последних версиях вставку был внедрен функционал блокировок контента по указанным меткам ключевым словам. Блокировать можно как определенные действия, например, отправку по e-mail или в облако, так и ограничить работу с документом для определенных сотрудников. Далее, взяв под контроль уже информационные потоки, на первое место выходит задача по ежедневному учету рабочего времени сотрудников, что особо ценно именно на удаленке. Кто и когда начал работу за компьютером, насколько активно работал, например, в сравнении с другими коллегами, сколько времени потратил на продуктивную работу, ну а сколько на непродуктивную. Ну и по оценкам самих клиентов, после внедрения ставкоп, настройки метрик, профилактики непродуктивной деятельности, эффективность сотрудников чаще всего возрастает и на цифру от 25 до где-то 45%. Теперь немного об интерфейсе системы. Данных собирается довольно много, событий могут быть миллионы, и здесь уже на первый план выходит удобство пользования и наглядность представления информации. В нашем интерфейсе доступны настройки фильтров, уведомлений, вывод событий в виде графиков, диаграмм, построение графов, ну а также выгрузка отчетов как в почту, так и в виде PDF, например, для руководителей. Например, возьмем отчет по учету рабочего времени сотрудников. Что мы здесь можем увидеть? Ну, в первую очередь мы можем проанализировать основную такую триаду метрик, дисциплину, активность и продуктивность. Возьмем для начала дисциплину. Здесь все очень сильно зависит от текущих задач сотрудника и его должностных обязанностей. Для одной группы необходимо вовремя приходить и уходить, но это касается тех, кто работает все-таки в офисе по большей части, ну либо там взаимодействие по каким-то там, по какому-то графику или там нужно там взаимодействие с коллегами выстроено быть. Другим же важно соблюдать только общее время, посвященное выполнению работы. Особенно это стало заметно как раз на удаленке, когда человек мог начать что-то делать, например, в 6 утра, потом в 7 уйти, еще с 8 до 12 прийти поработать, опять уйти и так вплоть до полуночи. И в итоге выходило, что человек посвящал работе даже больше времени, чем при обычном офисном режиме. Ну а некоторых людей все-таки нужно держать на контроле для профилактики каких-то, может, опозданий, сверхурочных и так далее. Все строго и индивидуально. А, да, еще важное самое не сказал. Секундочку. После того, как мы обеспечили уже дисциплину, нам нужно понимать, что сотрудник может вовремя, например, прийти, может включить компьютер и при этом может уйти пить кофе, общаться с коллегами, сидеть в телефоне. И вот, соответственно, после уже выстраиваемой дисциплины важно переходить к пониманию вообще активности, а что человек делает за компьютером. Соответственно, все, что у нас закрашено, это активная работа за компьютером. Ну и здесь есть некий нюанс. Например, сотрудник, читающий документы или полученные сообщения электронной почты, он с точки зрения нашего бизнеса производит какое-то активное действие. Но с точки зрения компьютера это не так. Поэтому мы добавили задержку перед включением счетчика простоя по умолчанию 120 секунд. Но также его можно настроить под особенности трудового процесса пользователя. Ну и в общем, как бы, не нужно переживать и бояться вот этих простоев. Нет, в общем-то, у них ничего такого, нет ничего плохого. Отдых вообще от компьютера положен по Санпину, да. Ну и всякие летучки, встречи тоже никто, в принципе, не отпенял. Поэтому нужно учитывать особенности трудовой деятельности сотрудников. Ну и лучше и нагляднее, наверное, сравнивать графики там внутри отдела, там по отделам. И после того, как у нас уже есть и дисциплины, и активность, нужно теперь уже понимать, насколько все-таки полезно то, чем занимает сотрудник на рабочем месте. И поэтому мы переходим к оценке продуктивности. Как вы уже заметили, вся лента активности поделена на цвета. И зеленым цветом у нас выделена продуктивная деятельность. Например, работа в офисных приложениях, почтовой программе, там в 1С. Профили продуктивности преднастроены, но их также можно донастроить под ваши конкретные инструменты работы. Красным же цветом выделена непродуктивная деятельность. Например, работа медиаплеера или, например, сайты YouTube или доски объявлений и так далее. Ну, или HeadHunter. Но если в должностные обязанности вашего сотрудника входит какая-то из этих деятельностей, например, для маркетолога или PR-менеджера это YouTube, а для HR-менеджера там HeadHunter, то, соответственно, можно перенастроить политику конкретно для него, чтобы для него она показывалась уже как продуктивная. Ну, а серым цветом у нас выделена нейтральная деятельность. Сюда входит все то, что не было занесено ни в одну из предыдущих категорий. Вот как раз и вариант вывода статистики работы по отделам за период, например, за прошлый месяц. И в таком режиме можно легко и наглядно там сравнивать показатели как внутри отдела, так и между отделами. Что касается информационной безопасности. Есть возможность настроить фильтр поиска по регулярным выражениям от телефонных номеров, адресов электронной почты или каких-то определенных фраз до номеров кредитных карт. Как известно, номера кредиток представляют из себя там не просто такой рандомный набор из 16 цифр, там встроена проверка контрольной суммы. Ну и поэтому регулярка наша использует этот алгоритм, алгоритм называется LUNA, для уменьшения ложных срабатываний. Также у нас есть встроенный OCR-модуль для распознавания текста в перехваченных графических документах. И можно настроить систему на распознавание печатей, штампов в документах, а также лиц сотрудников и сканов паспортов. Есть возможность осуществлять контентный анализ со сквозным поиском по всем событиям и теневым копиям файлов. Как текстовых, офисных, так и в архивах. С помощью технологии этих холлаб-кубов мы можем компоновать параметры поиска. Вот, например, на одном из пилотов у директора проектной организации было подозрение, что среди его проектировщиков кто-то может, так сказать, левачить, да, какие-то левые проекты вести. И для этого нам потребовалось совместить такие свойства, как имя приложения, там в организации использовался архикад, потом месторасположение файла, мы здесь исключили из анализа сетевую шару, где хранились все файлы по текущим проектам. Ну и конкретно в том случае, там, да, это была не удаленка, там мы совместили такое измерение, как время работы и взяли его вне рабочего времени, так как проектировщики там сидели все вместе, ну и понятно, что вряд ли человек будет все это в открытую делать, пока коллеги есть на работе. И, соответственно, получили список, как в примере выше, получаем более такой уже компактный список, который уже, с которым можно работать. И, да, в принципе, как раз подозрение, оно оказалось правильным, как бы увидели, что действительно левые проекты сотрудникам велись. Чем мы можем настроить обнаружение отклонений от нормального поведения пользователей? Для этого у нас собирается определенный словарь, по которому в автоматическом режиме можно отслеживать все события. И здесь уже, найдя какое-то подозрительное событие, мы можем перейти ко всем событиям, которые были рядом и уже проанализировать действия сотрудника, находящегося под подозрением. Если у вас есть какие-то особые требования, начиная от наличия внятной документации до интеграции имеющейся СИЭМ-системы, либо выполнение требований регуляторов, ну или вообще необходима возможность доработки функционала под задачи, у нас все это есть, мы это все умеем, поддерживаем, соответственно, можете сообщить нам, мы всегда готовы помочь. Вообще, мы включены в реестр IT-компаний, в единый реестр отечественного ПО, имеем сертификацию в стэк, с одной стороны, для кого-то это такой показатель серьезности нашего подхода, ну а кому-то это наличие данного сертификата для кого-то является обязательным, также мы сертифицировали с Астрой, но это кому важно и актуально импортозамещение. Из других наших ачивок мы состоим в различных ассоциациях разработчиков софта, а также являемся действующим резидентом Сколково и Новосибирска Академпарка. И еще у нас есть лицензия в стэк на разработку средств защиты и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Также мы активно занимаемся получением сертификации ФСБ, но здесь процесс такой небыстрый, поэтому здесь ждем. Также мы предлагаем взять наш продукт на пилот. Разворачивается он быстро, как говорится, далее, далее готово и доступен для тестирования весь функционал, а стоимость зависит только от количества контролируемых сущностей. таким образом после проведенного пилота стоимость внедрения для вас будет понятной, прозрачной. Ключ активирует весь заложенный функционал без каких-либо дополнительных модулей и скрытых платежей. Теперь давайте, наверное, уже перейдем к вопросам. Да, Артем, давайте я выберу вопросы, ну так, чтобы было поинтереснее, начнем не с технических, да, а начнем, так сказать, с тактики. Вот Игорь Балакшев говорит, умеет ли система каким-то магическим образом определять, что сотрудник за 4 часа выполнил работу гораздо эффективнее, чем сотрудник, который симулировал бурную деятельность в течение 8 часов? Ну, в любом случае мы получаем факты, мы видим, соответственно, между какими приложениями сотрудник переключался, насколько активно он работал, то есть, если он открыл, например, какой-то документ и в нем ввел пару цифр и ушел пить кофе на 10 минут, то, соответственно, мы будем видеть все вот эти перерывы. Если человек при этом все равно какую-то активность ввел, писал, потом удалял, у него шел активный мыслительный процесс, то, соответственно, мы будем видеть, что у него какая-то была деятельность, он что-то написал, он потом что-то удалил, что-то отредактировал, сохранил, потом вернулся и так далее. Ну, как бы все равно будем видеть, что активность была и он действовал именно внутри того инструмента работы, который является для нас важным и продуктивным? Основа понятно, я смысл этого вопроса вижу в том, что можно подняться на уровень выше, то есть, например, можно ли в рамках организации какие-то создать паттерны, которые позволяют сфокусировать внимание либо на имитации, там есть вопрос, про скрипты, симулирующие бурную деятельность, либо, наоборот, выделить какие-то паттерны, которые связаны с более продуктивной работой, и, соответственно, дальше по сравнению с ними уже там определять, где у нас падает продуктивность. по симуляции бурной деятельности чаще всего задают вопрос, что будет, если человек возьмет и зажмет какую-то кнопку на клавиатуре, например, или еще запустит какой-нибудь процесс, который будет у него генерировать эту какую-то бурную деятельность. На самом деле, это все легко вычисляется, если просто проанализировать вообще за день то, чем занимался сотрудник. Всегда какие-то механические моменты заметны. Реальный сотрудник, он работает, он поработал, мог кто-то выйти, мог переключиться с одного процесса на другой и так далее. И вот симулировать все это ну, в общем-то, весьма сложно и всегда можно опуститься на самый глубокий уровень и посмотреть вообще, а что реально вводилось, какие символы вводились, что конкретно человек писал. Если человек писал билиберду, ну, как бы здесь вопросов нет. В любом случае, если у вас есть подозрения, вы видите, например, месяц заканчивается, а каких-то проектов и там сделок от клиента, ну, от этого сотрудника нету, либо еще что-то, ну, какими-то своими другими инструментами, да, то вы, соответственно, возвращаетесь в нашу, скажем, машину времени и начинаете уже анализировать, а чем он конкретно в эти дни был занят, когда он должен был заниматься вот этим проектом. Все понятно. Так. Хорошо. Ну, то есть, в большинстве случаев проблемы с криптов решаются, да, вашими клиентами? Да. Также можно там уже какой-то поиск по контенту делать, привязываться к каким-то заголовкам документов и также анализировать все это, все это тоже можно сделать. Да, хорошо. Ну, прежде чем более техническим вопросом обратиться, вот, прошу вас подреагировать на естественное движение мысли наших слушателей, что вот ряд задач, о которых вы говорите, они скорее имеют отношение к рабочему процессу, к подразделению, там, к руководителю подразделения, возможно, да, или там, лидеру команды, а не к информационной безопасности, да, и вот здесь скажите, пожалуйста, вот если брать такие юз-кейсы, традиционное использование системы, сколько, так сказать, процентов, так скажем, это непосредственно руководители или лидеры команд, и сколько безопасность, то есть есть же, чтобы наряду, да, идти и другим, потому что функционал, да, чаще всего при, ну, во многих крупных внедрениях используется продукт не только специалистами информационной безопасности, но также и HR сотрудниками, и, как бы, и руководителями подразделений, у нас самих, как бы, данный продукт установлен на своих рабочих машинах, мы, соответственно, и у нас есть доступ в свою консоль, и мы, ну, там, соответственно, у нас порезаны права, мы видим только информацию только по себе, как рядовой сотрудник, можем по себе смотреть информацию и понимать, насколько мы были эффективны и продуктивны, то есть здесь такой абсолютно белый режим работы. Руководитель, соответственно, видит всю информацию по всем сотрудникам и может тоже, как бы, там, в какой-то момент отреагировать и, там, прийти на помощь. Ну, вот, логика подсказывает нашим слушателям, что тут все-таки какие-то или паттерны, или набор параметров, наверное, были бы полезны, ведь в противном случае, как говорит Игорь Балакшев, придется настраивать параметры под каждого сотрудника, а если их много, то, ну, тут еще вопрос, насколько хорошо это удастся сделать. Поэтому, еще раз, есть ли возможность здесь какие-то группировать параметры или какие-то паттерны задавать? Пожалуйста. Да, мы, в принципе, всегда рекомендуем приходить на пилот. При пилотном внедрении мы как раз, как аналитики, мы помогаем первоначальную как раз вот настройку вот этих паттернов тоже произвести в зависимости от тех задач, которые выполняют сотрудники. Все это мы тоже помогаем делать. Мы, соответственно, рассказываем, как это можно сделать более эффективным образом, поэтому, пожалуйста, приходите, там, мы вам подключимся, вам поможем, подскажем. То, что вы говорите, напоминает мне, как подходит к роботизации бизнес-процессов в РПИ, там тоже всегда начинаются записи действий сотрудников, да, а потом уже решают, как будет работать программный робот. Я так понимаю, вот ваш подход, который вы описали, он позволит избежать ситуации, которые беспокоят Игоря Балакшева, что, например, ему поступают рабочие звонки на сотовые телефоны, эти разговоры длятся несколько часов в день, и, естественно, тогда фиксируемая в системе картина его работы, да, она не полная, да, и в этой связи будет сформирована, ну, ложная картина, да, то есть не все действия полезные будут отражаться. Я так понимаю, это вот как раз через настройку паттернов и решается, то есть если таких сотрудников несколько, то как бы вот для них будет характерно другой профи. Ну, это, да, это, в общем-то, у руководителей чаще всего такое происходит, что там у них больше как раз активности такой, не связанной с компьютером, больше разговоров, больше встреч, и это все, в принципе, видно, это как бы тоже мы на пилотах и на там реальных внедрениях у заказчика все это видим. Такое есть, да, наш продукт, он ставится только на компьютеры, да, на мобильное устройство у нас пока такого варианта нет, может быть, там, не знаю, такой вопрос был или нет, но смотрите, если разговоры у сотрудника ведутся не только по телефону, но и с помощью IP-телефонии, то здесь, соответственно, можно вот эту активность уже можно сюда прикрутить и будет все это работать. Так, хорошо. Окей, а вот Сергей Пышков спрашивает, правильно ли он понимает, что возможна установка на личное устройство сотрудников вашего продукта? Да, установка возможна, но здесь прям очень, конечно, рекомендовал бы перед проведением такой установки все-таки заключить договор, ну, в договоре как-то это отразить о том, что организация предоставляет доступ к своим корпоративным данным, имеет возможность технический контроль осуществлять за правильным применением, за доступом корпоративной информации и так далее. вот, ну и, соответственно, надо более аккуратно фильтровать, что мы хотим видеть при, ну, с личных компьютеров пользователей, а что нам, соответственно, видеть не надо. Здесь все эти настройки, все эти конфигурации можно настроить и сделать, да. Спасибо. Кстати, ну, вот это классический вопрос, который задают и вам, и вашим коллегам, и ответ на него, да, в том, что необходимо определенный правовой дизайн здесь всегда применять. Я это вспомнил, потому что, может быть, в будущем уделить особое внимание этому правовому дизайну, может быть, какой-то описать даже кейс, да, как, что делалось именно вот с личными компьютерами, потому что, когда компьютер принадлежит организации обрабатывать служебные данные, это понятно, более понятная ситуация и для юристов более понятная. А вот, когда мы приглашаем юристов комментировать использование личных компьютеров или агентов на личных компьютерах, тут очень много рисков для того, кто этот инструмент применяет, вот, поэтому кейс действительно был бы хорош, он был бы в меньшей степени техническим, но мы могли бы пригласить на него даже и, думаю, юристов, да. Ну, еще продолжая эту же тематику, да, если, например, пользователи используют личные свои компьютеры, но для доступа к корпоративной информации, не подключаясь, например, на терминальный сервер, то, ну, здесь вообще никаких проблем нету, агент ставится на стороне терминального сервера и оттуда все контролирует. Вот. Ну, соответственно, да, когда это именно личная компьютеропользователь, там очень много таких неоднозначных моментов, которые нужно учитывать. Ну, и тоже достаточно понятный вопрос относительно копирования файлов через буфер обмена, да, потому что это то, что может типичный сервер терминалов Windows, пишет Роман, есть ли у вас контроль такого копирования и создания теневых копий? Можно настроить там политику, что вообще как бы файлы из удаленного, ну, с терминального сервера нельзя будет вынести на свою локальную машину. Можно также политику настроить, да. Так, и вот здесь, я так понимаю, более технический уже вопрос от Евгения, как происходит блокировка файлов по содержимому? Ну, у нас есть DLP-модуль, который может либо указанное содержимое, либо у нас есть вариант, можно помечать файлы, то есть внедрять в документы метки, например, там только для служебного использования, и, соответственно, на основании этих меток уже делать какие-то правила, кому можно, кому нельзя, куда, соответственно, можно и куда нельзя. То есть первый механизм по меткам, а второй? Есть метки, есть просто по текстовому содержанию, то есть если у нас есть какой-то документ, в котором мы точно можем указать строительство нового торгового центра в Алабуге, что-нибудь такое, за что-то заикариться. Если есть какое-то уникальное словосочетание либо еще что-то, за что-то можем, то можно и по тексту делать, да. Также есть у нас и по типу контента файлы, и по самим файлам, и по операциям, ну, как бы вариантов в принципе много. А вот пример с паспортом, там распознавание изображения, да? Он вообще распознает именно такой паттерн, как разворот паспорта, и, соответственно, это у нас ображается в виде политики, как срабатывание, что паспорт куда-то отправляли. Понятно. Так, требования, ну, вот такой вопрос проясняющий, а как с древними компьютерами? Например, у Сергея Пышко древний личный ноут с условным древним Linux Mint будет работать? Linux Mint, да, на Linux Mint у нас работает. Вот насчет того, насколько он древний, ну, в общем, у нас, давайте сейчас, ну, если хотя бы там два ядра есть, и оперативной памяти там гигабайта четыре, как бы, вообще проблем не будет. Понятно. Отлично. Артем, спасибо. Очень интересно перестроена была презентация, все-таки вы выступаете много, я обратил внимание, что драматургия была иной, мне кажется, это хорошо, это правильно, спасибо вам, потому что обратишь внимание на другие свойства продукта, особенности внедрения, так что большое спасибо, ну и жду в дискуссии, благодарю вас. Не забудьте дать ваши контакты в чат, пожалуйста. Да, хорошо, я напишу контакт. Спасибо. Уважаемые участники, мы движемся с вами дальше, приглашаю в эфир Юрия Бражникова, генерального директора компании свз-клауд, цифровые рабочие места Zextras на Zimbra для удаленного доступа, так, вижу вас отлично, Юрий, приветствую. Добрый день, уважаемая аудитория, добрый день у строителей этого замечательного мероприятия, мы не первый раз уже вместе, тоже постараемся рассказать что-то новое, чего не слышали еще те, кто к нам сегодня присоединились. Я хотел бы обратить внимание, что проблема безопасности удаленного доступа не должна вычленяться из общей политики безопасности компании, и решать много небольших проблем гораздо сложнее, чем решить одну крупную большую проблему выбора правильной платформы, которая позволяет безопасно подключаться клиентам, пользователям к этой платформе и при этом чтобы эта платформа соответствовала всем требованиям, которых от нее ждут сегодня пользователи, то есть централизация информации, контроль информации, расположение этой платформы в правильной юрисдикции, минимизация рисков по каким-то блокировкам и технологическим и политическим, все это говорит о том, что если мы сейчас рассматриваем платформу для удаленного доступа, то лучше все-таки выбирать решение, которое будет работать в Российской Федерации, причем не обязательно это должно быть омпремис решение, это может быть и облачное решение, но заранее предусмотреть риски, которые как бы могут возникнуть, это важная задача для того, кто сейчас проектирует новую систему. Одним из вариантов, которые вы можете рассмотреть для того, чтобы построить безопасный удаленный доступ, это решение от компании Zexros, которая базируется на всем хорошо известном почтовом сервере Zimbra Open Source. Кстати, скажу, что Zimbra Open Source является, Россия является третьим в мире потребителем этого сервера, огромное количество компаний, в том числе и крупных и организации его используют. Но сервер недостает ряда вещей, которые делают его безопасным и масштабируемым. Вот как раз компания Zexros разработала этот набор фич, которые позволяют пользователям любого предприятия, любого размера организации использовать это решение не только для пересылки почтовых сообщений, но и для совместной работы, в том числе удаленной. Кстати, в этом году соответственно решение было признато в Европе одним из лучших решений для совместной работы, поэтому предлагаем вам его тестировать и присоединиться к 100 миллионам пользователей, которые уже его используют. Итак, почему рабочие цифровые места Zexros актуальны и интересны именно сегодня? Потому что это удобно, то есть если основная проблема современного дизайна в том, что архитектору нужно, в том числе или специалисту безопасности, нужно соединить функциональность различных систем от различных вендоров и предусмотреть при этом безопасность всего этого хозяйства. Это достаточно сложно, когда гораздо проще использовать одну систему вместо десяти, то есть если вы разворачиваете рабочие места Zexros, вы получаете одновременно почтовый сервер, мессенджер, офисный пакет, совместную работу с документами, видеоконференции, то есть все это вместе в одном решении, в одном интерфейсе гораздо проще использовать, чем объединять, как я сказал, решения от пяти, шести, а то и более вендоров. Во-вторых, это очень просто, то есть в современном сценарии работы с удаленными системами работа с веб-интерфейсом является приоритетной. Во-первых, она позволяет централизовать ресурсы и на рабочем месте у клиента, у пользователя, который, естественно, может сейчас работать и дома, и где угодно, ничего не будет оставаться, то есть существенно уменьшается риск потери коэффициальности информации. И кроме того, это удобно с той точки зрения, что пользователю ничего не нужно настраивать, устанавливать, ему нужно только подключиться к удаленному соответственно серверу и начать работать со всем набором приложений, которые ему нужны для ежедневной работы. И при этом, как я говорил, все эти серверы располагаются на территории Российской Федерации, что, естественно, уменьшает любые риски, связанные с потерей доступности данных, которые хранятся в России или на собственных серверах предприятия. Встроенный бэкап при этом обеспечивает стопроцентную сохранность той информации, которая у вас есть. Это тоже часть безопасно удаленного доступа, когда не только письма, но и сообщения, и документы восстанавливаются при любой аварии, где бы она ни произошла, у клиента, или в компании, или где-то еще. Интерфейс очень простой и позволяет, как я сказал, уже одновременно, так сказать, поддерживать все большинство активностей клиент-пользователя любой компании. То есть, это работа с офисным пакетом, работа с почтой, с виртуальным диском, который при этом располагается, опять же, не в облаке, как там Dropbox или OneDrive, а на собственных хранилищах компании или доверенного провайдера, российского доверенного провайдера. Тут же вы получаете корпоративную мессенджер с видеоконференцией и, соответственно, также риски утечки информации через мессенджеры, WhatsApp, Telegram, какие угодно, они тоже, соответственно, митигируются. То есть, вы понижаете риски, существенно понижаете риски утери информации, доступа, соответственно, несанкционированного к ней со стороны либо провайдера, либо каких-то злонамеренных личностей. Расскажу поподробнее о том, как строится работа с видеоконференцией, то есть, на любом рабочем месте в едином интерфейсе каждый клиент может не только работать с документами, с почтами, но и собрать видеосовещание со всеми коллегами. Причем, ограничения в количестве тех, кто соберет с видеоконференцию, нет. Их удобно собрать из тех, кто уже есть у вас и сгруппирован по определенным каналам переговорным. Вы можете соответственно увеличивать количество пользователей, увеличивая просто объем ресурсов, которые выделяете под видеоконференцию и, соответственно, обеспечить любой момент общения всем, кто находится как в компании, так и внутри компании, так и вне ее. Удобное общение для того, чтобы решать какие-то рабочие вопросы. Есть приложение для iOS и Android, что тоже позволяет безопасно и защищенно подключаться к митингам и получать данные с корпоративных серверов с точки зрения документов. Есть возможность работать с мобильным устройством, как мы сказали, и вот здесь важно то, что в решении уже интегрирован еще один уровень защиты, это базовый уровень Mobile Device Management, то есть любые мобильные устройства, с которыми, как вы знаете, часто происходят проблемы, они теряются, крадутся, соответственно, можно их отключать, можно выставлять приоритеты подключения, можно отключать на этих устройствах камеру, можно отключать какие-то устройства передачи данных, то есть вы можете существенно повысить безопасность и конфиденциальность информации на компании, тем, что, так сказать, не дать во время рабочего времени пользоваться мобильными устройствами для того, чтобы наладить канал утечки на сторону, это очень важно и полезно. В целом, информационная безопасность решения, она продумывается на уровне технической, поэтому и здесь тоже сам почтовый сервер, который является базой этого решения, уже имеет внутри антивирус антиспам, что тоже повышает его безопасность и упрощает обслуживание. Вы должны всегда задумываться о том, что чем больше систем, тем больше вам нужно разноплановых специалистов, а вы сами знаете прекрасно, что самая большая проблема сейчас это специалисты, цена на них растет, число грамотных специалистов, к сожалению, не растет в том объеме, в каком растут данные или системы, которые, так сказать, требуются. Поэтому если вы, так сказать, можете из пяти систем сделать одну, то вы на этом сэкономите и в том числе с точки зрения безопасности. Вам не нужно уже отдельно устанавливать антивирус, антиспам и так далее. Все это уже есть в базовой комплектации. Как я сказал, вы храните всю информацию не только Российской Федерации, что не только с точки зрения безопасности хорошо, но это и позволяет соответствовать политикам хранения данных законодательства Российской Федерации, что тоже как бы снимает часть рисков с точки зрения регулятора, наказания с точки зрения регулятора. Как теперь, так сказать, и централизация информации, отсутствие информации на компьютерах у пользователей, в то же время со свободным доступом и тоже, естественно, снимает часть рисков. Для того, чтобы наладить удаленный доступ, соответственно, существует такое приложение Exectors OS, которое позволяет управлять всеми видами модификации и авторизации. И система благодаря открытому коду и API может интегрироваться с любыми системами CMU, IBAD, DLP и теми, о которых рассказали мои уважаемые коллеги, которые только что, так сказать, представили свои системы и свои решения. Они могут быть интегрированы в эту систему. дать вам гораздо больше функционал. Для того, чтобы обеспечить защищенные соединения в стандартной зимбре, которую, так сказать, большинство использует протокол, используется SSL, но при помощи простых настроек, которые там перечислены, с которыми вы можете ознакомиться, вы можете настроить, во-первых, шифрование, увеличить, соответственно, с 2000 до 4000 бит, вы можете перейти на более безопасный протокол TLS-1.3, исключить слабые шифры и, соответственно, включить механизм, принудительно активирующий защищенные соединения с использованием TLS. То есть, все эти вещи в автоматическом режиме позволят более защищенно подсоединяться удаленно клиентам, пользователям к вашей системе. Важнейшей частью современной системы является наличие двухфактора нотификации. Как раз компания Zextras разработала решение собственной двухфакторной нотификации для доступа к Zimbra Open Source. Оно использует, естественно, базу временных одноразовых паролей, которые генерируются в мобильном приложении и создается на всем известных хорошо распространенных генераторах паролей Google Amnesty Cutter, Яндекс Ключ и так далее. Вы можете генерировать одноразовые пароли для пользователей со стороны пользователей и администратора и, соответственно, использовать QR-коды для входа в мобильное приложение Zextra Steam и Zextra Steam Pro. То есть, на каждом шаге и на каждом сценарии есть дополнительные опции, которые позволяют сделать работу удаленной безопасной. По опубликованной, разработанной известным специалистом по информационной безопасности Дэниелом Месслером, система, которая как бы аналогирует, система Zextra для удаленной работы достигает что уровня защищенности по 8 уровням модели. То есть, выше этого только использование токенов или без парольных ввод. То есть, в принципе, это для большинства с тем, что и уровень это вполне достаточно. Но, как бы, есть всегда проблема с тем, чтобы заставить клиентов пользователей использовать защищенный режим работы, но защищенный режим работы, как правило, менее, так сказать, более сложный с точки зрения пользователя. То есть, нужно много чего вводить, входить в разные системы с одними или разными логинами, пасвордами, что, естественно, как бы немного утомляет клиентов, заставляет их порой хитрить. Поэтому, для того, чтобы упростить с одной стороны жизнь пользователя, с другой стороны использовать, так сказать, защищенные, методики защищенного входа, используется сквозная авторизация ССО, и, соответственно, она реализована также в рабочих местах Zextras при доступе через мобильное приложение или через веб-интерфейс. То есть вы, соответственно, можете реализовывать это через SAML при помощи провайдера или через Kerberos, если у вас, соответственно, используется Active Directory в компании. Мобильные приложения тоже защищены, то есть есть, во-первых, свои собственные нативные приложения для iS Android, и вы тоже можете по любому из сценариев, то есть, либо по, так сказать, самому простому, это вот пароль и сервера войти через приложение, либо, опять же, сэкономить время и уменьшить возможность потери, так сказать, своих данных учетной записи и использовать QR-код, что, естественно, проще и надежнее. Для того, чтобы система была надежной, существует еще ряд фич, которые позволяют сделать ее, так сказать, привлекательной для крупных проектов. Прежде всего, это, как я уже говорил, онлайн-бэкап, то есть, обычные бэкапы работают через снэпшоты, и часть информации, так сказать, между снэпшотами при аварии может теряться. В данном случае это транзакционный бэкап, который, соответственно, записывает все изменения системы, причем очень важно, что сохраняется не только почта, переписка, но и все документы и все сообщения, с которыми работал клиент. При этом есть внутренние встроенные дедупликация и компрессия, которые сокращают необходимое дисковое пространство для копирования до 50%. В серии с нынешними проблемами с дисками, это вы сами понимаете, что это существенно повышает эффективность использования системы по сравнению с обычными, которые жрут гораздо больше дискового пространства. Админ позволяет как раз тоже очень важная часть сделать структуру организации multi-tenancy, то есть можно иметь одного глобального администратора, он назначит локальных администраторов, у каждого из них будет своя замкнутая группа тенант-пользователей, и он будет видеть работу только с ней. То есть это в целом позволяет защититься от, скажем, нарушений специальности либо самим администратором одного из подразделений, или, соответственно, если будет утечка или проблема в каком-то одном из подразделений компаний, они не будут затронуты при таком подходе к управлению, так сказать, когда все ресурсы разделены и видно только то, что в непосредственном доступе и в непосредственном подразделении существует. Глобальная инфраструктура при этом остается, соответственно, защищенной и невидимой для каждого пользователя отдельного. Вы можете также управлять распределением данных, то есть хранить данные тоже переписку уже не в архивных ящиках, что не всегда удобно, а она хранится опять же централизованно не на вашем собственном компьютере в PST-файле, а она хранится централизованно на хранилищах компании, и вы можете настроить там хранение, например, актуальной информации двумя неделями на SSD-хранилище, а потом автоматически перемещать ее на шпиндельный или объектный хранилище, или даже в облако доверенного провайдера, причем это может быть, например, Яндекс.Клауд, который обладает S3-хранилищами, которые могут быть интегрированы в эту систему. Для любителей облачных решений тоже есть подарок, они могут не заворачивать это в ничего себя, получить готовые системы, развернутые в МТС или Лангклауд, или развернуть сами в Яндексе всю эту систему и, соответственно, ресурсы вычислительные получить от Яндекса. В этом случае вы получаете данные, которые хранятся безопасно в соответствии с 152 МФЗ, в облачной платформе, в российском дата-центре уровня Тир-3, поддержка на языке, отсутствие, так сказать, беспокойств по поводу инфраструктуры и дополнительные фичи по защите информации от этих известных провайдеров. То есть вы таким образом закрыли свои вопросы с точки зрения комплайнса и с точки зрения, соответственно, поддержки всей этой системы. Ваши данные находятся в России, они не будут отключены или проверены какими-то спецслужбами, понятно, каких стран, которые объявили Россию номер один проблемой в международном IT-безопасности. И вы этой же компании доверяете свои данные. Мне очень это, конечно, интересно, но это для вас повод подумать. Подводя итог, соответственно, вы сокращаете затраты на коммуникацию работы с документами, делаете, развертываете удобное рабочее место на любых устройствах, в том числе на домашних устройствах ваших работников, не храня там никаких данных, и получаете интерфейс и доступ ко всем необходимым для работы сервисам. Ваша информация находится в России, она 100% защищена в случае, так сказать, аварии или любой неисправности, и вы, соответственно, снизили риски благодаря обработке и хранению данных использования корпоративного мессенджера и персонального диска вместо публичных. Вот таким образом вы можете выбрать решение нового поколения. В ноябре у нас будут очень большие интересные новости, мы вас пригласим обязательно ознакомиться с ними, и, соответственно, будем рады сделать для вас сегодня большой шаг вперед по направлению безопасности удаленных коммуникаций. Спасибо, готов ответить на ваши вопросы. Да, Юрий, спасибо большое. Я вот не первый раз слушаю ваше выступление, каждый раз отмечаю новые, какие-то новые моменты, и задаюсь вопросом, а что, собственно, является сдерживающим фактором? Потому что, вроде бы, ну, вот, опубликовала, видимо, ваша коллега, да, Екатерина, опубликовала стоимость в год на одного пользователя, это 9,6 доллара, правильно ли? Да. Да, то есть и стоимость небольшая, вот, и, я так понимаю, скрытых там, скрытой стоимости нет. Нет, это просто, это все, что вы платите. Да, а что же сдерживает в таком случае, что является сдерживающим фактором? Головы тех, кто, как бы, привыкли хлебать щелаптем, если мой дед использовал этого вендора, и мои внуки будут обязаны делать то же самое. Это некое IT-рабство, в которое мы впали 20 лет назад, и, несмотря на все разглагольствования, проблема совсем даже не в российских разработчиках, а в головах тех, кто использует их, так сказать, разработки. То есть, есть масса, так сказать, вариантов, причем не только, так сказать, опять же, российских, но и, например, европейских, которые тоже, во-первых, несанкционные, во-вторых, широчайшим образом используют open source. Я, кстати, могу сказать, что вот список, о котором мы часто говорим, да, там, реестр, да, это не только достояние российских, там, будней, да, мы всегда считаем, что у нас что-то такое специфическое, ужасное, да, а вы знаете, например, в Европе такой же точный список open source, который обязан использовать европейский, ну, не все, естественно, а часть, большая часть пользователей, да, то есть вы должны выбирать не проприетарный софт от трех мировых, так сказать, скажем так, лидеров, да, а open source для того, чтобы быть независимым от их политики. Вам сегодня говорят разворачивайте себя, завтра в облаке, завтра сплосят расскажут еще что-нибудь, да, и вы будете бегать как заяц туда-сюда. А вам говорят open source, что вы могли самостоятельно в момент изменения политики, так сказать, лицензирования одним из монополистов выбрать свой собственный путь и идти по нему, так как вам удобно, а не как вас заставляют, так сказать, различные, так сказать, ну, понятно кто, так сказать, аффилированные лица, которые закупают на миллиарды долларов известных, так сказать, вендоров при запрете и обосновывают это тем, что нет альтернатив. Вы сами сказали, альтернативы есть, просто люди не хотят менять мозг. Скажите, вот здесь вопросы в чате по поводу цены, она в долларах, и цена контракта тоже в долларах? В рублях. В рублях, да? Естественно, в рублях. Ну, как бы есть, привязка, естественно, к доллару есть, но как бы цена в долларах, а в рублях, а, например, у российских провайдеров, она вообще в рублях, и, соответственно, как бы вы абсолютно защищены от любых рисков. Кстати, опять же, вот в октябре опять было очередное повышение цен от монополиста, да, как бы все его спокойно сглотнули. Хотя, конечно, можно было просто осмотреться по сторонам и перейти на аналогичное решение, которое стопроцентное закрывает все фичи, которые есть у монополиста, но по цене там в два-три раза меньше и без повышения цен в октябре месяце. Так, ну вот важная информация прозвучала, что если через российского провайдера, то там вообще не возникает валютных рисков, рисков валютных курсов вот этих, поскольку цена фиксируется в рублях. Да, естественно, на весь период действия контракта. Ну и вот от Дмитрия Л такой вопрос, если 20 тысяч сотрудников, так то здесь будет, видимо, другая какая-то цена, да? Ну, во-первых, другая раз, во-вторых, в любом случае и решение из реестра всем известное и уж тем более решение монополиста в три раза дороже. В два с половиной, извините. Это как бы уже расчет из реальных, так сказать, систем, из реальных там проектов, да? То есть, да, естественно, система на 20 тысяч, она в принципе дорогая, она не может стоить там 30 рублей, да? То есть как бы... Но любое решение аналогичное будет в два-три раза дороже. Понятно. Ну, то есть, пост убедиться, в общем-то, дать вам параметры, сделать расчет. Конечно. Присылайте запросы, посчитаем, обсудим, найдем интересную вам, так сказать, ценовую модель. Здесь есть несколько вопросов, несколько вообще ценовых моделей, то есть ежегодная подписка, постоянная подписка, опять же, вот использование сервисов. То есть, всегда можно найти подходящую модель, в том числе гибридную, кстати, и использовать ее, так сказать, к вашему благу и безопасности, что очень важно. Я услышал, что нет стоимости, скрытой стоимости, как и лицензии, а если какие-то скрытые сложности, ну, например, в гибридных конфигурациях, там может быть, ну, приходится что-то, не знаю, дописывать, там как-то очень перетрачиваться на интеграцию, может быть, команду какую-то заводить. Как вот, что проявляется в особенно гибридных вариантах при довольно крупных внедрениях? Ну, особых сложностей интеграции нет по одной простой причине, то есть, это мы используем как базу Zimbra Open Source, который как бы по определению Open Source, то есть, все коды вам доступны, и в отличие от монополистов, которые пропоритарный код свой никогда вам не откроют и будут навязывать вас, вам дорогих архитекторов, разработчиков и так далее, вы можете самостоятельно разобраться и разрабатывать совершенно там простые, понятные, так сказать, там, приложения, которые сделают доступным вам новые функции, но есть еще открытый API, который может, соответственно, легко интегрировать там эту систему, например, с 1S, или там с любыми другими системами, то есть, тут как раз полное отсутствие каких-либо препятствий или проблем, поскольку мы придерживаемся духа и правил Open Source Community, который позволяет распространять, так сказать, то, что изобретено одним для всех, и в базовом это всегда должно быть бесплатно, если какие-то нужны суперфичи, интересные, или нужно сделать быстро там, да, то как бы, да, можно платить, но можно, я знаю компании, которые там с 10 тысячами пользователей сидят на зимбре оси Open Source 10 и более лет, и ничего, и все нормально у них. Вот, Дмитрий Стефанков такой задавал вопрос, точнее, утверждение, что находит, сервис находится за пределами контролируемого периметра, с его точки зрения, соответственно, ваш комментарий, может ли он внутри периметра? Конечно. Так нет, это вообще основной вариант. Основной вариант вы разворачиваете сервера на Ubuntu или там на RedDos, если хотите, да, родном, и, соответственно, не платите никому за калы, за лицензии на сервера, соответственно, после этого разворачивайте, опять же, бесплатную доступную зимбру у себя на своих серверах, и после этого сверху, если вам это необходимо, разворачивайте расширение, которое позволяет сделать решение не просто доступное, но еще и более безопасным, более защищенным. Если вы хотите, естественно, не хотите ничего разворачивать у себя, просто покупайте сервис, и вам, так сказать, ничего делать не нужно. Вот еще один вопрос, такой вот, документооборот между организациями, часто, если файлы высылают, то это либо Excel формат, либо Microsoft Word, файл, да, и насколько, можно ли продолжать в Zimbra, работая в Zimbra, с, собственно, соответствующими форматами файлов? Естественно, мы так и делаем. Мы сами используем LibreOffice, который интегрирован, но при этом ежедневно получаем массу документов в Excel или там, ну, в Word-овских форматах, в Microsoft-ских форматах и работаем с ними. Вопрос несовместимости, он умер лет, там, три-четыре года назад на Libre 5-6, сейчас уже 7, там, с какими-то этими все вопросы совместимости, там, документов, так сказать, там, 99% документов, они решены. Сейчас проблемы несовместимости между Libre и офисом, Microsoft офисом, примерно такие же, как между разными издешенными, ну, так сказать, редакциями самого офиса. У меня регулярно тоже, кстати, какие-то старые файлы всплывают, я их не могу открыть в этой версии, мне нужно там что-то там шаманить и так далее, делать, чтобы что-то прочитать. Поэтому, как бы, это все на уровне, как бы... Спасибо. Последний вопрос. Проводились ли оценки того, вот, как влияет применение Zimbr на бюджет информационной безопасности? То есть, что там, оптимизация происходит? Да, значительно. То есть, как я сказал, во-первых, большинство, так сказать, базовых фич, они уже находятся внутри, вам не нужно их отдельно покупать, потом проектировать интеграцию, так сказать, тратить деньги еще на какие-то там консалтинговые услуги, все уже есть внутри. Но, если вы хотите больше, то, во-первых, у вас есть интеграция через API с системами, которые действительно у нас есть, там нет многих вещей, от которых прекрасно у тебя предыдущему оратору, спасибо, я тоже не первый раз его слушаю, но спасибо, интересные вещи рассказывать, то есть, как бы, таких вещей, естественно, у нас нет, это специфика, но по API можно интегрировать это и, так сказать, следить за той же перепиской, там, контролировать сообщения. Кстати, еще раз говорю, что можно, самое главное, самый большой канал общения и утечек, это мессенджеры. Поэтому в корпоративном, так сказать, использовании никаких телеграммов, ватсапов и всего прочего быть не должно. У вас должен быть собственный мессенджер и все сообщения должны храниться только у вас. Это как бы вот хорошо. Спасибо вам, Ярослава Мироненко, заместителя генерального директора ООРС Групп. Тема выступления меня очень заинтересовала. Собственно, полный отказ от удаленного доступа для технологических систем, плюсы и минусы решения. Так, с большим интересом жду вашего выступления, Ярослав. Спасибо. Пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. Ну что ж, сегодня я дам такую небольшую, собственно говоря, презентацию, которая больше, наверное, даже носит не практический характер, а такой рекомендательный, просто немножко порассуждать, попилососствовать на тему того, что и как можно организовать, если полностью отказаться от удаленного доступа. Тема сам по себе достаточно не новая. И в технологических системах, на самом деле, если корпоративным баллом правят реальные какие-то технические решения, реальные возможности организации, сейчас на это обращают внимание, то в технологических системах сейчас все, в принципе, по-другому. Тут два варианта. Либо вы даете доступ до технологических систем, либо не даете. Вот и все. И, соответственно, практически все специалисты, которые работают с технологическими системами, делятся практически на два лагеря, как, возможно, какой-то такой средневековой Японии, знаете, 19 века. Сторонники изоляционизма и сторонники полной открытости. По сути дела, какого-то среднего решения, честно говоря, но очень редко можно встретить на практике, особенно в энергетике, где, по сути, вот наша компания в основном работает. Поэтому давайте посмотрим конкретные примеры того, что было, что если полностью открыть доступ, если его не открывать, ну и посмотрим, подискутируем на эту тему немножечко. Итак, по сути дела, первый момент, ну, собственно говоря, такой небольшой, краткий слайд. Итак, в принципе, всем известный, ну, просто еще раз обсудим. То есть, есть определенные плюсы решения, да, про доставление удаленного доступа различным людям до технологических систем. Есть минусы, но плюсы, в первую очередь, это удобно, это на самом деле удобно, классно, замечательно, и это позволяет экономить денежные средства. Ну, это самые главные два момента, которые позволяют все это сделать. Плюс ко всему, удаленный доступ к технологическим системам, ну, нужен, соответственно, с требованиями законодательства. Это тоже распространенное решение, которое необходимо учитывать. Плюсы дополнительно по диагностике, и самый главный момент, который, собственно говоря, самый существенный по экономии, удаленный доступ позволяет достаточно сильно сократить штат в части обслуживания и эксплуатации такой системы. Это неплохо, это позволяет компании экономить достаточно большие деньги. Минусы решения, соответственно, с одной стороны, это риски, риски потери данных, риски потери управления над системой. Все это дело суммируется и тоже каким-то образом финансово, конечно же, оценивается. Плюс ко всему, нельзя просто так дать удаленный доступ. Нужно все-таки как-то вложиться в информационную безопасность, вложиться в соответствующие оборудования. И самое главное, необходимо еще обучить людей, которые будут с этим работать, ну, правилам обращения с этим оборудованием и с теми правилами, которые будут созданы в рамках информационной безопасности. Все это требует внимания, все это требует денежных средств. Ну, и главная проблема, без сомнения, риски. Риски, которые возникают, если удаленный доступ предоставить. И это, в принципе, тот момент, который очень активно используется как раз-таки сторонниками изоляционистской партии в части технологических систем. Кому нужны, соответственно, в первую очередь, удаленный доступ до технологических систем? То есть это каким-то собственным службам предприятия, да, и это третьим лицам. Ну, это, как правило, подрядчики, либо контролируемые организации. Не буду подробно остановиться на этом слайде. В принципе, и так все понятно. Кому что как требуется. Здесь это показано в примере моей любимой энергетики. Доступ к системам коммерческого учета, электроэнергии, технического учета, системы обмена данными с системным оператором, с УТП различным и все остальное. То есть зачем? Понятно. Это позволяет экономить денежные средства и это более удобно. Кому? В принципе, тоже понятно. Ну и перейдем к самому интересному. Это к конкретным примерам. Тому, что и как было на моей практике, когда побеждали одни или другие сторонники, скажем так, того или другого решения. Ну и так, первая ситуация. Нефтяная корпорация, достаточно крупная, имеет собственную энергетовую компанию. Энергетовая компания состоит из очень маленького штата людей и, соответственно, полностью входит в состав корпорации. Встал вопрос получения акта соответствия системы коммерческого учета электроэнергии в коммерческом операторе. Раньше все испытания проходили непосредственно на сервер энергетовой организации, доступ к которой открывался через московское представительство нефтяной компании. Все было замечательно, хорошо, пока не вступили в действие новые требования регламентов рынка, в соответствии с которыми теперь все испытания проходят непосредственно в здании коммерческого оператора. То есть необходимо организовать удаленный доступ из этого здания в здание, соответственно, офиса нефтяной компании, оттуда уже получить доступ до виртуального сервера системы коммерческого электроэнергии. Вопрос сам по себе достаточно легко решается, тем более, что не требуется, например, организация оборудования непосредственно с армоконтролирующей организации. Вполне достаточно принести некий ноутбук, поставить его в собственном здании, показать, все это дело определить и провести собственное испытание. Тем не менее, вопрос стал нерешаемым для данной компании. Судеб информационной безопасности начало заблокировать вообще возможности какого-то не было предоставления удаленного доступа до технологической системы с другой географической точки. К счастью, вопрос был решен спустя некоторое время. Организация не понесла как таковых убытков, но тем не менее, что и грозило. Во-первых, штраф 750 тысяч рублей, который наказал коммерческий оператор, во-вторых, по сути, лишение акта соответствия и лишение права торговли. А это уже десятки миллионов рублей в год, несколько сотен миллионов рублей в год, по сути. Очень дорого и абсолютно нерационально. Тем не менее, само решение было продано только с помощью руководства компании. То есть, здесь была яркая победа таких инвестиционистов, которые, в конце концов, потерпели поражение, но достаточно неплохо не сдавали свои позиции. К чему, по сути, нас участвует это решение? То есть, да, необходимо все-таки ориентироваться, в том числе, на техническую необходимость. Не обязательно следовать только нормам определенной информационной политикой, которая прописана в компании. И, возможно, в некоторых случаях стоит от нее отступить в соблюдение, разумеется, требований информационной безопасности, но не такого досконального и прямого, как это было реализовано на данном примере. Второй такой же пример, похожая ситуация, но уже несколько более печальная. Запад генерирующего объекта, по сути дела, это была небольшая солнечная электростанция. Инвестор была иностранная компания. Они должны были запустить генерирующий объект. Проблема стала с сетью. Отдельный канал связи для систем САТИАСО не был поднят и использовался корпоративный канал данных. Корпоративные службы просто заблокировали эту передачу данных, не объясняя ничего, в принципе, просто она была заблокирована еще в негативном соглашении, ничего подписано не было абсолютно. Пока, суть до дела, поняли, почему, собственно говоря, данные не идут, не происходит такой обмен системным оператором. Пока это все было выяснено, пока подписаны соответствующие нормы, прошло несколько месяцев. Все это вылилось в результате недополученной прибыли в размере 25 миллионов рублей в год. Просто кто-то кому-то не задал вопрос, который должен быть сказан. Кто-то кому-то не сказал очень важные и нужные слова. Информационная безопасность в принципе ни при чем, если честно. И удаленный доступ как таковой здесь тоже ни при чем. Но при этом сам факт недосказанности между действием технических специалистов и специалистов по организации связи привел к такой проблеме. То есть третье лицо не получило доступ к системе и, соответственно, в результате система по сути не заработала. Необходимо учитывать регламентные строгие меры при работе с предоставлением удаленного доступа. То есть АТИАСО это по сути сама система себя представляет системой технологического обмена данными с системным оператором рынка электроэнергии. То есть само ее предназначение этой системы в передаче данных третьим лицам и с предоставлением удаленного доступа до соответствующего оборудования. И, ну, честно говоря, выглядит маразмом, то есть как бы блокировка этой системы. Тем не менее она была произведена и это как бы стало одной из причин получения убытков со стороны предприятия. Третья история тоже достаточно интересная, но более понятна, наверное, многим из присутствующих. Это одна генерирующая компания закупила достаточно сложную систему АСУТП для управления котлами. Все было замечательно, все было предусмотрено, казалось бы, но внезапно вылезло дополнительное оборудование, определенное в части именно системы управления, технологические системы информационные, которые, к сожалению, подрядчики не смогли настроить. Для этого требовалось привлечение производителя. Производителем была компания из Австрии, хорошая компания, без сомнений, с ней даже должно договориться, что в случае предоставления удаленного доступа до соответствующего оборудования они произведут наладку и это ничего не будет стоить ни заказчику, ни подрядчику. Все было замечательно, но все-таки специалисты предпринимательного безопасности заявили, что они не будут предоставлять удаленный доступ до технологической сети, пока она соответствующим образом не будет аттестована, не будут произведены все необходимые мероприятия по данному факту. Не знаю, чем они руководствовались, цена вопроса составила 250 тысяч евро примерно, это именно столько запросили производитель для приезда своих специалистов в Российскую Федерацию. По-моему, вопрос был решен в течение двух дней, если мне память не изменяет, но, тем не менее, такие достаточно интересные, хорошие затраты в результате компания понесла. По-моему, можно было все-таки сэкономить денежные средства, которые все-таки даже с учетом общего бюджета стройки были достаточно значительными, просто пока, например, изолировав технологическую сеть кооперативную и предоставив доступ туда. Можно было создать какие-то дополнительные даже технические решения за эти деньги, которые позволили бы по сути дела организовать этот доступ, и это стоило бы гораздо дешевле, чем та сумма, которая в результате появилась. Но, опять-таки, кто-то не подумал, кто-то что-то не решил, кто-то с кем-то не договорился, в результате компания получила то, что имеется сейчас на данный момент. Еще три истории, немножко более интересные. Начну вот, наверное, с такой более жизненной. Технологическая сеть, соответственно, предоставила доступ в одной из подрядных организаций. Так как, по сути дела, никакой политики информационной безопасности в компании не было, компания достаточно небольшая, занимаются производством стекла, то, в принципе, решили, чтобы не запариваться и как-то обойти все требования, просто USB-модем ваткнуть, сервер, и дальше все будет хорошо. Ну, во-первых, технологическая сеть была неизолирована в оперативной сети. Вирус, шифровщик достаточно интересный, зашифровал практически все, что было. Спаслась только бухгалтерия, они были на отдельности на сети сидели, а также изолированные технологические системы, они тоже, в принципе, не пострадали. Все остальное было зашифровано, начато сообщение, Pirate Bay, все дела, мы потопили ваш файловоз, соответственно, просим там 25 биткоинов, я не знаю, какие-то такие суммы фигурировали. Пришлось устанавливать данные, к счастью, были определенные резервные копии, которые не пострадали. Тем не менее, фактически работа организации была на два месяца практически полностью парализована. Ну, наверное, в данном случае хотелось бы все-таки, чтобы какая-то информационная безопасность в данной компании появилась. К сожалению, она по-прежнему не появилась, сколько мы знаем, и, в принципе, ничего не поменялось. Но ждем следующей хакерской атаки данным направлением. Другая история, соответственно, тоже очень-очень распространена, когда подрядчику, в принципе, не дают удаленный доступ для обслуживания какой-либо технологической системы. На самом деле, сейчас это, ну, по сути, является необходимостью, особенно для разведленных систем. Никуда ты того не денешься. На моем примере тоже мои любимые нефтяники, соответственно, система большая, технологическая, разведленная. Была разработана достаточно интересная программа, которая подразумевала удаленный доступ до, соответственно, сервера, и плюс установка таймера перезагрузки каналообразующего оборудования непосредственно на местах. Все было замечательно, в принципе, предусмотрено, вот, но как бы привело это к тому, что информационный запас сказал, что мы не хотим, чтобы все-таки был удаленный доступ. Причем это не было в позиции того, что давайте доработаем систему, давайте поставим дополнительное оборудование. Нет, просто не будет, не будет. Давайте посчитаем другие бюджеты. Посчитали, 4 миллиона рублей больше, но зато 10 дополнительных рабочих мест. Все всех устроило, проект был реализован, то есть обслуживание началось системы. Насколько это было необходимо, другой вопрос, наверное, но, тем не менее, так это все и произошло. Ну и последний, тоже такой небольшой примерчик, тоже интересный, в последнее время очень распространенным является для технологических систем развертывание специализированных программных учений на виртуальных серверах. В том числе, проект был реализован для одной системы коммерческого учета электроэнергии, для нового предприятия был организован виртуальный СОД. Все хорошо, система двигалась, система была построена, все полностью функционировала. Да, направлялись, соответственно, на сбытовую организацию, дошли до этапа установления соответствия. Шикарно, замечательно, классно. Опять-таки, АТС говорит, что мы хотим удаленный доступ, до виртуального сервера безопасности его не дает проложить, говорят, делать отдельный физический сервер. Это вылилось, соответственно, в дополнительные проблемы из метрологии, это вылилось в пролет на два квартала в части допуска на оптовый рынок электрической энергии мощности. Он происходит раз в квартал, и у них полгода занял дополнительные процедуры. Ну и все, соответственно, в результате 20 миллионов рублей плюсом компания заплатила, и, в принципе, насколько я знаю, это еще не все поддержки которые не получили как таковой. Вот, в принципе, шесть таких историй, которые произошли, да, вот непосредственно я практически участвовал в каждой из них, так или иначе, мы связывались с нашим клиентом, где-то помогали, где-то помогали решать данные вопросы, но, тем не менее, по сути дела, они все связаны с недосказанностью между информационной безопасностью и техническими специалистами. И поэтому это главный момент, который есть, на который я хотел бы акцентировать внимание, это именно постоянное общение между этими двумя, скажем так, сферами безопасности и производства на объекте. Если между ними коммуникация не будет никаким образом развита, то ждите, собственно говоря, привет и гигантских ущербов в данном направлении. Ну и все-таки моя политика заключается в том, что ни в коем случае нельзя отказывать в удаленном доступе до технологических систем. Да, вот коллеги тоже пишут про то, что есть приказы, которые однозначно говорят, не допускается наличие доступа к программным аппаратным средствам. Но, понимаете, то же самое система коммерческого учета электрической энергии, про которую мы говорили, достаточно интересный такой вакууме как таковой, да, и вы попробуете еще оценить, к чему он относится, собственно говоря, и какое часть его оборудования куда иметь непосредственное отношение. Есть много достаточно хороших реализованных примеров кейсов, когда она выходила из под действия 239-го приказа, в принципе, не являлась как таковой, при этом система полностью функционирует, реально работает, и уровень инструкционного безопасности там гораздо выше, чем система, которая абсолютно вроде как изолирована, а потом туда воткнули USB-модем, и, собственно говоря, давайте что хотите, то и делайте. И не надо забывать все-таки, есть требования законодательства, которые запрещают доступ к удаленным системам, да, технологическим, есть также требования законодательства, которые обязывают осуществить этот доступ, и, как бы, в данном случае, как поступить, ну, это уже, извините, вопрос, ну, российского инженера, который так или иначе сможет полностью удовлетворить требования всего законодательства Российской Федерации. Ну, коллеги, у меня, по-моему, все, такой небольшой, маленький, практически отступ от вашей основной дискуссии. Да, спасибо. И, раз мы, собственно, уже один вопрос прокомментировали, одно высказывание, да, нашего участника относительно приказа, да, что 239-го, и здесь специфика именно тех процессов и требований, да, и системы требований к ним. Ну, вот вы сказали, что профилактировать возникновение ситуации таких, как вы описали, может налажено взаимодействие, да, между информационной безопасностью и IT, так я понимаю, да? Все так, да. И, ну, вот чуть-чуть детальнее про это, а какие здесь, так сказать, показатели здоровья этой, каким признаком мы можем судить, что, да, эта коммуникация действительно профилактирует. Ну, смотрите, коллеги, то есть тут, в принципе, есть достаточно большое количество там и обратных примеров, да, например, когда какие-то там смешные проекты в виде там реализации, там, я не знаю, установки там одного контроля по соединению с УТП, да, на подстанции приводится к согласованию IT-службами, ну, приблизительно на 7-8 месяцев, да, и все это время ячейка стоит без напряжения. То есть, вот вроде как взаимодействие пошло, да, а результата по-прежнему как не было, так и нет. Поэтому, в принципе, я считаю, что самым грамотным в этом случае будет являться все-таки подписание некоторой заранее политики предприятия в части обеспечения информационной безопасности в технологических системах. И причем, чтобы эта политика все-таки подписывалась, ну, и составлялась не только службами информационной безопасности, для которых будут, естественно, продвигать свои требования, но и все-таки службами эксплуатации и реально технической заинтересованности в данном вопросе. Дело в том, что вообще рынок как таковых технологических систем в Российской Федерации, он так очень сильно перезагружен нормативно. Он очень сильно перезагружен. Все эти метрологии, все эти дополнительные аттестации, аккредитации, испытания, все это приводит к тому, что система, которая создается в целом там за 1-2 месяца, да, технологически и полностью функционирует, в результате может эксплуатироваться там через год, например, да, ну это как бы в целом, в принципе, наверное, определенным людям в Западной Европе такое вообще в страшном сне никогда не приснится, что это возможно. А если мы еще дополнительно сами себе будем палки в колеса вставлять, да, то есть как бы одна служба помогает другой, ну тогда здравствуйте, приехали вообще по полной. Поэтому все-таки необходимо каким-либо образом подписать некий меморандум внутри организации, который четко бы разграничил вообще требования к технологическим системам хотя бы на данный момент. В предыдущий докладчик, в принципе, про то же самое говорил, что нельзя подписать и как бы акцентировать все внимание на постоянно изменяющуюся реальность в Российской Федерации. Это на самом деле так. Мы не знаем, что будет завтра с регламентом, не знаем, что будет завтра с приказами, то есть, ну не знаем, в принципе, такой информации не имеем, да. Вполне возможно, что у нас сейчас, вот видите, с октября новая модель коммерческого учета, например, задействовала Российской Федерации на оптовой улице электрической энергии и мощности. Ее хотя бы рекламировали год, да, но опять-таки, что такое значит год? То есть, как бы мы с вами до этого говорили о том, и внутри, подписав какие-то вот эти вот документы и сформировав какой-то алгоритм, хотя бы можно в целом уже немножечко начинать двигаться в данном направлении, хотя бы с точки зрения согласования общих технических решений, да, то есть, чтобы, если продвигаются какие-то технические решения с точки зрения информационной безопасности, да, чтобы они уже были выработаны, то есть, посуществовала некоторая политика в этой части, то есть, здесь мы ставим межритивые экраны, здесь мы полностью изолируем технологическую сеть от корпоративной сети, все, никаким образом они между собой не связаны никак, да, поэтому мы можем обеспечить здесь удаленный доступ. Здесь удаленный доступ мы обеспечить можем только с использованием там, тонких клиентов и всего остального, и то тоже только по определенным правам доступа, да, то есть, здесь обязательно двухфакторная аутентификация, а здесь система такая, что, в принципе, вообще начхает, даже, что кто-то зайдет, да, и кто-то там что-то увидит, он все равно ничего никогда в жизни не поймет и ничего-то не сможет с ней сделать, то есть, она позволяет только посмотреть, ну, и, как бы, и то не все, да, но при этом тоже удаленный доступ до нее так и иначе нужен. И подписав соответствующие соглашения, хотя проработав это по основным системам, которые требуются, уже можно о чем-то говорить. А особенно это касается и на тех систем, где все-таки удаленный доступ нормативно обязателен. То есть тот же самый САТИАСО, Система коммерческого учета электроэнергии. Если это не сделать заранее, то потом, ну, как бы, ты получишь большое количество неприятностей на одним из последних этапов, и будешь, собственно говоря, брошен назад. Какая-то акустическая завязка. Так, как вы относитесь к тому, чтобы такая политика включала бы в себя и применение диодов данных, вот спрашивает наш участник Роман. Так, оптических, а не программных. Сейчас много об этом говорится. Говорится, что в Европе это зачастую есть и в требованиях. Вот, у нас, вроде бы, пока нет этого в требованиях. Так, ну, как вы относитесь к диодам данных? Ну, коллеги, понимаете, все зависит от, в принципе, обоснованности экономической применения того или иного оборудования. Вот, в принципе, я смотрю, что коллега тоже пишет как раз про старые системы, про старые оборудования, да, о чем мы говорили ранее в данном формате. Есть системы, которые, в принципе, являются важными и нужными, являются обязательными, но при этом они не приносят денег компании абсолютно никаким образом. Они просто должны быть. Если эта система есть, ну, зачем тогда вот систему, на самом деле, вкладывать какие-то бешеные деньги для того, чтобы терминализовать эти удаленные доступы, использовать диоды данных, все остальное. Да, это возможно, как бы, и, наверное, так это даже нужно, чтобы это было использовано. Но, как правило, действительность такая, что в России все старые системы, а большинство СУТП, особенно в энергетике, это старые системы, будем честны, очень старые, которые создавались где-то еще до 2010 года. И сейчас их пытаться модернизировать, прямо поставить полностью современные рельсы, это фактически невозможно. Особенно в условиях кризисов как мирового, так и полупроводников, так и всего остального. И каждое решение, которое, по сути дела, пробегается, оно должно быть полностью экономически оправдано. Если мы считаем, что риски от использования удаленного доступа до какой-либо СУТП превышают ту сумму, которую мы будем зарабатывать, предоставлять удаленную СУТП, значит, необходимо от этого удаленного доступа отказаться. Все очень просто. Если мы не можем это оценить, то есть если на самом деле это СУТП стоит гигантских денег, и даже там малейший сбой приведет к полной остановке производства, которое производит миллиарды рублей, ну о чем мы говорим, о какой экономии 1 миллион рублей на подрядчике, который, собственно говоря, не будет приезжать на какой-то датчик из этой системы. Ну это просто смешно и несерьезно. То же самое диоды данных. Система коммерческого счета электроэнергии, это в принципе не окупится никогда. В САТИАСО, ну, наверное, в целом да, но, с другой стороны, системный оператор никогда в жизни не пойдет для того, чтобы это реализовать. По СУТП, здесь уже надо смотреть конкретно, какое СУТП и какое производство идет. Большинство, опять-таки, СУТП, которые сконцентрированы в рамках аналогии графического объекта, я считаю, что это тоже абсолютно ненужным и дорогостоящим решением. Для географически распределенных, для нефтянки, для угольщиков, да, согласен. Это, наверное, будет иметь экономический эффект, и на самом деле это надо просчитывать. Но, насколько я знаю, пока применение в России таких систем, в принципе, отсутствует как класс. Спасибо. Это время, это вот окно возможностей, да, подготовку, для того, чтобы детализировать сферы ответственности служб, для того, чтобы в дальнейшем меньше трения возникало. Вот, ну, казалось бы, тезис очевидный, но практику такую, ну, либо немногие имеют, да, либо немногие делятся, как вы к ней относитесь, да, и что здесь важно, вот для того, чтобы профилактировать ситуацию, о которых вы рассказывали, что важно в плане уточнений, детализации сферы ответственности сделать. Так, коллеги, слышно, да, сейчас? Смотрите, на самом деле я полностью согласен с такой практикой, но вот, опять-таки, небольшой случай из жизни, да. Вот еще буквально пять лет назад у нас был один единственный клиент, который попросил четко разграничить сферу ответственности в части IT-оборудования и сферы доступа, контроля до каждого элемента, по сути дела, сети. Это была тоже нестенная кампания с иностранным участием, все было красиво, замечательно, подписано на бумаги, соответственно, был там целый меморандум, его подписывало, если не память изменяет, порядка 20 человек, при условии, что стоимость договора составляла, ну, что-то порядка 400 тысяч рублей в год, примерно так, то есть, сами понимаете, что, в принципе, наверное, время, которое потратили эти люди на подписание этого документа, превышало стоимость договора. Документ был подписан, соответственно, долго все это существовало, система работала как часы, вопросов нет, вот в июле этого года она сломалась, к сожалению, сломалась, причем именно на уровне IT-инфраструктуры. Мы подняли этот документ, соответственно, с коллегами обсудили, что все должно быть, но вот есть одна проблема, то есть, помимо нас, его подписывало еще порядка 7 подрядных организаций, которые отвечали за каждый уровень сетевой инфраструктуры в данном проекте, из этих 7 осталась одна, мы. Все остальные организации исчезли, сферы ответственности потерялись, люди, до которых можно было хотя бы позвонить, что-то уточнить, исчезли, но, по сути дела, документ, который мы подписали, стал абсолютно бесполезен в текущих реалиях. Наверное, его проблема в том, я, в принципе, вижу это, в том, что он не обновлялся на протяжении вот этих вот лет, он, в принципе, как существовал в таком виде, так он и существует. И поэтому, наверное, надо не просто использовать окно возможностей для того, чтобы создать документ, который регламентирует эту самую сферу ответственности, нужно еще регулярно его обновлять и актуализировать. А вот с этим очень большая проблема, особенно, когда все работает и ничего не надо трогать. Вот тогда вот мы, собственно говоря, приходим к большому количеству проблем. Если даже как-то там периодически ломается, все равно все как-то знают, имеют контакты, кому позвонить, что какой-то вопрос решить, кто за что ответственный, есть понимание. А вот если все работало, а потом внезапно перестало работать, вот тогда эта проблема, и вот она уже, к сожалению, как правило, является практически нерешаемой для нашего менеджмента в текущих условиях. А так я целиком реализую данное решение абсолютно полностью, но его необходимо все-таки актуализировать, что-то помните. Спасибо. Ярославль, спасибо вам. Всего доброго. Очень хотел бы видеть вас в нашей дискуссии. Это буквально через одно выступление. Спасибо. Очень здорово. И чувствуется, да, как такая хорошая, богатая, я бы даже сказал, изощренная практика. Вот, и в хорошем смысле этого слова. Очень здорово. Спасибо, Ярославу Мировенко. Сейчас приглашаю в эфир Евгения Козлова, руководителя направления информационной безопасности группы ГАЗ. Тема выступления – система безопасного удаленного доступа для сотрудников, опыт реализации подводной камни и ошибки. У нас сегодня день богатый на уроки, наблюдения, выводы, и это очень ценно, это очень здорово. Спасибо, что выбрали такую тему, Евгений. Я вас вижу, добро пожаловать. Добрый день, коллеги. Да, это вторая тема в сегодняшнем дне, поездки, да, и схожая по Игорю Балахшу. Но, тем не менее, давайте я скажу также о истории создания удаленного доступа, да, в группе ГАЗ. Может быть, это будет полезным, соответственно, какие-то выводы общие мы с вами сделаем. Итак, пару слов о предприятии. Также большая, достаточная компания. Присутствует в 13 регионах, субъектах Летинской Федерации. Порядка 15 тысяч пользователей информационных систем. И, наверное, перейдем сразу к вопросу текущей поездки. Вот как мне понравился, Ярослав назвал изоляционно низкая партия, да, вот такой термин интересный, я его запомнил. Есть такая определенная черта, и вот у всех, наверное, это вот 20-й год, да, это когда началась пандемия, но, тем не менее, будем держать это в уме, что мы жили раньше по-другому. Но вот до 19-20-го года у нас была определенная концепция удаленного доступа, как раз основанная на минимализации его как такового удаленного доступа. Чтобы получить удаленный доступ, необходимо определенную последовательность согласований выполнить, и она предоставлялась только по производству необходимости. также она предоставляется топ-менеджерам, да, там более защищенные интерфейсы, более защищенная среда, это среда виртуальных рабочих столов, плюс безопасность на мобильном каком-то устройстве личном. Удаленный доступ для работников предоставлялся к выбранным сервисам, то есть опубликовался какие-то определенные сервисы, приложения, которые необходимо было получить доступ, и они использовались. Для контрагентов также был представлен удаленный доступ по такому же принципу, то есть удаленный доступ к каким-то сервисам, к каким-то информационным ресурсам через какие-то средства контроля. Ну и для администраторов есть и был некий VPN-соединение, которые предоставляли более полноценный доступ к каким-то сегментам корпоративной информационной системы, да. Начался 2020 год, началась пандемия, соответственно, концепция, которая существовала у нас до этого, она в принципе не способна была обеспечивать те объемы, те потребности, для полнофункциональной работы такого количества персонала, да, на удаленном формате. И вот в короткие сжатые сроки была разработана некая концепция, IT-концепция, которая позволяла, позволяет подключать к работникам, пользователям, конечно, личных, со своих личных каких-то устройств, компьютеров, домашних компьютеров, да, через RDP, по определенному протоколу, да, по одному протоколу, как рабочего компьютера уже непосредственно для решения каких-то производственных задач. То есть концепция была сделана достаточно быстро, где-то за, насколько я не ошибаюсь, за две недели. Мы проработали и совместно с IT-специалистами она была внедрена. Соответственно, в ходе работы вот в таком ключе, это был 2020 год, это начало 2021 года, да, уже сейчас удаленная работа не такая полная масштабная, но вот мы получили определенной информацию, да, по этому формату, получили новые риски, скажем так, да. А что мы видели в процессе работы работников? Ну, первое, что видели, соответственно, концепция – это личные устройства, это, возможно, отсутствие каких-то средств защиты, это использование в домашних развлекательных целях, соответственно, вируса и еще что-то, да, и как следствие подключение с такого устройства, ну, это не очень правильное решение, да, с точки зрения концепции, да, и, соответственно, возросшая нагрузка на VPN-шлюзы, на IPS-блэйды, система чекпоинт. Риски существуют, пропуск негативного трафика в случае самозащиты, опять-таки, да, система чекпоинт. Немалый важный вопрос вот для нашей организации – это вопрос вот пожарной безопасности, потому что компьютеры в офисах расположены в различных зданиях, и офисные какие-то здания, и производственные знания, и вот рабочий компьютер 24 часа в сутки – не очень правильная, как бы, концепция, да, это есть риски пожарной безопасности, поэтому вот такой риск я тоже озвучиваю. Говорили, наверное, не раз, и такой термин «размытый периметр», да, он размывается, он расширяется, то есть существуют, появляются дополнительные какие-то риски, да, по контролю потенциальной информации. Возросла нагрузка на ИБ подразделение как таковое, это по анализу защищенности периметра, проверку корреляции логов, мониторинг сотрудников, все это, ну, достаточно требует времени на, требует времени на систематизацию и выработку каких-то комплексных решений по работе сотрудников, поэтому, ну, вот, скорее всего, вот это вот, все, что случилось с нами, да, с мировым сообществом, это сподвигло, наверное, всех как к какому-то, являлось каким-то катализатором к применению, или, если мы раньше смотрели в сторону каких-то средств информационной безопасности, да, еще присматривались, да, думали, то сейчас это уже задача, что сейчас это уже является задачей. Важный такой тоже момент, провели, постоянно проводим тренировки обучения работников, да, вот с точки зрения информационной безопасности, есть и курсы информационной безопасности, ежегодные проходят работники, и новые сотрудники, которые приходят на предприятие, знакомятся с этими курсами, но, тем не менее, вот провели таргетированную рассылку с темой рассылки удаленный доступ под якобы от IT-службы, да, и, в принципе, сообщения все были, маркеры, что это не является корпоративной рассылкой, они были предоставлены, но, тем не менее, показал рост таких сотрудников, да, которые перешли посылку и ввели свои дефекционные данные по сравнению с логичными рассылками прошлых периодов, что, наверное, свидетельствует о неком изменении сознания, когда работник находится, на мой взгляд, когда работник находится дома, да, уже находится в каких-то других условиях, не в корпоративной среде, а, возможно, длительность теряется, и поэтому, ну, отсюда вытекают, опять-таки, какие-то напрашиваются выводы по применению дополнительных систем безопасности, связанных с защитой инфекционных данных, ну, то есть, человек как был, так является самым слабым звеном в форпосте информационной безопасности. Ну, ошибки, я, если, какие вы, какие ошибки мы выявили, да, то, ну, как бы, не ошибки, то есть, то есть, решение, которое, опять-таки, было в основу концепции, да, это было развернуто и опробировано вот за две недели, и с точки зрения IT и базовой безопасности, да, но сейчас оно потребовало дополнительные технологические системы, которые требуются на выбор, да, это не так-то просто сделать, нужно выбрать, оттестировать, произвести бюджетирование и внедрение, да, вот отсутствующие, ну, допустим, если базовые системы системы, да, как я вот ручку приоткрою тайну, да, что вот до сих пор мы пока находимся в стадии выбора, и те моменты, которые мы проводили, сборы корреляции логов, нам проходило, приходилось проводить в ручном режиме с некими, с различными источниками информации, что, соответственно, не очень облегчало наш трос, скажем так, да. Также вот для нашего предприятия, вот промышленное предприятие, я не знаю, как для других предприятий, но в нашем предприятии контроль работников в части соблюдения мер трудовой дисциплины также важно, и офисный работник в целом должен также выполнять и соблюдать меры трудовой дисциплины, это время начала рабочего дня, время окончания рабочего дня, ну и в рамках мониторинга работника, который находится на удаленном формате работы, очень важно получить было от него некую обратную связь, как он себя чувствует и все ли задания, которые руководитель до него доводит, он получает. И совместно вот с IT-службой был тоже, опять-таки, разработан некий портал, я не знаю, может быть это какой-то лайфхак будет, уже прозвучит порталы для работников, которые находятся на удаленном формате работы, которые должны были в начале рабочего дня проводить свою регистрацию, то есть как время начала рабочего дня, это как человек прошел через систему контроля доступа, да, начало рабочего дня, он отмечал время обеденного перерыва, но это было там по желанию, как бы, да, больше можно было не отмечать, но первое, вот я на слайде показываю, да, начало рабочего дня и завершение рабочего дня были обязательные моменты и также обязательный атрибут, это была температура работника, то есть важно оценить его состояние, да, и отчет о выполненной работе за день, ну, такой достаточно интересный портал, который достаточно тоже помогал нам понять, все ли хорошо с работником и нам, и кадровым ресурсами, соответственно, я здесь представляю подразделение там информационное и защитный ресурс. Также у нас еще представлены журналы температуры, которые работник заполняет в течение рабочего дня, ну, это как бы для большей информации. И, соответственно, есть группа отчетов, да, отчетности, которая также позволяет получить информацию о поработнику и поработникам, если вы руководитель подразделения, там, да, с точки зрения его самочувствия, работоспособности. И также этот портал, он используется для автоматизации вывода работников на удаленный формат работы. Существуют определенные, сейчас по законодательству существуют определенные категории работников, которые должны присутствовать в удаленном формате работы. И через работников кадровой службы эти данные вводятся на портал, соответственно, таким образом дальше они попадают в информационную систему, где в автоматическом виде им предоставляют соответствующие полномочия. Дальше, коллеги, вот здесь, как бы, общий такое выступление заканчивается, и я бы хотел немножко подискутировать с вами, вот, открыл исследование HeadHunter и посмотрел по по исследованию 2020 года, это по теме удаленная работа, и я очень был немножко удивлен следующими цифрами. Ну, удивлен, хотя не то, что удивлен, но 2020 год именно стал таким переломным моментом, когда, вот, видим, что у 73% эспондентов удаленка появилась только во 2020 году. В принципе, вот именно 2020 год это такой катализатор будет, будет, на мой взгляд, вот, всех информационных систем с следующего периода. момент очень тоже интересный, что, честно говоря, что международная компания, я думал, что у них достаточно больше уровень работников на удаленном формате, но, вот, посмотрев статистику, в принципе, у нас только 22% нету вот такой возможности на 2020 год. С точки зрения информационной безопасности, да, вот этот слайд не заинтересовал, опять-таки был опрос респондентов, из которых, которым дался вопрос, по каким отраслям им бы хотелось работать удаленно. И вот, 77% IT – это разработка, да, IT – это работник, который имеет изначально привилегированные полномочия, ну, то есть, нам надо понимать, да, вот этот вот момент управления персоналом – это вопросы, связанные с персональными данными и законодательствами, и управление вот закупками – это вопросы с защитой какой-то кофициальной информации, тендеры и другие моменты. То есть, вот, достаточно такие интересные маркеры, которые должны сейчас уже, ну, то есть, нам дают понять, что жизнь изменилась не в том числе с приходом, там, каких-то здравоохранения, да, но и с точки зрения изменения сознания у людей, то есть, люди попробовали, бизнес попробовал работать удаленно, и ему это понравилось, и нужны соответствующие IT и ИБ решения, которые будут, позволяют это делать безопасно, да, и комфортно, и комфортно. Опять-таки, да, что у нас дальше тенденция на удаленную работу, она сохраняется, и сейчас мы готовим уже изменения в нормативные документы наших предприятий по удаленному формату работы, это будет уже производственная необходимость в таком массовом масштабе. Кадровая служба, персонал вышли с инициативой по трудоустройству работников на постоянный формат, то есть, они берут штат, уже хотят брать штат пилотных IT-специалистов на удаленный формат работы, это определенные также риски. Ну, и что, соответственно, необходимо делать, это постоянное обучение работников на удаленном формате работе, потому что, как такового его, ну, проводилось, оно проводилось, но не структурировано, да, высылались какие-то определенные регламенты, какие-то брошюры, да, но вот какого-то такого обучения оно не ководилось. Особенности ибо гигиены, да, то есть, нужно акцентировать работникам на данный момент, и, соответственно, внедрение дополнительных средств информационной безопасности также оно должно быть соответствующим, да, но, опять-таки, информационные средства безопасности должны обеспечивать комфортный режим работы работников и должны действительно быть полезны с точки зрения какой-то отчетности и интегрированы в какой-то общий периметр средств информационной безопасности. Это, ну, очень сложно, когда очень много информационных систем или большой-большой-большой объем IT или территориально распределенных площадок, то это все очень сложно делать и с точки зрения этого долго делать. Вот. Коллеги, у меня все. Спасибо. Евгений, спасибо большое. Давайте не будем убирать вашу презентацию, не вот эти слайды последние, они нам обязательно пригодятся для дискуссии. Вы очень интересные, на очень интересные тенденции обратили внимание. Давайте немножко вопросов к вашему выступлению. Вот Александр Пазин интересуется сотрудникам ГАЗ в удаленной работе необходимо иметь компьютер для доступа к порталу, формам отчетов, прочим сервисам или поддерживать также работа с личных мобильных устройств? Работа с личных мобильных устройств, вот в этом суть вопроса. Поддерживается? Ну, с личных мобильных устройств вы можете использовать только ограниченное количество сервисов, в основном это электронная почта. Ага. Ага. Так. И заменяет ли портал почту сотрудникам во время работы на удаленном доступе? Ну, видимо, уже с компьютера. Портал он предназначен для регистрации работников, для, больше для руководителей, для контроля какого-то. Ну, интересно, что вы взяли именно вот подобную модель, то есть не стали снимать, так сказать, какие-то поведительские характеристики автоматически с помощью агентов, а у вас такая саморегистрация получается сотрудников. В этом есть смысл. Хотелось, чтобы вы прокомментировали, но я вот вспомнил выступление висепрезиента Рафайзенбанк, который, говоря об удаленной гибридной работе, сказал, что там одно из главных требований было это создание атмосферы доверия, потому что на удаленке, если нет доверия, нет слаженности, и многие тогда вещи идут плохо. прокомментируйте, пожалуйста. Ну, согласен, согласен. Здесь очень сложно. Вы понимаете, у каждого свои показатели эффективности. Если, допустим, у IT это одни, у персонала это выставить как раз доверительные отношения и нормализовать какой-то климат в коллективах, у ИБ или у службы безопасности, ну, немножко другие есть показатели эффективности, да, и я думаю, что у них это не так, как вы сейчас сказали, да, есть моменты, которые у них в приоритете, и вот они будут это отслеживать всегда. То есть роли разграничены, скажем так, да, вот одни выстраивают, другие контролируют, и это, наверное, правильно, поэтому, ну, давайте, кадровую службу будет выстраивать там доверительные отношения или руководитель бизнеса будет понимать, какие там моменты нужно, как правильно организовать производственный процесс, либо какой-то еще, да, социальные моменты какие-то, а ИБ или там безопасность будет контролировать. – Ну, я просто увидел признак именно такой мягкой, мягкого инструмента в системе саморегистрации сотрудников, когда пришел, когда ушел, когда… – Ну, это важно, чтобы работник, ну, самостоятельно сделал с точки зрения, а посмотреть, что у него все хорошо в системе, это для IT-специалиста, для helpdesk важно, да, что у него все работает, да, он заранее подключается, если какие-то у него проблемы есть, он их заранее решает, да, связывается там с helpdesk, там, и вот, плюс это некий, ну, действительно средство контроля, которое не автоматически откуда-то забирает время включения компьютера, да, а как-то вот живое такое средство. – А сколько вы эту систему применяете? Ну, больше полугода, да? – Ну, вот, наверное, да, мы внедрили через месяц после ухода на удаленку, да, и вот сейчас у нас она обросла какими-то средствами автоматизации и отчетностью, поэтому, ну, такая полезная штука. – Да, очень интересно, потому что сегодня речь уже заходила о разных поведенческих паттернах, то есть, конечно, у вас там интересные данные могли образоваться, показывающие, как сдвигается рабочий день, там, как, ну, вообще, так сказать, должна была возникнуть интересная картина, есть ли выводы, вот, как меняется картина рабочего дня или взаимодействие, вот что показывает эта система регистрации, куда, так сказать, векторы направлены, или что там есть интересного? – Да нет, слушайте, ну, там она не может показать больше, чем в нее ввели, как бы, да, там есть определенные поля, и поэтому, ну, вот, все, это… мы не можем требовать от этой системы больше, чем она, ее функционал предусматривает. Я рассказал только лишь о механизме, который есть у нас, дополнительный к традиционным механизмом контроля работников, да, который, наверное, есть в информационном, любых крупных предприятиях, там, как DLP-система, да, которая там, что-то там, какие-то информационные потоки контролирует, это, ну, это другие моменты, которые, как бы, связаны. Здесь больше социальный какой-то подход, ну, скажем так, от работника, идущий от работника, да, вот. – Понятно. А спрашивают, какие мессенджеры разрешены? Ну, могу немножко переформулировать вопрос. Здесь у вас какой-то внутрикорпоративный мессенджер сделан или разрешено, там, часть сотрудников пользоваться общедоступными? – Ну, да, конечно, это же корпоративный мессенджер, корпоративная почта, это вот еще некая старая система, называется Skype for Business. Относительно старая, потому что сейчас пришел на смена Teams, хотя тоже, как бы, уже не новый. – Да, так, хорошо. Что у нас со временем? Давайте так, я попрошу ваших, ваших коллег подключаться к чату, вы, пожалуйста, не отключайтесь, и мы начнем со слайда вашей презентации, если позволите, я вот сюда, вот на этот слайд приведу. Приглашаю в эфир Сергея Попцова, Илью Горюнову и Дениса Морозова «Афи Дистрибьюшн», Юрия Бражникова «СВЗ Клауд», Игоря Балычева «Нарникель», Ярослава Мироненко «Росгрупп». Так, также у нас, у меня в списке есть Александр Файзулин «Уралхим» и Алексей Погомолов «Медси». Будем рады вас видеть, тоже, пожалуйста, подключайтесь. Так, пока подключение выполняется, да, вот приятно видеть Александра Файзулина с нами, так, ждем и остальных участников дискуссии. Я пока объясню, почему я вот этот слайд решил в начале дискуссии показать, потому что Евгений Козлов, на мой взгляд, выбрал очень интересные и дал очень интересные характеристики к этим цифрам. Действительно, IT-разработка, привилегированные пользователи, маркетинг, персональные данные, юриспруденция, ну, как минимум, какая-то там, или коммерческая тайна и так далее. Управление персоналом, тоже, как минимум, персональные данные. Цепи поставок, ну, да, сейчас, я думаю, все знают, что последние атаки, это именно атаки через цепи поставок, да. Вот, то есть, казалось бы, все эти направления работают с чувствительной информацией, зачастую очень важной, и именно они составляют топ-5 дисциплин, которым, ну, или функции, да, которым важно иметь возможность работать удаленно. Вот это очень интересная характеристику дал Евгений Козлов с точки зрения именно проблем или вопросов, вызовов, которые эта ситуация создает в информационной безопасности. Силу чувствительности данных каждых из этих групп. Ну, только производства мы здесь, пожалуй, не наблюдаем, да, и финансов. Ну, из таких. Да. Вот. И, скажем, вот у меня ко всем вопрос, действительно, наблюдая такую картину, что, по большому счету, требуется в планах развития, в стратегии менять, да, что нужно дополнять, и в части взаимодействия с IT и с бизнесами, поскольку это похоже как раз на новую реальность, ну, собственно, как это и рассказывал нам Евгений Козлов. Евгений, правильно я вас зацитировал, да? Да. Евгений Козлов. Евгений Козлов. Вот очень бы хотелось вашего отношения тогда вот к этому сдвигу, это действительно мощнейший сдвиг. Ну, shift, да, в английском любят, я решил то же слово, но по-русски. Пожалуйста, Игорь, как вы смотрите на это? И команду прошу подключайте других участников дискуссии, пожалуйста. Да, коллеги, ну, я смотрю на это с точки зрения, прежде всего, сохранности активов компании, и, конечно, при определении, при взаимодействии с IT важно, прежде всего, выработать те критерии, по которым мы определяем, могут ли пользователи того или иного подразделения вообще пользоваться удаленкой. Ну, например, очевидно, что совершенно исключено предоставление удаленного доступа для администраторов компонентов этой инфраструктуры. По крайней мере, напрямую это делать без каких-то дополнительных наложенных средств контроля, ну, типа записи действий администратора неправильно. Точно так же нужно определить все те каналы утечки, по которым информационные активы, так или иначе, могут быть переданы третьим лицам. И, конечно, желательно стремиться к целевому состоянию, при котором пользователи будут иметь некий терминальный доступ. То есть в тот момент, когда они подключаются к инфраструктуре удаленного доступа, они могут работать с этими активами. Когда они отключаются, они не могут на своем компьютере работать. То есть, конечно, не всегда это получается, всегда, конечно, есть возможность там какого-то визуального наблюдения, есть возможность там сфотографировать на телефон. Но тут нужно понимать, что сфотографировать на телефон можно и в офисе, можно в совершенно любом месте, и все каналы утечки пресечь невозможно. Поэтому я бы отталкивался от категории информации, с которыми работают пользователи, от характера их работы, и именно таким образом выстраивал отношения с IT, при котором они четко понимают, какие пользователи могут идти на эту гибридную или удаленную работу, а какие нет. – Да, спасибо. Александр Фазулин, поскольку вы сегодня не выступали, я хотел бы вас, так сказать, активировать и попросил бы прокомментировать то, что мы сейчас видим на слайде. – Да, коллеги, добрый день. – Да, добрый день. – Честно скажу, вот эти цифры я вот и сегодня их увидел, и вообще по-хорошему из каждого утюга последние уж точно полгода они рассказывают, что вот у нас новая реальность, там все на удаленке, все от этого без ума. Но что я наблюдаю? Я наблюдаю то, что вот находясь у нас в офисе и вообще вот у нас офис находится в Сити, перемещаясь по деловому центру, я вижу, что народу больше, чем было до пандемии. Если оценивать вот эти вот цифры, ну, понятное дело, в Сити уж точно не производство, никакое находится, цехов нету. Здесь как раз все вот эти вот люди, которые вот в этих пяти категорах представлены и работают. Но тогда, если было бы сильно так, то три четверти как бы офиса бы пустовали. А сейчас народу не просто вот столько, как раньше, вот даже больше. То есть я не знаю, откуда берутся все эти цифры, но я наблюдаю и по нашей компании тоже, что удаленка она, мягко говоря, не зашла. Не зашла ни работодателю, ни работнику. Потому что работник, с одной стороны, оценил, что он в итоге из-за этой удаленки формально получается работать даже больше, чем если он находится в офисе, потому что у него рабочий день размазывается, условно говоря, с завтрака и уходит далеко за ужин. А работодателю некомфортно, потому что неудобно проводить эти встречи с глазу на глаз. И стало понятно, что достаточно много вопросов решается в личном беседе, условно говоря, у кулера. Поэтому все поигрались в эту удаленку, по моим ощущениям, и решили, что давайте мы вернемся обратно в офис. Да, мы все научились с этим работать. Как рассказал правильно Игорь, мы внедрили все необходимые средства, ну, либо расширили их, если они уже были внедрены, просто отмасштабировали, связанные с дистанционным доступом для привилегированных сотрудников, связанных с терминальным доступом, смасштабировали услуги VPN, да закупили каких-то рабочих станций, с тем, чтобы у нас, ну, в смысле ноутбуков, с тем, чтобы у нас пользователи могли работать как бы находясь внутри компании, имея там VPN-подключение, чтобы техподдержка могла им оказывать сервис, в том числе удален, когда что-то не работает на компьютере дома. То есть, имея VPN, можно и сопровождать это рабочее место. Также вполне себе это покрывается и DLP-решениями, если мы переживаем о какие-то, о утечке каких-то там данных. Также покрывается это все тем комплаенсом и бешеным, которые там разработаны для компании, когда пользователь работает не на своем личном компьютере, а на корпоративном рабочем месте. Это что касается, собственно, если компания была готова и у нее часть работников всегда работала как-то удаленно, то отмасштабировать это в условиях пандеминистского труда, но то, что у нас там все уехали и не вернулись, нет, такого нет, все съездили, попробовали, очень многим по тем или иным причинам не понравилось. А то, что, да, есть, конечно, люди, которым это очень зашло, да, и безусловно такие есть, но таких очень как бы меньшинство, мягко говоря. Как бы так. Спасибо. Я рад, что у нас есть такая особая точка зрения, ну, по крайней мере, это нас возвращает, так сказать, к реальности. Действительно, у кого-то зашло, у кого-то не зашло, у кого-то в большей степени зашло, многие, конечно, крупные предприятия более консервативно к этому вопросу подходят. Ну, я вижу еще один смысл в этом слайде, который нам Евгений Козлов показал. Видите, это важный критерий выбора работы для людей до 40 лет, и сейчас достаточно большой кадровый голод, и, возможно, и раз это важный критерий в выборе работы, это будет также оказывать некоторое влияние на процессы, да, в организациях, которым нужно много работников. Так, хотелось бы еще комментарий к этому, пожалуйста, кто хотел бы сделать. Евгений, если у вас возникает все-таки, или это слайд, так сказать, ваш, в любое время, пожалуйста, вторгайтесь со своими комментариями. Спасибо, да, и вот, наверное, добавлю, вот Александр сказал, что не зашло, но, смотрите, здесь вопрос не то, что зашло, не зашло. Бизнесу никто не запрещает использовать гибридный формат работы, да, то есть, и, как бы, бизнес хочет предложить такой режим формата работы, то есть, когда вы можете находиться три дня в офисе и два дня дома. Это, на мой взгляд, еще дополнительно какие-то создают риски с точки зрения перемещения каких-то информационных систем. Но если вот у вас там ноутбук, да, там какой-то, да, и вам обязательно нужно делать какую-то безопасность, да, и вот чтобы, если там какая-то информация содержится, или чтобы он был действительно пустой какой-то там, да, что с точки зрения защиты информации вопрос, перемещения информации. С точки зрения, люди и привыкли работать, стали работать еще после работы, но вот имея формат удаленной работы, действительно, он сейчас перестал заканчиваться, в 6 часов, допустим, или в 5 часов, у кого как, и если есть какая-то срочная задача, то человек может и сделать ее доделать там дома, или в выходной день, или еще как-то, да. Поэтому здесь этот момент нужно понимать, и как показывает исследование все-таки, этот формат работы удаленный, он вот именно важен для молодого, я не знаю, как там, поколение там, Z, X или Y, как оно там называется, да, но для них это очень важно, да, и вот правильно с точки зрения Андрея, Андрея вы сказали, вот по информации от нашей кадровой службы сейчас многие IT-специалисты даже не рассматривают работодателя, если у него нет удаленного формата работы, потому что если он, ну, кадры не могут, ну, IT-кадры быть только в Москве, да, то есть, ну, или там в Санкт-Петербурге, или еще каком-то городе. Соответственно, вот, их сейчас не хватает, да, и специалисты, как бы, сейчас вынуждены как-то вот, находясь вот в IT-компании, тоже знаю ее, у них очень много локаций, которые до сих не закрыты, и как раз вот среди молодых специалистов, которые не хотят идти на полноценное сидение там в офисе, да, как говорится. Есть какие-то возможности гибридной работы, то тогда уже рассматривают, там, если они, там, могут приходить, там, на два дня в офисе, пообщаться с руководителем, и дальше им спокойнее программировать, там, или еще что-то делать, потому что в OpenSpace зачастую нету тех комфортных условий, либо они вынуждены, там, такие интроверты, что они уходят в себя и работают плодотворнее дома, да. Ну, то есть здесь вот, это может быть процент, он сейчас не такой большой, но, тем не менее, такие потребности есть. Спасибо большое. Спасибо. Так, кто хотел бы комментарий по этому поводу сделать? Юрий, вы? Так. Да, можно. Значит, я бы хотел вообще отвязать дискуссию от пандемии, потому что, на самом деле, удаленная работа была до нее, она существует, она немножко скакнул, ну, скакнул существенно во время, но она продолжится и после, и, естественно, будет в любом случае, не зависит от, там, бактерий и всего прочего, этот сегмент удаленной работы будет расти. Поэтому главное, чтобы система, которую выбирали, позволяла не в пожарном порядке, а в рабочем порядке подключать людей и удаленно, и, соответственно, внутри, и, соответственно, это не создавало проблем ни для IT, ни для безопасности. Вот и все. Поэтому, как бы, действительно, ряд работ невозможно выполнять дома, но ряд работ, наоборот, более эффективно выполнять издалека. И в любое время любой может уехать в командировку на месяц, да, ему уж по-прежнему необходимо доступ иметь к своим каким-то систему, чтобы там эффективно заниматься какими-то выездными работами. Поэтому, как бы, тут это просто опция, ее не стоит как-то сейчас выделять из, вообще из задач IT и ИБ, на мой взгляд. Так, ну, хотелось бы мнение вот коллег из Офи Дистрибьюшн, опять же, какого рода. Что вы видите, так сказать, в спросе, да, в кисах ваших клиентов, вот с этой точки зрения, да? Да, да, добрый день еще раз. Ну, я могу сказать про наш, про нашу удаленку. Мы полтора года что-то как разошлись, из Офиса всем понравилось. У нас теперь, кто из Турции работает, кто, ну, как-то по стоянку, кто из Польши, в общем, с нас как-то. И вроде как не собираемся, хотя офис есть в Москве, отличный офис. Ну, у вас тоже можно быть тысяч сотрудников. Да, да, пока нет, вот. А что касается то, что мы видим вообще, ну, к нам, естественно, приходят за такими решениями, потому что мы там давно занимаемся ПАМ решениями. Чаще всего, конечно, мы приходят за контролем аутсорсеров или своих разработчиков, которые сидят удаленно. То есть, ну, это вот понятная вся ситуация на рынке, не знаю, персонала, то, что в Москве окончились айтишники, условно говоря, девопс-разработчики, компаниям приходится пылесосить это со всей страны, значит, это сразу удаленка и все такое прочее. То есть, действительно, мы видим, как бы, обычные, ну, как бы, обычные специалисты, действительно, наверное, в 70-ти процентных случаях уже сидят на рабочих местах. То есть, вот, там, год назад еще все были, там, из дома подключались, условно, на наши, там, вебинары. Вот. Сейчас, как бы, ключевые, там, CIS, IT, там, как бы, штатные сотрудники, IT и eBay, они действительно на местах, там, 70-80% случаев, вот. Но у многих как раз есть запросы по поводу контролируемого доступа к системам для программистов, для каких-то аудиторов и аутсорсеров сейчас, насколько там, то ли тоже как-то более услуги аутсорсинга тоже, по-моему, наверное, растут вместе, вместе с этим. Просто потому, что, видимо, нехватка IT-специалистов сказывается на том, что иногда проще нанять компанию под, ну, для предоставления каких-то услуг удаленных, чем найти в штат, там, человека. Вот. Ну, я просто отдельно не высказывался по этому, потому что уже такое же мнение тут слышал от коллег, что, да, в зависимости от, то есть, IT-рынок, IT-специалисты, они действительно сейчас и в вакансиях сейчас уже пишут, что там приезд в офис раз в неделю хотя бы, например, или там полностью удален, к этим заманивают. Это, да, это… Я не думаю, что, да, это действительно не сильно связано с пандемией, это скорее связано с общим ростом IT-потребности в IT-кадрах. Так, хорошо. А есть ли вот в вашем спросе какие-то наблюдаются изменения, вот связанные с другими функциями, да, там, маркетинг, гироспруденция, управление поставок, потому что в каком-то смысле это тоже привлекированные пользователи, но не в смысле администраторских, да, хотя, вот если маркетинг взять, ну, много данных. Действительно, там новые бигдаты образуются все больше, да. И есть какой-то сдвиг, вот есть у вас запросы, там, применять памп-системы и для этих тоже? Ну, какие-то единичные вопросы были, там, как предоставить контролируемый доступ, там, к саб-системам тем же самым, вот. Ну, потому что это тоже такое, условно говоря, к нам, ну, вряд ли кто-то нам скажет, что вот у нас есть человек, который занимается цепью поставок, и вот нам нужен для него доступ. Ну, потому что это какой-то разовый случай, я думаю, что они этих, ну, самостоятельно решают их судьбу, вот. Как бы все-таки обычно приходит, что вот у нас есть группа, там, разработчиков или группы, там, людей, кто работает, там, в сапе или, там, вот, ну, что, что-то такое. Немножко добавлю, что, на самом деле, здесь мне кажется, заказчик сам определяет, да, Илья Гринов, сам сам определяет, каких порций, каким системам хочет, хочет отслеживать, и помимо, там, стандартных аминов, допустим, я помню, одно кредитное бюро загонялось их аналитиков в ПАМ-систему, потому что они работали с персональным данными, иногда сорок вам, и, вот, как и упоминал, страховая компания своих контрагентов тоже загоняла в ПАМ-систему, просто потому что они тоже работают с бизнес-критичным моралом. Спасибо. Ну, вот это интересное дополнение. Хорошо. В принципе, если по этому слайду все, то давайте мы уберем этот слайд, вот, и вернемся к теме, так сказать, дискуссии, которая у нас звучит таким образом. А с какой стороны ожидать наиболее серьезных угроз для безопасности удаленной работы и как их минимизировать, а вот здесь я, Александр Фальзулин, тоже хотел бы вашей точки зрения. Я понял из вашего выступления, что, ну, инструментально вы считаете, что здесь практически все на месте, то есть все есть, да, вопрос как правильно применять. Хотя, может быть, я неверно вас услышал. Ну, а все-таки откуда эти наиболее серьезные угрозы происходят и что с ними делать? Пожалуйста. Я считаю, что наиболее серьезные угрозы исходят из необходимости предоставлять, скажем так, первичный доступ к инфраструктуре большого количества людей, оснастить которых двухфакторной администрацией всех и сразу не представляется возможным. То есть у нас появляется, ну, если говорить грубо техническим языком, целая пачка вновь появившихся VPN-клиентов, которые подключаются, условно говоря, как раз со своими там доменными учетными записями, логинами, паролями. Соответственно, у нас вырастает, скажем так, поверхность атаки для потенциального злоумышленника, связанных с компрометацией учетных записей, там, путем прямого подбора, либо, там, социальной инженерии. И если мы говорим о применении, там, защищенного соединения, то есть когда пользователь работает из дома, сначала попадает в некий защищенный сегмент и там уже имеет доступ к своим рабочим инструментам, там, не знаю, 1С, там, ЦАП и так далее. Если мы говорим о том, что там в компании, например, какой-то нету возможности оснастить всех работников, занимающихся своими задачами на удаленке сегментов включениями, то это либо публикация, там, терминальных серверов, будь то RDP, будь то какие-то другие там решения на базе, там, Citrix или еще как-то, будь то, там, не знаю, в том же, не дай бог, конечно, публикация каких-то бизнес-систем, возможно, даже, не дай бог, со встроенной аутентификацией. Здесь, понятное дело, еще возрастает поверхность атаки, связанная еще с некими уязвимостями и сложностью контроля несанкционированных подключений к данным системам. То есть здесь основным решением, конечно, является, первое, двух аутентификация, второе, вот, PAM-решение, если мы говорим о задачах администрирования инфраструктуры из дома либо, там, разработки программного разрешения. И, опять же, оснащение всех по возможности клиентов VPN-доступом с, по-моему, встроенной доменной, там, учетной записью, с тем, чтобы можно было централизованно это контролировать через СМ, встроение ли, если у вас PAM данная услуга, либо SOC, если вы это где-то покупаете. Вкратце вот так. Спасибо большое, уважаемые участники. Я предлагаю сейчас заставку убрать, мы сразу с вами окажем, займем с вами, наше изображение займут главный экран, будем друг друга лучше видеть, поэтому, кто может включить камеры, включайте их тогда, да, и я прошу заставку свернуть. Вот так вот. Так, вот, намного, намного лучше видно. Продолжьте, пожалуйста. Вот нам подсказывает Александр Пазин, а что все-таки с большими облаками, да? Так, здесь. Большие облака. Ну, мой подход, я не претендую нисколько на, скажем так, истину, хоть в какой-то истанции, заключается в том, что мы рассматриваем облака как некую часть инфраструктуры. То есть, защищаем их, также подключаем к средствам защиты информации, к средствам, там, оповещения, и регламентировать доступ к и из облаков, тоже через наши единые центры контроля доступом, контроля трафика. То есть, это, скажем так, некий филиал или, там, не знаю, сот, который предоставляет не колокейшн, да, а вот просто серверы, как или, там, сервисы по подписке. для того, чтобы точно понимать, как у нас составляется доступ, как у нас входят данные, здесь мы стараемся, в первую очередь, понятное дело, завернуть весь трафик и, там, данных и служебную аутентификацию обязательно через наше встроенное, как бы, он-трем решение в данной части, включая, но не оградитесь в тот же план. Понятно. Ну, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Александр обозначил две основных проблемы, как я понимаю. Первое. Недостаточность или невозможность применения двухфакторной аутентификации. Ну и второе. Что было второе у вас, Александр? Контроль доступа. Да. Ага. Да. Так, согласны. Нет. Чем бы дополнили список, то есть, откуда исходят наиболее серьезные угрозы для безопасности удаленной работы? Пожалуйста. Как исходили от работника, так и продолжают исходить от работника. Несмотря на любую системы безопасности, да, ну, на мой взгляд, вы можете обложиться, так сказать, какими-то системами информационной безопасности, дорогостоящими. Если пользователи неграмотны с точки зрения основ информационной безопасности, то либо вы замучаетесь в событиях информационной безопасности, либо они не сработают, в результате ограничения, и можно получить какой-то инцидент. Поэтому здесь наиболее дешевый вид предотвращения угроз, я вижу в обучении как раз пользователей, это именно грамотности информационной безопасности, и если есть какие-то конкретные кейсы, то наводить эти кейсы до них, на базе конкретных примеров, показывать риски, в том числе из житейских примеров брать, связанных с физической безопасностью как гражданина, ну не то, что физической, как безопасностью гражданина Российской Федерации, там, банковская сфера, как его могут обмануть мошенники, и т.д., и т.п., и поплавно перетекать в корпоративную среду, чтобы он понимал, что это так же важно как бы корпоративную соблюдать требования, так же и свои личные требования безопасности выполнять. Спасибо. Спасибо. Хорошее дополнение, и мне нравится такая стратегия, так сказать, двигаться к сердцу пользователя через его личные интересы, да, то есть, как гражданина, потребителя тех или иных сервисов, услуг, и уже во вторую очередь корпоративные, да, то есть, те же принципы, но в корпоративной среде. Так, хорошо, окей, и подготовка, подготовка, повышение информированности, осведомленности. Кстати, 21-го числа будет выступать Андрей Нуйкин, он, который на протяжении двух лет ознакомит с такой очень интересной работой по повышению осведомленности в Евраз. Жду очень много от этого выступления, потому что последний раз он сообщал нам о том, что обучение, они дошли до пределов обучения, уже у них выделилось там значительное число сотрудников, которых они повторно отправляют на обучение, но их поведение не изменяется. И вот они работали над тем, чтобы какие-то другие способы применить. Некоторые способы напоминали барщину. Чтобы лучше запомнилось, то руководство санкционировало отработки таких сотрудников на службу информационной безопасности, на рутинные задачи. Ну, опять же, потому что это борьба за внимание. Ну, об этом 21-го будет подробнее, будем говорить. Ну, спасибо, это отличное дополнение. Так, какие еще здесь есть комментарии, пожалуйста, хотел бы их услышать. Я бы добавил, да, к тому, что сказали коллеги, тут вот чуть-чуть, может быть, вернусь назад, у нас в компании немножко другой опыт, у нас как раз-таки эксперимент с удаленкой признан удачным, и в офис не вернулись, все нету такого, что наигрались. Вот там лично по себе, вы видите, я сам из дома сижу и работаю, хотя, в общем-то, я занимаю руководящую должность. Кому как удобно. Конечно, какие-то подразделения вернулись в офис, им удобнее так работать. В основном те, которым очень важна вот это вот личное взаимодействие, ну, практически непрерывное, да, какие-то подразделения, которые там реализуют проекты, может быть. Вот. Но значительная часть сотрудников по-прежнему остается на удаленке, и вот там я по себе знаю, что это экономия там нескольких часов времени в день, и да, я стал больше работать. С одной стороны, просто физически, потому что день не такой нормированный, но с другой стороны, вот эти часы, они же сэкономлены, которые тратились там на дорогу. То есть теперь они, по крайней мере, тратятся полезно. Вот. И я ими могу так или иначе управлять. Этого мне не придерживаюсь не только я, а большое количество людей. Что касается угроз, то, конечно, мне кажется, что к тому, что коллеги уже сказали, двухфактор, это все правильно, и согласен с тем, что основной вектор идет от работника, это действительно верно. Наверное, такие решения, как EDR, Endpoint Detection Response, да, то есть это более совершенные антивирусы, по большому счету. Это системы, которые работают уже с таргетированными атаками на конечные станции, они очень важны, и я бы посмотрел в эту сторону. Второе, это функции постчеринга систем NAC. То есть если вы работаете по VPN, и, допустим, используете там решение, которое позволяет вам контролировать в том числе и программную среду удаленного компьютера, то, конечно, такие решения имеется нужно внедрять. Разумеется, все это можно внедрять только в том случае, если вы смогли оснастить своих работников корпоративными рабочими станциями. Конечно, это затратно, я понимаю, что не все это, не всем это, скажем так, не все могут себе это позволить, чисто финансово. Также MDM решение, то есть решение, которое позволяет также работать с ресурсами компании, при этом охранять в защищенных контейнерах. Вот, наверное, это тот спектр решений, который я бы, если мы говорим про технические решения, которые я бы применял. Спасибо. Так, спасибо. Есть ли еще дополнительные? Да, да. Дополнил бы чуть-чуть. По новому законодательству при переводе работника в удаленный режим работы компания обязана оснастить его всем необходимым для работы, в том числе, компьютер. Спасибо. Так, Юрий, да, да, кто хотел. Мы сейчас обсуждали разные, собственно, варианты угроз со стороны пользователя, со стороны его компьютера на удаленке, разные варианты защиты. Я бы добавил, что мы еще, разве что, не рассмотрели, как сказать, ту проблему, когда некоторые безопасники или айтишники за отсутствием отдела ИБФ-компаний продолжают рассматривать, грубо говоря, доступ по удаленке в рамках традиционного подхода и считают, что, условно, мы там дали VPN, закрыли его, допустим, к трамфакторам, и на этом все. Все те инструменты, которые мы проговорили, которые мы знаем, которые там существуют, их должны в том, что знать и уметь использовать и сами айтишники и башники. Так. Хорошо. Ну, мало пока было сказано. Я хочу дополнить, например, я пару раз просто сталкивался с тем, что вот, ну, мы же там тоже какие-то VPN-клиентки доставим для каких-то выполнения работ, ну, там, пилотные проекты, вот это все. Вот. И просто иногда вот там сидишь, никого не трогаешь, что-то там, копаешься в компьютере и, ну, как бы, случайно включаешь VPN-клиент, ну, там, какого-то чекпоинта, который там подключается, и он внезапно подключается, и ты понимаешь, что ты подключился, по сути, как бы, с VPN-учеткой, которая не была заблокирована, а ты, как бы, тебе ее создавали там, условно, полгода назад для того, чтобы там, ты какие-то настройки произвел. Вот. И вот, вот этот факт всегда так, сразу как-то, приземляет. Вот. И становится немножко грустно, что вот, вроде как, серьезные везде компании, крупные и страшные, вот, но, просто постоянно, ну, по сути, у человека, который удаленно подключался, там, даже через полгода, остается, вот, какой-то доступ с тем же самими паролями, без второго фактора, и, и, вот. то есть, есть теория, где вот, мы там рассуждаем, что нужно, это действительно в идеале, ну, тут я с этим все поддерживаю, вот, в реальности все, да. Хорошая иллюстрация, да, да. Так, ну, это подводит нас к мысли, да, что надо такие продукты, как вы предлагаете использовать, да, для того, чтобы, инвентаризировать эти, так сказать, учетные записи, да, отслеживать их, используемость, состояние и так далее. Ну, очевидно. Так. Ну, да, управлять жизненным циклом, собственно, тех VPN, тех же самых учеток, которые вы, там, вы даете сотрудникам, подрядчикам. Конечно. Хорошо. Юрий Бравников, вот, мало говорилось об архитектуре, да, пока, в ходе дискуссии. Дополните или, может быть, другие какие-то дополнения? Пожалуйста. Да, спасибо. Но я как раз тоже хотел вернуться к основам, то есть, за, я недавно читал цифры по росту затрат на поддержку в течение вот этого последнего года, которая связана была как раз с появлением удаленки, там, увеличение, кстати, количества атак, оно выросло в этот год, там, по некоторым данным до 50%, кстати. В общем, разные источники дают, там, разные цифры, но они все, там, в районе 50%. Соответственно, нагрузка выросла на все подразделения IT и ИБ, и, увеличивая, внедряя новые, так сказать, там, системы, да, мы, на самом деле, с одной стороны, решаем какую-то частную задачу, например, там, удаленный доступ, да, но появляется новая необходимость в новых квалификациях или, там, в новых людях, те, кто работает, и, в принципе, у них вообще рабочий день, то есть, как бы, все равно не больше, не больше 24 часов, поэтому, увеличивая количество различных решений для контроля, управления, там, доступа, мы, на самом деле, сильно просаживаем, вообще, эффективность работы IT и ИБ в пиках до нулевой, то есть, как бы, люди просто реально не справляются с тем объемом систем, которые, как бы, они вынуждены поддерживать, и продолжают увеличивать это количество систем из-за того, что они ставят новые, более сложные задачи. Поэтому тут надо идти от архитектуры и от азов, от основ, то есть, нужно менять вот это лоскутное одеяло на монолитное решение, которое поддерживает сами себя, да, то есть, не требует десяти специалистов на десять систем, а требует одного-двух специалистов на одну-две системы, а потом уже, естественно, проще будет и дорабатывать системы, так сказать, контроля, DLP и так далее, интегрировать, что-то гораздо проще, чем делать там десять тысяч систем с десятью тысячами приложений. То есть, как бы, вот в чем, куда надо смотреть. То есть, нас, в принципе, сама жизнь заставляет это делать, но этого в упор девяносто процентов просто не видит, и продолжают ту парадигму, вот сейчас мы переписываемся параллельно, интересная переписка, опять мы обсуждаем, какая там ось Windows или Astron, какого неизнечения вообще, какая операционная система. Сейчас мы, как бы, вообще-то не должны на это дело обращать внимание. Это, как бы, уже лет десять, как вообще совершенно неважная часть системы. Какая там будет операционная система? Да какая угодно. Главное, какую систему вы для себя, для своей работы пишете или там создаете. А что будет на рабочем столе? Да в большинстве случаев вообще ничего не должно быть на рабочем столе. Должен быть тонкий клиент с ограниченными возможностями, который, собственно, решит 90% тех задач, о которых мы сейчас говорили. Когда у клиента персональный компьютер с способностью, равной там серверу, там два-три года назад, естественно, он может на нем делать десять задач и, так сказать, там использовать его на во все что угодно. Ограничить ему возможности, так сказать, если он, конечно, не там веб-дизайнер, да, а если он просто обычный офисный работник, охранить ему ресурсы, и он просто не сможет физически на нем ничего сделать противозаконного. Уберите оттуда флешки, мешки и все прочее. Все задачи решатся сами собой. То есть, нужен другой подход. Если мы будем продолжать увеличивать количество, мы просядем по всем направлениям. Спасибо. Так, хорошее. Достойно спора, мне кажется. Так, и я хотел бы комментариев сейчас к видению Юрия Бражникова. Что скажете, Евгений? Да, я, когда выступал, я сказал, что средства, которые информационные безопасности, должны быть вписываться в какой-то ландшафт, в статье ландшафт, да, и избыточность их тоже, оно приводит к дополнительной трудоемкости. соответственно, если нету единого какого-то центра, нету какого-то понимания, что контролировать, то и как таковой системы не будет. Наличие той или иной системы безопасности в отдельности, оно не создает лишь иллюзию защищенности, но не позволяет, либо нормативные какие-то требования позволяют выполнить, с точки зрения на бумаге, да, то есть мы закупили что-то или там накупили вот эту информационную, теперь мы можем выдохнуть и как-то расслабиться. Но вот я пока очень редко нахожу, вижу таких систем, в основном каждый подрядчик, каждый предлагает какое-то свое направление, и чтобы все это соединить воедино, требуется очень сложно. Вот. И, ну, действительно, и сейчас возрастла нагрузка на IT-поддержку, да, и вот дополнительные, допустим, рабочие места, которые находятся дома, которые находятся здесь, допустим, и вот это все требует, ну, такой колоссальный, на мой взгляд, дополнительной трудоемкость. здесь вот именно требуется, с учетом того, что мы перешли все-таки на удаленный формат работы, я надеюсь, что в скором времени появятся некие предложения, какие-то комплексные по, вот, IT-ИБ, имеющие ИТ-ИБ решения. Ну, то есть, на следующем витке, где-то, да, там, может быть, в течение года, да, может быть, чуть больше, вы думаете, ситуация будет отыграна, то есть, будет реализовываться некоторая часть видения Юрия Бражникова, должны появиться предложения, касающиеся архитектуры, упрощающие эту ситуацию, да? Ну, обычно, да, спрос рождает предложение, поэтому, ну, смотрите, вот, рынок ИТ-ИБ, он же развивается, вот, определенными какими-то тенденциями, моды, там, да, вот, то же самое, там, если, угрозами тем же самым, да, если есть определенные угрозы, то рынок предлагает такие-то решения, но если компании, которые будут предлагать комплексные какие-то решения, да, вот, допустим, система IT, но у нее есть большая информационная безопасность, составляющая, там, допустим, какой-то кусок СИЕМа, там, или еще что-то, логирование какого-то, там, я пока так гипотетически, там, рассуждаю, то, это будет, ну, преимуществом этой системы, с точки зрения ее потребностей на рынке. Спасибо. Ну, кстати, поддерживая, поддерживая сейчас то, что, говорится, я, вот, Евгением, я думаю, другие скажут, я, Юрий, хочу обратить внимание, у нас мало примеров перехода крупных организаций, да, к какой-то вот другой архитектуре, если можно с ними знакомить, если они вам известны, мы будем рады пригласить, рады, потому что, вот, допустим, реакция того же Google, вот я сейчас вспоминаю публичное, на пандемию, заключалась в том, что они опубликовали несколько крупных кейсов, включая PricewaterhouseCoopers, да, как по всему миру переходил на облачные решения, да, с комментариями, там, топ-менеджеров, и так далее, и так далее. Вот не хватает, там, по-моему, свыше 120 тысяч сотрудников, да, переходили за очень короткое время. И нам не хватает таких примеров, своих, да, поддерживающих, дающих образец, да, дающих понимание, что это возможно, что удалось решить, расшить вот эти сложные задачи и разные векторы, там, и управление изменениями, и поддержка, так сказать, расширившегося такого фронта, да, ведь фронт поддержки расширился, да, это то, о чем сейчас Евгений говорил. Юрий, есть у нас такие примеры? Безусловно, то есть есть только другое еще, есть НДА, который не позволяет этим примерами делиться. Ну, я скажу так, что вот то, о чем я сказал ранее… Не готовы подключаться, то есть со своей стороны, да, как-то поубеждать. Люди не хотят, как бы, обнародовать свои кейсы, просто есть… Я, как бы, немножко, так сказать, может, сказал не совсем верно во время своего выступления, то есть, есть, конечно, ряд, так сказать, наших, так сказать, IT-староверов, которые будут биться за двух вендоров зарубежных до конца своих дней, да, но очень многие принимают, как бы, тестируют… Те, кто… Давайте так… Те, кто тестируют новые решения, они их, безусловно, внедряют, то есть, внедрение после тестирования достигает 90%, а 10% – это только в связи, там, с деньгами, как правило, просто денег не хватило даже на такие решения, вот. А те, кто реально протестировали, они понимают, что они тратили, там, много лет деньги зря, и, как бы, начинают внедрять новый подход. То есть, у клиентов есть комплексные программы, потому что всем известно, что к 25-му году большинство, так сказать, тыкв в карет превратятся в тыквы, то есть, он премис перетечет в облако, да, и предприятия, так сказать, там… Уже, как бы, времени, на самом деле, совсем мало остается. Четыре года для крупной компании – это очень, ну, прям, можно сказать, кратчайшая дистанция, да, но многие уже сейчас начинают подбирать решения, так сказать, для того, чтобы, в принципе, изменить архитектуру существующих систем, инфраструктуры. То есть, системы сами, естественно, они как есть, так и будут, но слой поддержки должен поменяться принципиально. То есть, мы должны перестать зависеть от одного бендера во всех системах, то есть, как бы, снизу доверху. Вот, то есть, независимость, и тут вопрос, на самом деле, не политический, то есть, сегодняшний, там, российский. И это вопрос не реестр, как тоже ответил, так сказать, проблем не в том, какое вы берете, российское или не российское, а в том, проприетарное оно и будет вас держать за нос до конца жизни вашей. или оно открыто, и вы можете в любой момент, так сказать, поменять поставщика, поменять вообще принцип развития, взять самому начать разрабатывать. Вот о чем нужно думать сегодня для того, чтобы это, так сказать, стало явью, там, через два-три года. У нас был очень, так сказать, прекрасный опыт разработки системы, как раз, который объединил в себе IT-EB с Five9 Software, который сейчас стал частью Acronis. То есть, мы создали продукт, который одновременно работал для IT-EB, можно сказать, фактически в одной консоли. И он был востребован, и он работал, и сейчас работает на крупных компаниях. Мы сейчас сделали публичный кейс, так сказать, Сламода, известным тоже, так сказать, всем, наверное, известным, так сказать, поставщиком интернет-продукции, то есть, интернет-площадка, да, то есть, она работает, в том числе, на наших решениях, которые мы зарабатывали, именно на этом принципе, когда все объединяется, максимальное количество функций объединяется в одном продукте, чтобы снизить нагрузку на, соответственно, персонал. Вот я сейчас, пока мы говорили, посмотрел вот эту, так сказать, статистику. 32% компаний испытывают недостаток персонала с прошлого года на поддержку систем, которые они разворачивают. 30%, то есть, третья часть. Это то, что сказали. А реально-то я думаю, что все 80-90, просто для 32-х это, видимо, уже критичная черта, за которую они начали это осознавать. Но за ней будут все, если будут идти по той дороге, по которой идут сейчас. Спасибо. А можете, не называя компанией, просто масштаб внедрения российского, вот с изменением архитектуры, сказать, ну там, в количестве сотрудников, допустим, вот так же. Тысячи? То есть, а так, если брать вообще, чтобы вы понимали, то есть масштабируемость такой платформы, как Zestras, это 400 тысяч, это, соответственно, вся научная сеть Ренатер Франции, построена на этом решении, 400 тысяч человек одновременно, все учебные и, так сказать, научные учреждения Франции работают на такой платформе. Спасибо. Без коллизий, без проблем и так далее. Без коллеги, давайте обменяемся еще по поводу архитектуры, если это вам интересно. Игорь, Александр Позулин, пожалуйста, хотелось бы ваше мнение. Я так помогаю вам. Юрий предлагает смотреть на горизонт два-три года, потому что, ну, это горизонт, который мы обычно планируем, да? И вот на этом горизонте он считает, что уже изменения в архитектуре должны происходить. Пожалуйста. Я, честно сказать, совсем не понял. Юрий начал за одно, закончил про другое. С одной стороны, он сказал, что нужно быть максимально независимым, чтобы иметь возможность свободно перейти с одной архитектурной на другую. Как он говорил, неважно, отечественная это или зарубежная. А с другой стороны, он под конец рассказал, что имеет большое преимущество объединять под одной платформой большинство функций. Очевидным образом, это некое противоречие друг другу, потому что, когда мы имеем некое объединение и, скажем так, некий комбайн, ну, что греха ответить, вот, например, ажур. Очень мощный комбайн, в котором, как бы, есть все, что хочешь. Так вот, если мы развернули свою инфраструктуру и переехали многое в ажур, отказались от этого приема, то попробуйте переехать там на АВС. Это невозможно. Поэтому, так, это, кстати, касается и любых других подобного класса обсуждений, что лучше, как бы, open source или, так сказать, кровавый enterprise. Но в итоге, когда мы все начинаем считать деньги, оказывается, что enterprise, он гораздо дешевле и прекраснее, потому что он имеет под собой поддержку понятную, прописанную, он имеет достаточно большой штат специалистов, имеется в виду, на рынке, который может поддерживать данное решение, стоит не так дорого. А если мы говорим про облака, отечественные, условно говоря, облака, ну, тот же, Яндекс Клауд, Сбер Клауд и прочее, Ростелекомское, прости господи, решение, это все далеко не то, что хотелось бы для enterprise, да, то есть, переезжать пока, мягко говоря, некуда. А если переезжать в AWS или вот в Azure, то у нас тут возникает угроза с чебурнетом, которой пока еще непонятно, чем закончится. Спасибо. Давайте еще быстрый комментарий по этому вопросу и, смотрю за временем, нам уже надо будет финализировать. Есть ли еще комментарии по этому вопросу? Ну, я, наверное, кратко попробую, вот как-то занять позицию между Юрием и Александром, мне кажется, что нет какого-то единого универсального решения open-source или там интерпрайзное решение, на самом деле, надо смотреть по ситуации. Вот, я даже по нашему опыту могу сказать, что, действительно, в каких-то случаях, допустим, в случае какой-то аналитики, удобнее создать какое-то свое решение на базе там open-source каких-то стеков, того же, на базе ELK стека, можно разработать систему, которая будет иметь базу данных, будет иметь логер там и так далее, и тому подобное. И это, на самом деле, дешевле. Просто посчитать можно в деньгах конкретных, что самому разработать будет быстрее. в каких-то ситуациях, действительно, Enterprise, там, своей поддержкой, он удобен. Но, опять же, это надо также проецировать и на заказчика, для кого это делается, да, то есть, если это делается для большой компании, может быть, в каких-то случаях, ну, что ты наймешь, там, сделаешь свой, там, Сберс 2, с огромным количеством штатом разработчиков, и будешь заниматься, там, доработка фонсорсных решений под свои нужды, что ты будешь работать с каким-нибудь вендором на то, чтобы он доработал, ну, так примерно будет то же самое. Поэтому, я думаю, что здесь все очень индивидуально, и надо для каждого заказчика и для конкретной ситуации каждый раз рассматривать, как там, отдельно, что называется. Угу. Спасибо. Так, есть ли еще комментарии по этому вопросу по архитектуре? Так, окей, завершили. Ну что ж, предлагаю теперь такие завершающие ремарки, это могут быть напутствия друг другу, тем, кто нас слушает, некоторое резюме сегодняшнего обсуждения, что, на ваш взгляд, мы, что было хорошо, а чего нам, может быть, не хватило, это нам тоже важно понимать, потому что у нас впереди с вами две активнейших недели, ну и и дальше еще программа, хотя и менее частотная. Пожалуйста, предоставляю слово для завершающих комментариев по нашему сегодняшней теме, по нашей конференции и по дискуссии. Прошу. Так, ну, обычно все высказываются, кратко, кто хотел бы начать? Евгений, я вижу, у вас включен микрофон, может быть, в этой связи, да, пожалуйста. мне понравилось, очень редко только удается целый день отвести на потребности коллег, и очень было иногда приятно посмотреть что-то новое на рынке, в том числе, очень удачно, мне кажется, у вас сделан день с точки зрения вендоров и практического опыта, вот, такая синергия, на мой взгляд, наиболее правильный подход, это с точки зрения вам, как организаторам, с точки зрения системы сегодняшнего, скажем бы, дискуссии, да, то мнения в целом, они не раздельны, просто здесь немножко у каждого есть определенный опыт, у кого-то за плечами стоят какие-то крупные промышленные предприятия, у кого-то здесь работа с заказчиками, и здесь немножко разный подход, но в целом, мы с вами сходимся к, сходимся к единым моментам, что здесь необходимо следовать много со временем, и использовать эффективные средства защиты информации, но вот какие они, да, и насколько они будут полезны, этот вопрос уже выбора каждой конкретной организации. — Спасибо. — Благодарю. — Так, кто хотел, Александр Хвайзулин, пожалуйста. — Коллеги, очень приятно было послушать, интересное мнение, действительно, с разных сторон, всегда полезно услышать альтернативную точку зрения, даже если она кардинально отличается от твоей, особенно если она подкреплена какими-то аргументами, это очень-очень важно иметь, слышать аргументированную альтернативную позицию, потому что всегда нужно иметь возможности, силы себе и свою позицию тоже менять, поэтому спасибо всем на некоторые вопросы, я после этих двух дней возможно пересматриваю свое мнение. Всем спасибо. — Спасибо. Ну это очень ценное замечание, такие замечания мне нравятся больше всего. Так, кто хотел бы теперь? Так, прошу. Ага, да. — Ну и да, я могу сказать Сергей вообще действительно. Да, мне бы тоже было интересно, как минимум просто узнать мнение собственно, той стороны, потому что мы все время как дистрибьюторы, мы обычно рассказываем про свои решения, про проблемы, вот, и, ну, приятно, приятно, что вы примерно уже, как бы, клиенты, так скажем, заказчики IT-решений, в принципе, в том же ключе примерно думают, те же самые проблемы видят, вот, значит, ну, значит, все правильно делаем, вот, так что, ну, я первый раз участвовал, да, в вашем, таком мероприятии, вот, я думаю, что еще будем участвовать, конечно. — Спасибо. — Так, ну, кто хотел бы... — Коллеги, ну, тоже кратко скажу, всем большое спасибо за дискуссию, и вот, Юрий очень много интересных, правильных вещей, по сути, вызовов для ИБН на ближайшие годы обозначил, и остальные коллеги, которые поделились своим взглядом, своим опытом, это тоже очень полезно, интересно, и я лично, там, своей деятельности обязательно, там, учту, в том числе, и, скажем так, те, те, итоги нашей дискуссии, которая, которая сегодня прошла. Спасибо большое. — Благодарю. — Юрий? — Я всегда за индивидуальность, независимость, то есть, естественно, одного решения на всех нет, хотя нам его навязывали, там, 20 лет, но мы поняли, что мир более сложный, и бывают такие повороты, когда нужно, как бы, иметь возможность выбора, и я за то, чтобы перед тем, как делать любой шаг вперед, каждый попробовал, несколько вариантов выбрал тот, который подходит ему, неважно, какой он будет. Всем успеха с проектами и с развитием вашей системы и безопасности. Спасибо. — Благодарю. Спасибо. Юрий, кстати, просит ваши контакты, если можно, повторите их, пожалуйста, в чат. Так, ну, и могут то же самое сделать и другие участники, если хотели бы повторить, да, потому что все, в общем-то, оставляли. Так, ну что ж, спасибо за прекрасный разговор. У нас действительно складывается хорошая традиция. И, мне кажется, возникает такой неутомительный способ объединения компетенций крупнейших российских заказчиков и вендоров. Это дорогого стоит, потому что обычно это утомительные и зачастую бесполезные мероприятия. Для меня важный критерий, что наши такие встречи полезны практикующим, действующим руководителям. Это самый важный, наверное, критерий для меня. Я вам признателен за такую открытость и профессионализм. Мне кажется, что получилось очень хорошо. Драматургия получилась интересной. И, кстати, вопросы, которые обсуждали мы сегодня, они получают продолжение в следующие дни ITSEC Online. Вот завтра будет идти речь о решениях мультифакторной аутентификации. Как раз та самая, так сказать, проблема или решение, да, на котором вы сегодня фокусировали внимание. 19-го – это управление инцидентами там СУАР, РП и СОК. 20-го – безопасность персональных данных и конфиденциальность. Там, кстати, юристы будут участвовать, потому что, конечно, эта тема всегда связана с некоторым правовым дизайном. Спасибо огромное нашим участникам, которые сегодня держали нас в тонусе и очень классно, так сказать, управляли нами, представляли свои комментарии и мнения, и острые вопросы. Спасибо. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Это очень хороший стиль. Я вас благодарю. Мы… Так, были вопросы по публикации. Будет опубликована запись на интернет-странице конференции, так же, как и презентации, с которыми вас сегодня знакомили наши докладчики. Еще раз спасибо за удовольствие работать вместе с вами сегодня. И до новых встреч, собственно говоря, до завтра. До свидания. До свидания. До свидания.